Фарт. Глава 14. Ну и куда ты ее? Белка согнала рейдера, сидевшего слева от фарта и уселась на его место. А что со свежиками вообще дальше будет? Еврейской манере ответил фарт. Ну, белка задумалась. Насколько я знаю, им сейчас все растолкуют, что не в сказку попали. Пройдут ментата. Потом поселят в общагу. Три дня бесплатно. Для определения, чем будут заниматься. Потом вперед. На отработку долго. Какого еще долго? Долго перед ставом. За то, что их спасли. Альтруистов тут нет. Понятно. Все как габ... Фарт вовремя заткнулся. Ну а если человек за три дня не найдет ничего подходящего? Если мне память не изменяет, ждут еще три дня. И на принудительную отработку. Прям исправительно трудовой лагерь. Не, ну, не так, конечно. Добытчики, осенизаторы, уборщики. Я не в курсе, короче. Вообще-то они не просили их спасать. Фарт поиграл с желваками. Ты предпочитаешь, чтобы их сожрали? Белка удивленно скинула брови. В ответ фарт промолчал. Фарт, я тут уже... Эээ... Белка закатила глаза. Около года, короче. И примерно полгода в самом Воскресенске. Ольгинка, из которой мы едем, стабильно грузится раз в месяц. За эти полгода до Воскресенска из Ольгинки самостоятельно не добрался ни один свежак. Сейчас мы их тащим, ну, примерно около 150 человек. Все вместе три колонны. А сколько оставили? Все их не вытащить. Подожди, не сбивай. Я в подобную операцию участвую во второй раз. Но точно знаю, что была еще одна. Три операции за шесть месяцев. Примерно 450 спасенных. Плюс-минус. Ты хочешь сказать, что лучше бы эти 450 человек остались на кластере и в окрестностях, в виде кучи дерьма из желудков зараженных? Или все-таки им лучше остаться в живых, пусть и с долгом? Ты настолько кровожадный, фарт? Да понял, я понял. Фарт помурчился. Все равно это как-то... Приходите, мы вас спасем, мы вам поможем. А потом мелким шрифтом. За деньги. Ну, за спараны. А ты прикинул, сколько мы боеприпасов, топлива, ресурсов, машин и стволов потратили? Ой, вот только не надо мне петь военных песен. Фарт зло сверкнул глазами. С учетом того, сколько тварей намолотили и 80-процентной доли стаба в потрохах. Да стаб остался бы в плюсе, даже если бы каждому спасенному по десятку спаранов отсыпал. И еще одно. Ты говоришь, мол, вот, за полгода 450 человек. Передразнил он белку. А теперь, красивая моя, включи логику и подумай, откуда такая убыль населения, что раз в два месяца приходится тащить полторы сотни свежих. А я тебе скажу, откуда? Вот как раз из этих свежих в основном и есть убыль. Дохнут они, как мухи, в командах добытчиков. Так что для них небольшая разница, там сдохнуть или через месяц тут, при этом горбатись на стаб. Помолчали немного, раздувая ноздри и успокаиваясь. Ну, ты не совсем прав насчет убыли, начала белка. Все, стоп, хватит. Не хочу об этом. Фарт хотел поднять руку, но на правой спала Василиса, а левая висела на перевязи. Ты мне лучше скажи, детей тоже на отработку? Нет, что ты? Детям долг не вешают? Так куда их? Ты не поверишь, но вставе полно пар мечтающих о детях. Но вот проблема в том, что у иммунных не всегда получаются. Меня уже просветили на эту тему, перебил фарт. То есть детей раздают по семьям? Ну да, хотя можешь себе оставить. Белка свернула глазами и улыбнулась. Папаша, свежеиспеченный. Вот язва ты все-таки, белка. А я ей не отрицаю, она показала фарту язык. Так что, оставишь? Не знаю пока. Хотел бы ее руку показать. Увидев непонимание в глазах белки, пояснил. Знахарю, а что с ней не так? Да понимаешь, странные обстоятельства привели к ее спасению. Что за обстоятельства? В глазах у белки разгорелось пламя любопытства. Оно тебе надо? Фарт уже сам был не рад, что сболтнул лишнего. Фарт, я же с тебя живого не слезу, пока не узнаю. Да мы уже закончили, с основными и должны были сворачиваться, когда она меня позвала. Из дома? Из дома. Только этот дом был километрах в трех, если не дальше. Это как? Телепатически. Чего? Ну, когда голоса в голове. И вот я думаю, это она или у меня шизофрения развивается. Ммм, дар? Меньше чем через сутки? Хрен его знает, вот и хочу, чтобы она у знахаря побывала. Ясненько. Держи меня в курсе. Тебе-то-то зачем? Ну, так интересно же. Любопытная Варваре. Белка хотела что-то ответить, но тут завозилась Василиса. Отлипла от руки, осоловевшими, сосна глазами осмотрелась, зевнула, потянулась, стянула наушни и произнесла, глядя на Фарта. Дядя Фарт, а можно попить? Конечно, золотце, ответил Фарт и полез в рюкзак. Протянул Василисы бутылку воды, та присосалась к ней, как пиявка. Эй-эй, много не пей, ехать еще долго, а туалетов тут нет, сполошился Фарт. Девочка нехотя отлипла от бутылки. Эй-эй, протянула Белка, а у нее ведь споровое голодание началось. А что, у детей тоже бывает? Удивился Фарт. Ну, она же иммунный деть. Логично ответила Белка. И что теперь делать? Ты маленький, что ли? Живчик давать? Какой ежичек, она же на спиртном. Ну, извини, спораны в молоке не растворяются. Василиса внимательно их слушала. Фарт решил уточнить. Василий, тьфу, пока твое имя выговоришь полностью, язык в узел завяжется. Давай я тебя буду звать либо Васей, либо Лисой. Хорошо, кивнула девочка. Меня так и звали. Как именно? Уточним Фарт. И так, и так. Ясно. Скажи, Лиса, у тебя сейчас жажда? Это я видел. Голова не болит? Болит. Жалобным тоном пропищал ребенок. Что я говорила? Сказала Белка. Вот блин, у меня только на водке, который потом привезли. А он противный даже для меня. У тебя на чем? Спросил Фарт Белку. Такой же. Мужики! Крикнул Фарт всем. У кого ежичек на коньяке или на виске? У ребенка споровое голодание пошло. От водки ее вывернет. Народ принял непосредственное участие. Нашелся и живчик на коньяке, и кружка. Один запасливый рейдер поделился остатками колы для запивки. Разгорелся нешуточный спор насчет дозы. Сколько ей давать? Грамм сто. Сдурел? Посмотри на нее. Она от ста грамм тут и ляжет. В два приема. Себя вспомни, сколько ты принимал в первый раз? Пару глотков сначала. И еще три глотка через пять минут. А, точно. Тогда пятьдесят сейчас и пятьдесят потом? Ну да. Эй, привлек внимание Фарт. А может, с колой развести? Не думаю, что наши девки от большой любви к кусу живчика его чистоганом хреначат, ответил кто-то. Может, оно так и не действует. Я бы не рисковал. Стаби у знахаря, уточни. Логично. Вынужден был согласиться Фарт. Василиса, сначала напуганная таким вниманием к своей персоне. Вскоре поняла, что эти страшные дяди не желают ей плохого. Сидела и, посверкивая глазками, с интересом наблюдала за спектаклем. Она еще не подозревала, что в этом спектакле ей предстоит сыграть главную роль. Наконец, живчик отмерили и вручили белке. Рядом с кружкой колы застыл один из рейдеров. Фарт сидел с открытым шоколадным батончиком на готове. Так, сказал Фарт. Это лекарство. Как всякое лекарство, оно невкусное. Но как только ты его примешь, сразу и голова пройдет. И пить больше так сильно не будешь хотеть. Только не нюхай. Нос рукой сожми и залпом. Готово? А может лучше воды? Жалобно пропищала Алиса. Нет, водой ты не напьешься. Даже если цистерну выпьешь. Мы все так сначала болели. А потом вот это лекарство приняли. И все прошло. Ведь правда? Фарт обратился ко всем. Да, да. Точно. И дочка, так надо. Раздалось со всех сторон. Ну так что? Спросил Фарт. Ну если надо. Василиса. Надо. Отрезал Фарт. Только помни, не нюхай. Зажимай нос. Лиса зажала нос пальцами. Ей сунули кружку с живчиком. Выдохни залпом. Напомнил Фарт. Давай. Девочка кивнула, зажмурилась и опрокинула живчик в себя. Замерла. Скривив личико. Все вокруг сразу засуетились. Запивай. Запивай быстрее. Вот шоколадка. Теперь закусывай. Василиса, не отрывая глаз, усиленно запихивала себе в рот батончик. Фарт придержал ее руку. Ну? Спросил он. Как себя чувствуешь? Лиса приоткрыла один глаз. Склонила голову на бок. Присушилась к себе. Хорошо. Удивленно ответила она. Пить больше не хочется? Голова не болит? Нет. Ответила Лиса, косясь на остатки батончика. Ты шоколадку придержи. Минут через десять прием лекарств нужно повторить. Василиса сразу скривилась. Может не надо? Мне уже хорошо. Вот чтобы совсем хорошо стало, и надо повторить. И батончик доешь тогда. Фарт был коварен как змей. Ребенок тяжело вздохнул. Фарт знал, что ради шоколада большинство детей пойдут на все, что угодно. Сказался опыт общения с племенниками и детьми знакомых. Ладно, протянула Василиса. Рыберы поздравили девочку со вступления в их ряды. Рассказали, какая она умница, потрепали по голове и начали рассаживаться по местам. Довольная Лиса сияла, как начищенный самовар. «А это что?» – спросила она. «Стреляют?» Фарт уже и перестал замечать пулеметные очереди. Воспринимал как фон. «Ну да», – ответил он. «Стреляют». «А в кого?» – поинтересовалась девочка. Фарт охреневал от ее спокойствия, от того, как она вообще воспринимает всю эту ситуацию. Учитывая то, что ее родители, скорее всего, заурчали и ушли. Кровавых пятен он в доме не видел. А саму Василису Лотрещик пытался выковырять из подвала. Девочка вела себя аномально, так что решил быть честным. В монстров. «Теперь так всегда будет?» – спросила Лиса. Фарт внимательно на нее посмотрел, но нет. Не зарождающейся истерики, вообще не слезинки. Носом не шмыгает. Ее точно надо к Року. «Скоро приедем в хорошее место, в город, окруженный стеной. Там монстров не будет», – ответил он. «А вот за стеной этого города будут и много». Белка хотела ткнуть ее локтем в ребра, но попала в раненую руку. «Ах ты ж е!» – зашипел Фарт, стискивая челюсти, чтобы не заорать матом. «Че ж тебе?» – прошипел он, поворачиваясь налево. «Фарт, извини, извини, я не хотела», – испуганно пролепетала Белка. «Еще не хватало, чтоб ты этого хотела», – проговорил Фарт, отходя от вспышки боли. «Есть же другие способы внимания привлечь. Голосом там позвать, не знаю, покашлять деликатно. Что ж ты сразу по сломанной руке?» «Ладно, так че хотела?» «Тьфу, блин, сбил. А ты не слишком ли круто с ребенком? Может, надо было как-то поосторожнее? Постепенно?» «Белка, я не собираюсь над ней, как орлица, раскинув крылья сидеть. Тем более, этот ребенок провел минимум 12 часов в зараженном городе. Как ты думаешь, успела она что-то насмотреться?» «Ну и финал, так сказать. Когда я ее нашел, ее пытался из подвала выцарапать лотерейщик. Так, как ты думаешь, можно и правду говорить?» «Я думаю, можно. Она девочка сильная». «Ты у нас сильная девочка?» – Фарт повернулся к ребенку. «Сильная?» – Белка выглянула из-за Фарта. «Да, сильная!» – звонко выкрикнула Василиса и тут же засмущалась. «Кстати, Фарт!» – сказала вдруг Белка. «Поздравляю тебя!» «С чем это?» – подозрительно проговорил Фарт, уже чувствуя какую-то гадость. «Теперь ты у нас крестный!» – мило улыбнулась Белка. «Какой еще?» – Фарт покосился на ребенка, который внимательно их слушал и выдохнул. «Крестный?» «Что значит какой? Ты девочке имя новое дал?» «Дал. Значит, крестный!» «Ничего я ей не давал. Это сокращение от Василиса». «А, не волнует. Ребята, подтвердите, он крестный или нет?» – обратилась она к внимательно слушающим рейдерам. «Да, конечно. Имя дал по-любому крестный!» – раздалось со всех сторон. «Так я ей два имени дал!» – Фарт нашел лазейку. «И что? Теперь я дважды крестный Советского Союза?» «А вот мы сейчас у нее и спросим, какой ей больше нравится?» Захихикала Белобрысая, зараза. «Видишь ли, Василиса, ты заметила, что у всех у нас необычные имена?» Обратилась она к Василисе. Девочка кивнула. «Это потому, что, попав в это место, имя нужно сменить. Нам, девочкам, можно оставить старое имя или выбрать новое самой. Но Фарт…» – дядя Фарт поправилась она. «Уже выбрал тебе два новых. Тебе какое больше нравится? Вася или Лиса?» «Мне мое нравилось. Можно мне его оставить?» – спросил ребенок. «Можно. Тогда дядя Фарт не будет твоим крестным папой. А если станет, он должен будет о тебе заботиться, присматривать за тобой, ну как родитель». «Ты чего творишь?» – Белка закрыла рот Фарта рукой. «Ну так что?» – спросила Белка. «Оставляем старое?» «Нет», – ответил ребенок, подумав. «Хочу, чтобы дядя Фарт был моим крестным папой. Тогда Лиса…» «Ну что ж, поздравляю, крестный!» – Белка победно заулыбалась. «Ну ты… сссс…» «Да-да-да-да. Я тоже тебя люблю». «Вот зачем тебе это нужно было?» – с досадой проговорил Фарт. «Послушай, Фарт!» – из голоса Белки исчезла вся веселость. Глаза смотрели предельно серьезно. Я в Ули почти год. За это время успела убедиться, что событие здесь не происходит просто так. — Если Ули позволил именно тебе услышать ее зов, если он именно тебя на спасение отправил, значит это так нужно. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, — пробормотал Фарт. — Не ерничай, теперь ты в ответе за ребенка, ее дальнейшую судьбу. Может быть и меня Ули отправил с тобой в один рейд, чтобы ты не смог от нее отвертеться. Вы тут из Улия Бога себе сотворили. Не стоит ли относиться к нему попроще? Разозлился Фарт. Религию он не любил. — Поброди по Улью. Уверена, точку зрения сменишь, — ответила Белки и добавила совсем другим тоном. — Ну неужели тебе никогда не хотелось такую лапочку-дочку? Фарту много чего было ей ответить, но это совсем не предназначалось для детских ушей. Так с разговорами они добрались до Воскресенска. Василиса приняла живчик второй раз. Было видно, что и этого совсем не хочется. Но половинка батончика и кружка кулы перевесили отвратительный вкус лекарства. — Стап! — крикнул один из рейдеров, выглянув в бойницу. Все задвигались, начали собираться. Фарт попросил Белку помочь ей разрядить оружие и приторочить по обеим сторонам рюкзака. С рюкзаком, двумя длинностволами, да еще и девочкой в придачу он никак бы одной рукой не справился. Вылез на площадку перед КПП. Солнце уже клонилось к горизонту и присвистнул. Три колонны на обратном пути снова собрались в одну, и на площадке опять творилось свето-представление. К шоу добавились свежаки, испуганным стадом насять с одного конца площадки на другую. Заметил, как из одного грузовика достали пару носилок и перегрузили в стоящий рядом пикап. Пикап клаксоном, разгоняя толпу, рванул к воротам. Кого-то сильно порвали. Лиса завороженно рассматривала стену. «Потеряться здесь как… эээ… легко, короче». Обратился фарт к Лисе. «Поэтому крепко держись за мою руку или рюкзак. Отцепишься, не стесняйся, кричи. Поняла?» Девочка кивнула. Я присмотрю за ней. Белка стояла сзади, уже напялила свой чудовищный рюкзак и держала в руках монстра бой. «Слушай, Белка, я вот все спросить хотел. Как ты, блин, с этим просто на ногах стоишь? Я уж не говорю о том, чтобы идти. Дары разные бывают». Хитро улыбнулась Белка. «Ё, ой, ё, а куда нам за премии-то?» Спохватился фарт. «Ха, премию ему прямо сейчас отсыплют. Размечтался. А когда?» Дебет с кредитом сведут. Подумают. Дня три. И тогда может быть. Но обычно ранее, чем через пять дней несусь. Сейчас разве что можешь только горошину как основную плату получить. «Да где хоть получать-то?» – разозлился фарт. «А, ты ж первак. Берешь контракт. Идешь на биржу, там и получаешь». «Спасибо». «Ну а нам теперь куда?» «Что значит куда?» «Это ты должен знать. Мента там». «А нам зачем? Мы же не свежаки». «А вдруг ты там иммунных убивал?» Белка покосилась на лису. «Или еще какие непотребства творил?» «Да тут народу тьма». Фарт хотел схватиться за голову, но в единственную руку вцепилась как клей с лиса. «Мы до утра не пройдем». «Не боись. ЦК тоже не дураки сидят». Белка намекнула на древний анекдот. «Заметь, восточный работает только на вход. Сейчас сюда ментатов с регистраторами нагнали. В обоих зданиях сидят. В два этажа пашут. Тем более тебя, раненого, да еще и отца. Героина!» Она хихикнула. «И так без очереди пустят». Фарт злобно сверкнул глазами. «В какое здание пойдем?» спросила Белка. «В...» Фарт запнулся. «А пускай дитё решит». «Давай!» кивнула Белка, принимая игру. «Дитё, решай. В какой мы вход пойдем? Левый или правый?» Лиса растерянно переводила взгляд на два абсолютно одинаковых здания. В итоге выбрала правый вход. Пошли гульбой туда. Фарт с Лисой впереди. Белка сзади контролировала, чтобы девочка не потерялась. Зашли. Показали охраннику разряженные стволы. Коридор пустой в обычное время, сейчас бурлил. Белка посоветовала идти на второй этаж. Там было посвободнее. Прибились кучки рейдеров. Фарт отникался от того, чтобы пойти без очереди. И довольно быстро, уже минут через пятнадцать запустили Белку первой. Через минуту та вышла. И в кабинет зашел Фарт с Лисой. «Канцелярский кабинет. Канцелярского вида чиновница. Незнакомая». «Кого первого?» – спросила она, не возмущаясь, что зашли двое. «Давайте меня», – сказал Фарт. «Давайте. Имя». «Фарт». «Были на операции в Ольгинке?» «Да». «Убивали иммунных?» «Нет». «Э-э-э-э», – дама покосилась на Лису, пытаясь сформулировать вопрос про изнасилование. Но выкрутилась. Причиняли иммунным какой-либо вред? К некоторым приходилось применять силу ради их спасения. Фарт вспомнил, как они гонялись по квартире за бухим мужиком, ради собственной выгоды или наслаждения. «Нет». Фарт тоже выкрутился. Ответив еще на пару вопросов, он уступил место Лисе. Ментат при таком клиенте разулыбалась и превратилась из канцелярской крысы в обычную женщину. «Я так понимаю, свежая?» – спросила она, доставая бланк. «Ага», – ответил Фарт. «Лиса, сейчас тетя начнет тебя спрашивать. Отвечай только правду». «Хорошо», – кивнула девочка. «Как тебя зовут, деточка?» «Василиса». «Стоп», – вмешался Фарт. Ментат зыркнула на него, снова превращаясь в канцелярскую крысу. «Лиса, у тебя же новое имя». «Ой, извините, меня Лиса зовут. Сударением на И», – уточнила она. «Не привыкла еще». «Кто крестный?» И снова метаморфоза в милую женщину. Фарт только диву давался. «Он». Лиса ткнула в Фарта пальцем. «Тебя как-нибудь обижали после того, как наши спасатели тебя нашли?» «Какие спасатели?» – удивился ребенок. «Началось», – злорадно подумал Фарт. «Ну-с, мисс Сухарь, как будем выкручиваться?» «То есть какие? А тебя разве не спасатели спасли?» – растерялась Ментат. «Нет». «Ты сама пришла?» «Нет, меня дядя Фарт привез». «Ага», – Ментат бросила на Фарт еще один взгляд, но уже в крысу не превратилась. «Вот когда тебя дядя Фарт нашел, и до сих пор тебя никто не обижал?» «Нет, только…» – девочка задумалась. Фарт с Ментатом напряглись. «Лекарство горькое пить заставляли, то есть просили. Два раза!» – наебедничал вредный ребенок. «Зато потом шоколадкой кормили». «Что за лекарство?» – и вновь крыса. Хотя нет, уже оскалившийся деберман. «Споровое голодание началось. Дали живчика?» – спокойно ответил Фарт. «А почему детского не дали?» «А что, и такое есть?» «Есть? Так почему детского не дали?» «Вы знаете, уважаемая, вот как-то среди рейдеров фанатов детского питания не нашлось. Вы уж извините». У Фарта начала болеть рука, и его стал раздражать этот допрос. «А почему она вместе с рейдерами ехала, а не вместе со свежаками?» «Я не понял, дамочка». Фарт подпустил голос Металл. «Перед вами клиент сидит, и вы спрашиваете, что за допрос?» Ментат пару секунд буравила его глазами. Затем опять обратилась к девочке. «А почему ты ехала с…» – она запнулась. «Не поехала с другими спасенными. С такими же, как ты. Тебе не предлагали?» «Предлагали. Я не хотела с ними ехать». «Почему?» «Потому что дядя Фарт ехал в другой машине, а я хотела с ним поехать». «А почему именно с дядей Фартом?» Ментат опять недобро зыкнул на него. «Что она там себе вообразила?» «Совсем уже разозлился Фарт». «Потому что дядя Фарт меня спас. Чудовище убил. Руку поранил. А там все чужие. Вот». «Что за чудовище?» Вновь потеплевшим взглядом Ментат одарила Фарта. «Не твое дело!» – ответил в конец обозленный Фарт. «Есть подозрения, вызывай СБ. Там будем разбираться. Нет? Снимай с ребенка ментограмму и отпускай». «Поучи еще меня работать!» Вновь окрысилась Ментат. Фарт не ответил, раздумывая, пора звонить скрипачу или у этой крысы профессиональный долг все-таки возьмет верх над материнским инстинктом. Все-таки профессиональный долг Фарт возобладал. Фарт выскочил от ментата, пыхтя от злости. «Че так долго? Че у вас там произошло?» Вупли, аж через закрытую дверь было слышно. Подскочила к ним Белка. «Да это пи!» – Фарт покосился на Лису. «Таким макаром он скоро матом ругаться разучится. Кому-то вместо того, чтобы нормально работать, захотелось следовать или поиграть». «Это я виновата». Лиса смотрела жалостливыми глазами. «Ты-то как раз все правильно делала. Просто тетя нехорошая попалась. Где эти гребаные регистраторы? Если и там начнут мозги еб... Да блин, короче, удав у меня в кобуре. Патрон в стволе. Я с вами пойду!» – решительно заявила Белка. «Да шучу я, не такой я идиот». Пошли к регистраторам. Оставили Белку в коридоре с рюкзаком. Нагло обошли очередь к регистратору. Зашли внутрь. Знакомый парень, тот, который регистрировал фарта, лишь покосился на них, но ничего не сказал. То ли увидел состояние фарта, то ли вспомнил, что его начальник СБ приводил. Отпустив своего клиента быстро и без вопросов, произвел все процедуры, за что получил от фарта искреннее «спасибо». Наконец, троица вывылилась внутри стен. «Ну что, пора прощаться?» – сказала Белка. «Давай телефонами обменяемся». «Без проблем. Только в сторонку отойдем, чтобы под ногами не мешаться». Обменялись номерами. «Ты вообще где обитаешь-то?» – спросила Белка. «Вообще гостиница Хаус. Но лису я туда не поведу, конечно». Быстро добавил фарт, увидев, как у Белки возмущенно поднимаются брови. И уже открывается рот. «Сейчас мы к Року пойдем. К знахарю, там частный дом. А он где находится?» «А тебе зачем? Контролировать будешь?» «Конечно. Ты давай не увиливай. Рассказывай». Фарт объяснил, как добраться до Рока и показал на карте из лисиного буклета. «Ладно, давай, Белка. Время для ребенка уже позднее. А нам еще туда дойти надо». «Не вздумай обижать ребенка, Фарт. Приду, проверю». Она присела перед лисой на корточке. «Если этот злой дядя будет тебя обижать, ты мне все расскажешь, когда я приду, хорошо?» «Дядя Фарт хороший», – не согласилась лиса. «Вот всю дорогу ехал и думал, как бы ее обидеть», – буртнул Фарт. «Ладно, пока вам, не теряйтесь». Белка подняла с пола свой чудовищный рюкзак, водрузила на узенькие плечики, подхватила винтовку и потопала по улице. Фарт только головой покачал вслед. Нашел номер Рока в телефоне, набрал. «Алло, привет, Рок». «Здорово, Фарт. Вернулся?» «Ага. Ты сейчас не очень занят?» «Да нет. А что хотел?» «Да вот, хотел подойти к тебе с подругой. И с ночевкой. Не стесним?» «Вот завидую я тебе, Фарт. Поехал в первый рейд и уже себе бабу притащил». «А почему ко мне с ночевкой? Веди к себе, мешать никто не будет». «Если я ее к себе в номер на ночь притащу, меня на следующий день выгонят». «Ого! Что ж там за баба-то?» – хохотнул Рок. «Надеюсь, не ручную лотерейщицу приволок?» «Хуже, Рок!» – вздохнул Фарт. «Гораздо хуже». «Я весь в предвкушении от знакомства. Никуда не собирался, а то, может, мы не вовремя». «Не-не. Теперь точно буду ждать». «Ну, тогда жди. Ну что, мелкая, пойдем знакомиться с моим товарищем». Он посмотрел на Лису. «Пошли». Согласилась та. Фарт взвалил рюкзак со стволами на плечо. Протянул руку Лисе. И они зашагали по улицам. Проходя мимо очередного магазина со снарягой, Фарт вдруг произнес. «Вот я старый маразматик. Как же мог забыть?» «Скорректируем маршрут». И они направились к магазину «Корзина Триспарана». Добрались до магазина, зашли внутрь. Все как в первый раз. Продавец, охранник, хозяин сидел за ноутбуком и смотрел фильм. По залу шныряла парочка клиентов. Хотя отличия были. Появление Лисы сразу же привлекло к ним внимание. «Какая прелесть!» – расплылся в улыбке продавец. «Да, тут рай для детей», – подумал Фарт. «Видать, из-за редкости их тут все любят. Правда, как я слышал, некоторые в прямом смысле «уроды», – поправил он себя. «Уважаемый», – Фарт переключил внимание продавца на себя. «А у вас не найдется для этой прелести чего-нибудь надеть?» Тот задумчиво окинул Лису взглядом и отрицательно покачал головой. «Совсем ничего», – растерялся Фарт. «Хотя бы… хотя бы на один-два дня. Хотя бы нижнее белье, трусики там, маечки. Может быть, в других магазинах есть?» «К сожалению, в стабе ты ничего не найдешь в магазинах. Только на взрослых». Продавец задумался. «Но выход есть. Секунду». Он достал свой сотовый и набрал номер. «Алло, привет, Жозель. Привет, дорогая. Да-да, и тебя». «Итак, еще минуты три. Затем…» «Послушай, Жозель, чего звонил-то? Твоя девочка вроде уже подросла немного». «Да ты что? Да я не…» «Да блин, женщина, послушай, наконец, меня. У меня тут стоит рейдер с малышкой. Хотел приодеться немного». «А в стабе, сама знаешь, в магазинах только взрослая все». «Как? Сколько лет малышке?» «Это уже фарту. Кстати, а сколько тебе лет?» «Спросил фарт Лису». «Девять», – пискнула-то. «Девять?» – фарт отфутболил ответ продавцу. «Говорит Деват», – передал продавец. «Деват десять. Ну, не знаю. Я бы сказал восемь-девять. Уж очень она дохленькая». «Я не дохленькая?» – пробурчала Лиса себе под нос, насупившись. «Я стройненькая». «И скромненькая», – фарт заржал в голос. «Как зовут?» – спросил продавец. «Лиса», – ответил фарт. «Да не ее, тебя. А, фарт. Фарт говорит. Да ты их узнаешь сразу. Как будто у нас полстаба с маленькими девочками и руками на перевязи ходят. Соберешь? Ну, тогда отправляю. Спасибо, короче». Продавец сбросил вызов и обратился к фарту. «Сейчас дуешь на Яблоневую улицу, дом пятнадцать. Там тебя будет ждать девушка. Имя Жазель. Вот она и поможет с вещами. На первое время». «Даже не знаю, удобно ли?» – засомневался фарт. Как он понял из разговора, продавец позвонил знакомой, у которой тоже была девочка, и попросил помочь. «Удобно, удобно. Даже не сомневайся. Парень, здесь настолько редко можно жив детей встретить, что они считаются настоящей ценностью. Им все рады помочь. Так что давай, топай. А то уже темнеет. Ребенка скоро спать ложить надо». «Огромное вам спасибо», – ответил фарт. «Спасибо», – пискнула лиса. «Заботливые все какие», – пробурчала она же, когда они покинули магазин. Фарт в изумлении посмотрел на нее. «Не, ее срочно надо к руку. Или просто отходняк от тяжелого дня и жутких впечатлений. Все равно к руку». У пятнадцатого дома и на Яблоневой улице их уже поджидала женщина. В рейдерском брикиде и с пакетом в руках. Увидев их издалека, она энергично зашагала навстречу. Достигнув цели, она, не обращая внимания на фарта, резко присела перед лисой. «Уйди, какая маленькая, а худенькая. Как тебя зовут, моя прелесть? Не ожидавшего подобного напора, лиса спряталась за спину фарта. И пугливая. Она встала на ноги и протянула руку фарту. Фарт, я полагаю. А вы же, Зель?» Фарт пожал притянутую ладонь. Рука пожать оказалась по-мужски крепким. «Очень приятно. Взаимно. И заканчивай выкать. Чай не на балу. Держи». Она протянула фарту пакет. «Я тут насобирала кое-чего на первое время». «Спасибо. Мне и надо на первое только. Сегодня только с рейдой и не подумал. Да и мне когда было, колонна же уходила». Начал оправдываться Фарт. «Да и...» Он показал глазами на левую руку. «Перестань. Детей мало. И мы, родители, должны помогать друг другу. И так понятно, что вы только что с Ольденьки пришли. Сколько с меня? Обидеть хочешь? Даже и не думал. Давай так. Завтра вряд ли. А послезавтра, наверное, пойду в рейд. Специально за всяким детским. Как я понял, у тебя тоже девочка. Накидай на бумагу, что тебе нужно. Я захвачу. Я и без тебя в рейд сходить смогу. Герой». Жозель усмехнулась. «А вот то, что за детским пойдешь, это правильно. Подойдешь завтра после обеда. Подскажу, куда можно сходить. И что ей нужно выбрать. И по размеру, и по вещам. Вижу, что опыт у тебя ноль. А сейчас веди малышку спать. Она уставшая у тебя. Ужас». «Ну так чая не отсыпалась до обеда», – ответил уязвленный фарт. «Понятное дело. Сама в этот рейд пять раз ходила. Помню, какой там ад. Давай номерами обменяемся и домой. Спасибо еще раз. Лиса». «Спасибо». Пискнул ребенок, но из-за спины фарта не показался. Попетляв по стабу, они наконец подошли к дому Рока. После того, как вернулся Сивый, Рок снялся, себе отдельный большой дом. Как положено, знахарю с хорошим подвалом. Знахари поделили зоны влияния. Договорились, что дипинговать не будут. И зажили припеваючи. Стаб был большой, и они абсолютно друг с другом не конкурировали. Тем более, как понял фарт, специализация у них была немного разная. Хотя врачевать могли оба. После стука дверь поспешно распахнулась. Такое впечатление, что Рок сидел под дверью. А может, так оно и было. И на пороге возник сам Рок с дежурной улыбкой на лице. Увидев фарта с рукой на перевязи, улыбающееся лицо Рока сразу сменилось на озабоченное. А увидев Лису, на удивленное. Фарт еще никогда не видел, чтобы у человека лицо за две секунды менялась так быстро и аж три раза. Ээээ, Рок прочистил горло. Это и есть твоя подруга? Я полагаю. Она самая. Кивнул Фарт. Знакомьтесь, Лиса это дядя Рок. Дядь, фу, Рок это Лиса. Здрасте. Пропищала Лиса, с интересом рассматривая Рока. Привет. Рок ответил взаимностью. Может дом пустишь все-таки? Или так и будем на пороге в гляделки играть? Гуртнул Фарт. Рука начала дергать сильнее и чаще. «Ой, конечно, проходите!» – засуетился Рок. Они прошли в дом. Лиса с интересом огляделась, скинула кроссовки и спросила. «А можно в туалет?» «Пойдем, покажу». Рок увел ребенка в коридор. Фарт с удовольствием скинул осочерчевший рюкзак со стволами. Аккуратно расстегнул боковые и плечевые крепления. Стянул нагрудник и замер над дилеммой. Стоит ли снимать ботинки? Полтора суток в них. И не лежал, а активно двигался. «Ребенка не отравит?» «Что с рукой?» – в прихожую ворвался Рок. «Ерунда, с лотерейсиком поздоровался. Обезболить можешь?» «Дергает», – Фарт поморсился. «А чего не лечить? Пошли на кухню». «Слушай, я боты снимать не буду. Боюсь ребенка потравить», – спросил Фарт. Рок махнул рукой. «А не лечить? Погоди пока. Сначала посмотри, что с Лисой». В кухне красовался стол, накрытый для легкого вечера. Салатики, нарезка маринады, нарезанный лимон на блюдечке. Посередине стояла бутылка Хеннесси Эллипс. «Бестолочь», – подумал Фарт. «Кто же такой коньяк закусывает и из рюмок даже красивых пьет? А что с ним не так?» Рок усадил Фарта на стол и водил над бинтом руками. «Поздравляю!» – перелом со смещением, но зафиксировали грамотно. Плюс мышцы на руке, два дня на лечение. «Ты же раньше такие переломы за ночь сращивал. А с Лисой ты мне сам скажи, что не так. Дар у нее открылся? Или просто какая-то своя энергетика?» «Дар? Она же свежак». «Еще вчера засыпала в своем мире», – заверил Фарт. «Интересно. А что было?» «Я знал, что ты заинтересуешься, поэтому и привил ее. А что было?» «Долго рассказывать. Ребенка спать уложим, вот и…» «Готово!» – сказал Рок. «Блокады на сутки. Я тебе только кости за ночь сращивал. А тут считай, что мышцы нету!» Раздался приглушенный шум спускаемой воды. На пороге появилась Лиса. Посмотрел он на накрытый стол голодными глазами. «Кушать хочешь?» – спросил Фарт. Девочка часто закивала головой. «Ну иди!» «Ты что?» – скричал Рок. «Ребенку желудок хочешь испортить!» Двинувшаяся была Лиса в испуге остановилась на пороге. Рок коршуном заметался на кухне. Открыл холодильник. Занырнул туда чуть ли не наполовину. Достал стопку пищевых контейнеров. Разложил на старейшнице возле плиты. В тумбочке над раковиной достал тарелку. Из контейнеров набросал туда огромную порцию пюре и добавил три гигантские котлеты на пару. Закинул тарелку в микроволновку и включил ее. Пока Рок метался на кухне, Фарт тихоря стянул со стола нарезанный кусочек вареной копченой грудинки и протянул Лисе. Та хитро блеснула глазами, сцапала вкусняшку и тут же засунула в рот. Так Фарт еще с племянниками развлекался, пока мама, сестра Фарта, что-то им жутко полезно выготавливала. И ничего, никто от язвы желудка не страдает. Зато дядя Сергей был у племянников самым любимым. Вот, Рок поставил на стол исходящую паром тарелку. Садись, девочка, кушай. Порция в тарелке была такая, что хватило бы накормить двух фартов и еще бы осталось. Пошли в комнату, не будем смущать ребенка. Рок прихватил со стола бутылку коньяка и две рюмки. Фарт отобрал у него рюмки, залез в шкафчик, достал коньячные бокалы и, захватив шоколад, отправился за Роком. Рок, произнес он, входя в комнату, тебе говорили, что ты варвар. Ты хоть знаешь, сколько этот коньяк стоит? Знаю, меланхолично ответил Рок. Отгрызенную ногу он стоит. В смысле? Опишел Фарт. Ну, как мы не пытаемся отвинуть связь со старой землей, инерция мышления велика. За лечение доктора надо отблагодарить. Даже если лечение платное. Пояснил Рок. А-а-а. А я уж думал, ты за еду работаешь. У меня дома такая же осталась. Печально вздохнул Рок. Бутылка коньяка? Дочка Фарт. Чуть постарше, 14 дней было, когда я провалился. А-а-а. Семьи рядом не было, уехали на море. Повезло. Фарт понял, что ничего не знает о Роке. Не принято тут особо душу теребить. Помолчали, подтягивая коньяк. Слушай, ожил Рок. А нафиг ты про коньяк спрашивал, если ты с ребенком пришел? Живчик хотел себе сделать. Улыбнулся Фарт. А то свой закончился. Выдали на водке. А я его пить не могу. Воротит. Не, если от спорного голодания загибаться буду, то выпью. Не вопрос. Но когда есть выбор, зачем пить дерьмо? Но этот наживчик переводить кощунство. А что с ним не так? Рок поднял бокал к потолку, рассматривая его на свет лампочки. Ах! Фарт задохнулся от негодования. Что с ним не так? Да это... Все равно я в них ничего не понимаю. Махнул рукой Рок. Так что можешь делать? Варвар ты, Рок. Тебе бы только самогонку на свекле с мужиками в колхозном гараже хлистать. Не напоминай. Передернулся Рок. Не нравится этот. Возьми другой. У меня их полно. Не нравится? Ты хочешь, чтобы у меня инфаркт был? Тут улей Фарт. Тут инфарктов не бывает. Ладно. Закроем тему. А то сейчас будет первый в истории Улья. Ты мне лучше вот что скажи. Есть какой-то особый детский живчик? Ну да. А ты не знал? Пошли посмотрим, что она там делать. А то что-то притихло. А когда ребенок один в комнате тихо, это не к добру. Они прошли на кухню и застали умилительную картину. Лиса спала, прислонившись боком к спинке стула. Совсем уморилась девочка, произнес Рок шепотом. Я сейчас ей постелю, а ты принеси. Стой. Сначала посмотри ее. Также шепотом ответил Фарт. Давай завтра. Сейчас. Уперся Фарт. Ты больной. Ребенок устал, спит. Для того, чтобы ее посмотреть, тебе надо ее разбудить? Так я сделаю. Что ты там хочешь увидеть? Вот ты и посмотришь. Только тщательно все посмотришь. Не на... И мне все расскажешь. Изверг. Да хоть сам Люцифер. Смотри давай. Рок минут 15. Осторожно кружил вокруг Лисы. Плавно поводя руками. Ничего. В конце концов, выдал он вердикт. Обычный иммунный ребенок. Совсем ничего. Почки слабенькие. А так все обычно. Ни даров, ни особой энергии. Да чего ты к ней прицепился? Какие дары в первый день? Какие энергии? Фарт не ответил, задумчиво покусывая нижнюю губу. Эй, ну так что? Мы стелить идем? А, да. Очнулся Фарт. Только как я ее попру одной рукой? Ты подумал? Так что пошли. Я тобой командовать буду. А ты все делать будешь сам. Они прошли в спальню. После короткой, но бурной дискуссии все-таки накрыли Софу простым покрывалом. И бросили на нее подушку. И еще одно покрывало. Рок собирался отдать свою постель, но Фарт уперся. Девочка грязная. Одетая, самостоятельно он и раздевать не собирался. А будить из-за души переодевания было жалко. В конце концов, Рок сдался. И он же перенес ребенка на Софу. Та только почмокала во сне и свернулась калачиком. Оба немного постояли над ней. Потом Фарт дернул Рока за руку, и они пошли на кухню. Неплотно прикрыв дверь. Ну, а теперь рассказывай. Потребовал Рок. И Фарт начал подробно рассказ с момента, как он услышал первый раз ее зов. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Ты охренел, Фарт. Ты соображаешь вообще? Что ты предлагаешь? Фарт предлагал скормить Лисе жемчужину, пока у нее не проклянулся дар. А если она нимфой будет? Сразу же. Мощнейшей нимфой. Да даже слабенький нимф. В некоторых стабах стреляют, когда узнают. А в крупные не пускают. А тут малолетняя нимфа с мощным даром сразу. Ты же сам говорил, что детям до 16 дар не активирует. Вот и не активируй. Да он сам может активироваться в стрессовой ситуации. А она через год-другой перейдет в переходный период. А это сплошной стресс. Тем более для девочки. Что-то я тут 13-летних подростков не наблюдаю, которые от стресса стаб разносят. Потому что им горох не дают. Да пофиг нимфа. Пиротик или кинетик. Не захочет уроки делать? Ты будешь настаивать. А она тебе постенье размажет. Тонким слоем. Легче будет заштукатурить. Ну а вдруг к серым? Прикинь. И что наксирить будет своими ручонками и мозгом? Сережки в виде сердечек? Короче. Я ее крестный. Я принял решение. И сделаю это с тобой или без тебя. Но. Если без твоего пригляда она превратится в кваза. Маленького такого квазика. Горбатого и уродливого. Виноват будешь ты. Какой же ты. Упертый фарт. Конечно. Я ведь баран по гороскопу. Кто? Овен. Пояснил фарт. Овно ты. А не овен. Устало произнес рог. Ладно. Доставай свою жемчужину. Банк до скольки работает. Круглосуточно. Буртнул рог. Погоди. Оно у тебя в банке? Блин. Мог и промолчать. Ну и что бы это изменило. Завтра бы сходил. Вот и сходи завтра. Уцепился за эту идею рог. А пока ляг. Поспи. Может одумаешься. Утро вечера оно мудренее. Нет. Собирайся. Пойдем. Я то тебе зачем? Ты ее параметры запомнил. Я помню как гебельс из нескольких жемчужин выбирал наиболее подходящую. Так же сможешь? Так у тебя еще и не одна. Богатенький буратино. Ну да. Три штучки. Наследие гебельса. Что думаешь уже как бы грохнуть за жемчуг? Думаю как бы грохнуть за ребенка. Огрызнулся рог. Хрэ бухтеть. Пошли. У нас там вообще-то ребенок спит. Ну поколдуй над ней, чтобы спала глубоко. И до утра не просыпалась. Чай она на ночь не пила, не успела. Так что описаться не должна. Пока не вернемся. А потом все равно на три секунды разбудим. Может до утра? А ребенка куда девать с утра? Пошли. Рог тяжело вздохнул. С явной неохотой встал со стула. Прошел к лисе. Немного постоял над ней с протянутыми руками. Вернулся. Все. Будет спать крепко. Пошли, шизанутый. Ты параметры или как там это называется у вас, шарлатанов. Запомнил? Запомнил. И не лезь в высокие материи. Они тихонько выскользнули за дверь. На стук дверь банка им открыл заспанный воробей. Прошу прощения за столь поздний визит. Но обстоятельства дела не требуют отлагательств. Ведь ей вата извинился фарт. Ну что вы? Воробей запустил их внутрь и запер дверь. Мы ведь работаем круглосуточно. Что вы хотели? Доступ к ячейке. Пройдемте. А-а-а. Он глазами указал Рока. Он со мной. Они спустились в хранилище. Открыли с воробьем ячейку. И тот покинул товарища, оставив их наедине. Что смотришь? Спросил фарт. Я инвалид. У меня ручка болит. Доставай. Рок достал ящик. Открыл его. Вынул контейнер. Откинул крышку и застыл. Не сводя глаз содержимого. Рок. Эй. Рок. Тихонько позвал фарт. После пятиминутного ступора. Рок. Мать. Три штучки говоришь? Сдрогнув. Наконец отмер Рок. Ну чуть побольше. Что? Появился соблазн грохнуть? Если честно, то да. Но не буду. Почему? Потому что человек. Хотя кого я обманываю? Ты для меня живой большую ценность представляешь. Смотри. Тут же на всю жизнь хватит. На вечную жизнь. В самом богатом стабе. Не соблазняй. Буртнул Рок. А то передумаю. Надеюсь, ты понимаешь, что если хоть краем языка, даже среди своих, хоть шепотом под одеялом сболтнешь и твоим мечтам о высшей лиге знахарей, хана. Так как подопытному за такой куш мигом голову отвинтят. Не дурак. Ну что? Выбираем. Не передумал? Не передумал. Я чувствую, так надо. А чувствам воли надо доверять. Выбирай Рок. Уже по известному алгоритму Рок нашел жемчужину, максимально подходящую для лисы. Хм. Красная? Сказал он задунчиво, крутя в руках маленький шарик. Ладно, держи, возвращаемся. Не торопись, Рок. А теперь выбирай для себя. Зачем? Ну, наверное, для того, чтобы съесть. В смысле, за что? Это плата. Плата, во-первых, за молчание. Да я и так бы... Подожди, во-вторых, за лису. А она-то тут при чем? А еще я чувствую, что мне скоро придется надолго уехать. Не спрашивай, куда. Не знаю. Лису я не хочу бросать, на кого попало. Я и крестный, и улиц такого не простит, как я понял. А ты себя показал неплохим отцом сегодня. Фарт улыбнулся. Ишь, как сполошился, когда ее нездоровой пищей пытался покормить. Кроме того, опыт общения с ребенком у тебя есть. Да и сам посуди. Что может быть безопаснее наставника-знахаря для ребенка? Стаб не покидаете, в отличие от рейдеров. Как только угрозу ставу чуете, сразу на лыжи становитесь. Эмоциональные всплески в пубертатном периоде. Своим шаманством можете гасить. Шарлатаны. Да и что мне с этим жемчугом делать? Чахнуть над ним. Мы с тобой уже выяснили, что и горох, и тем более жемчуг, в ближайшее время мне противопоказан. Расплачиваться им? Так я даже одну жемчужину через тебя продавал, вспомни. Если хоть кто узнает о наличии у меня жемчуга, все. Отнимут вместе с жизнью. Даже эти непогрешимые отцы-основатели стаба. Так что выбирай себе жемчужину и пошли домой. Нас там еще ребенок ждет. Спасибо за теплые слова, Фарт. Был бы бабой, расплакался. Сказал Рок другнувшим голосом. Он снова поделил жемчуг. Нашел свою единственную. Хм. Хмыкнул Рок. Черная? Надо же. Даже обидно. Быстро сонув рот жемчужину, Рок запил ее живчиком из фляги. Собрав назад ячейку, они позвали воробья. Закрыли ячейку, покинули банки и в темпе вернулись домой. Давай, Рок, буди лису. Только так, чтобы она полусонная была. Живчиком обязательно забивать. Там можно так глотать. Хотя лучше запить. Можно и водой. Все, аккуратненько, буди ее. Только посади. Лисенок. Тихонько позвал Фарт. Лисенок, открой ротик. Получишь вкусняшку. Лиса послушно приоткрыла рот. А теперь глотай. А теперь водички попей. Вот и умничка. Спи дальше, золотце. Они уложили ребенка и тихо вышли из комнаты. Глава пятнадцатая. Проснулся Фарт от бубнижа за стеной довольно поздно. Часов десять точно было. Что в принципе неудивительно. По кроватям они с Роком разошлись перед рассветом. Хорошо, что ума охватила бутылку коньяка не добивать. Но наговорились от души. Язык до сих пор болит. Да и сутки до этого не отсыпался чай. Вот усталость даже нынешнего организма Фарта и накопилась. Спать он пошел в комнату рядом с приемной Рока. На какую-то кушетку. Раздеваться и стелиться не стал. По-походному так сказать. Самое что сделал, ноги помыл. Да носки выкинул, предварительно герметично запаковав. Бубниж раздавался как раз из приемной. У Рока гости. Вот, подумал Фарт, нормальные люди с утра уже денежку зарабатывают. А ты как был лентяем, так и остался. Сунул ноги в предоставленные накануне тапочки. Отхлебнул утренний аперитив, живчик. Он таки стянул вчера у Рока еще одну бутылку коньяка. И набодяжил себе целых полтора литра. Зевая и почесываясь в разных местах, пошел совершать утренний мацион. Нет, это не дело, пробормотал Фарт, выйдя из санузла. Посвежевший и раздраженный. Надо на Рока насесть. Пускай срочно Рок учинит. Отсутствие функционала одной руки человеку, привыкшему пользоваться двумя, доставило определенные проблемы в бытовом плане. Он даже штаны нормально натянуть не смог. И это его изрядно раздражало. Рок еще не освободился. Фарт заглянул в спальню. Лиса нагло дрыхла, умудривший своим маленьким тельцем раскидаться по всей довольно-таки большой Софе. Устала она вчера все-таки. Прошел на кухню. Щелкнул электрочайником. Секунду подумал и решил, что с утра будет неплохо выпить кофе. Кофе машины, конечно, у Рока не было. Ну, обойдемся растворимым. Полез по полкам искать напиток. Открыв на весну и уперся носом в ряды различных пищевых консервантов. Кофе стояло выше. Даже Фарту с его ростом пришлось тянуться. Фарт отступил на шаг, рассматривая ассортимент. Тот был богат. Он сначала искал что-то знакомое, потом подумал, какого хрена? Чего он цепляется за старое? Тут же мультиверсум. По идее, с каждой новой перезагрузкой вкусу одной и той же банки кофе должен быть другой. Хотя кого он обманывает? Кофе Фарту разбирался так же, как Рок в коньяке. Прицелившись одним глазом, нашел банку. Со знакомыми словами. Кофе и арабика. На синей этикетке. Достал. Убедился по комиксу, на задней стороне этикетки, что это именно растворимый. А не для варки. Блин, опять эта однорукость. Чтобы открыть плотно закрытую крышку, пришлось садиться на стул и зажимать банку между ног. Замечательно. Тут еще и мембрана. Банка совсем новая. Третьи попытки отодрал мембрану. Отлично приклеили. Бросил в чашку сахар кофе. О, кофейничаешь с утра? Хорошее дело. В кухню зашел Рок, закончившись с пациентами. Что тут? Утренняя звезда? А отличный выбор. Что ты светишься с утра, как майская роза? Подозрительно спросил фарт. И ты что? Сартак, говна, то есть я хотел сказать, кофе разбираешься? Так утро неплохое. И уже кое-что заработал. И да, кофе я разбираюсь. Ты, я смотрю, тоже раз такой выбрал. И ведь не поленился наверх за ним залезть. Я в нем разбираюсь, как свинья в колбасных обрезках. А взял лишь потому, что знакомые слова увидел. И нахрена ты его на самую верхотуру запрятал? То есть, удивился Рок, тебе все равно, что пить? Ну, ну да, а что? А чего тогда обычный не взял? А он у тебя есть обычный-то? Я там высматривал, высматривал, не нашел. И чего он у тебя так неудобно стоит? Ладно, забудем про кофе. Лиса остается у тебя. Ты занимаешься ее воспитанием и образованием. Я вашим обеспечением. Всякие шмотки, учебники. Фарт хохотнул. Лисе, мальчиков, тебе пациентов. Пока ты только одного пациента привел себя. Рок не желал шутить на эту тему. Фарт, прошу тебя, будь поосторожнее. Теперь ты не только за себя отвечаешь. Да, мамочка, я не буду играть с плохими мальчиками. Мамочка. Фарт, я абсолютно серьезно. Успокойся, Рок. Вспомни, о чем мы договаривались с тобой в гостинице. Ты не изображаешь из себя курицу на сетку. Тем более, у тебя есть над кем квахтать. Только Рок учти. Лису воспитывать не как девочку-припевочку с земли. Чтобы вырасти с уверенностью, что все вокруг ей должны. Как земля колхозу. А она только на подушке будет лежать под опахалами. И фрукты кушать. Воспитывать жестко, в условиях улья. Как рейдера. Все люди вокруг последней мрази. Кроме нас с тобой, разумеется. Да помню, я помню. Я видел твой тоскливый взгляд на нее вчера. Ты видишь в ней свою оставшуюся дочь. Только это уже не земля. Я даже не против. Я целиком за, чтобы она считала тебя своим отцом. Но увижу, что начал баловать. И какая мотивация. Хоть она еще маленькая. Хоть пускай хоть немножко поживет, как ребенок. Если увижу, что не справляешься, заберу. Фарт, я понял. Кто из нас тут больше прожил? Кто лучше осознает опасности улья? Да я. Ты? Ты лучше осознаешь? Вазара нет. Ты сам мне о них рассказывал. Но я прекрасно знаю, как дети умеют из родителей веревки вить. И разжаловить могут на ровном месте. Ты отец. В смысле, у тебя был, то есть имеется, ребенок. Да еще и девочка. Тебе этот вирус родитель уже сидит. У меня такого вируса нет. Детей у меня не было. Не горжусь этим. Просто так сложились обстоятельства. Не надо сворачивать на старую колею. Стереотипов земного воспитания. Она же девочка. Никаких розовых платьишек со штанишками. Никаких мальчик со стразиками. Вообще лучше было бы повседневная форма одежды. Камуфляж. Да, прав ты. С досадой поморщился Рок. Но отнимать у девочки вот это вот, как бы назвать женскую суть. Так, Рок, нам с Лисой сегодня переезжать? Не шуми. Нормально я ее воспитаю. Интересно. А вот эта вот, которая вещами поделилась? Жазель? Да, Жазель также воспитывает. Хрен знает. Фарт задумался. С одной стороны, там маман такая. Нас двоих узел завяжет, не напрягаясь. Причем одной рукой. Брови Рока удивленно заметнулись. Да-да, Рейдер. И не может не осознавать опасности для ребенка. С другой, хрен знает. Если судить по земле, то именно у сильных родителей получаются самые разбалованные дети. Защищают своими силами от внешнего мира до последнего. Не берусь судить, но ее вот эти вот ути-пути как бы намекают. Ладно, хрен бы с ней. У нас своя есть. Кстати о руке. Когда ты мне ее починишь. Ну, а что я тебе сделаю? Импульс я дал. Сидеть над тобой весь день? Ты же сам и отказался. Дела у него, видишь ли? Дай гляну. Рок поводил своей рукой над плечом фарта. Кости схватились. Но пускай еще на перевязи повисит до завтра. Мягкие ткани потихоньку нарастают. Сухожилия сращиваться начинают. Ограниченный функционал получишь завтра ближе к вечеру. Полный, когда мышцы нарастут. Жри больше. Мышцы, говоришь, может имеет смысл поискать протеин или бат, или хрен знает как он там называется, спортсмены употребляют для наращивания мышечной массы. Попробуй. Рок пожал плечами. Не отравишься точно. Точно. Попробуй. В глазах его зажглось любопытство. Почему-то такая простая мысль ни мне, ни кому другому в голову не приходила. Обычно все мясо начинали употреблять. Только перед тем, как свои анаболики есть. Анаболики вроде колют. Вернул фарт. Не суть. Отмахнул сырок. Ко мне приди. Замерим, как быстро мышцы восстановятся. Эксперимент не чистый. Тебе еще две такие же руки надо. Одну посадить на усиленное питание и одну на обычное. Причем все руки должны быть мои, дабы исключить фактор влияния общей регенерации организма. И причем живчика. И диету. И... С каждым словом фарта. Глаза рока тухли все больше. Короче, херня это все. Не соберешь достоверной статистики. Вот умеешь ты испортить настроение с утра. Тем и живем. Сделал гадость. Сердцу радость. Фарт улыбнулся. В туалете раздался шум спускаемой воды. О, лиса проснулась. Сказал фарт. На пороге появилась лиса. Опухшая ото сна. Остановилась. Ну, чего ты там стала как неродная? Проходи. Лиса прошла на кухню. Плюхнулась на стул. Нахохлилась. Села. Досыпать. Было заметно, что ее немного потряхивает. А личика время от времени искажают быстрые гримасы боли. Рок. Живчика принеси. Попросил фарт. Что? Образился он к лисе. Во рту сухость. Голова болит. Общая слабость. Как вчера в машине было? Лиса кивнула. Это называется споровое голодание. Вот чтобы до такого не доводить, мы все и ты в том числе должны принимать лекарства. Такое же, как вчера. Вкусное? Скривилась лиса. Почти. Мы тебе вчера по незнанию взрослого лекарства дали. Для детей другое. Вкусное? Когда лекарство вкусным было. Хотя, детский сироп от кашля. Сама сейчас попробуешь. Мне понравился. Нямка. И вообще, доброе утро. Ой, доброе утро, дядя Фарт. Доброе утро, дядя Рок. Доброе утро, лиса. Рок поставил перед лисой стаканчик. Пробуй, не нюхай. Детский живчик не сильно отличался от взрослого. Спаран растворялся в чистом спирте. Соответственно, в меньшем объеме. Процеживался не один раз, а три. Фарт не мог понять, почему. Ну да ладно. Добавлялось немного спека. Ну и разводился в больших пропорциях. И не водой, а соком. Либо газировкой. Только не молочковой. Свертывался. Лиса заранее скривилась. Ты сначала попробуй, кривиться потом будешь. Посоветовал Фарт. Пока дядя Рок сделал тебе живчик, так называется это лекарство. На настоящем лимонаде. Эх, вкус моего детства. И где только достал. Потом скажешь, какой напиток самый любимый. Будем на нем делать. Хорошо. Лиса осторожно понюхала стаканчик. Да не нюхай ты, пей. Я же вижу, что тебе не очень хорошо. Помнишь, как вчера сразу легче стало? Девочка взяла стаканчик в руку. Зажмурилась. И, видать вспомнил, как вчера пила живчик, резко выдохнула. И залпом выхлестала содержимое. Прям как заправский алкаш. Восхитился Рок. Взрослые нагло заржали. Лиса приоткрыла один глаз. Закуски не будет. Но ведь уже не так противно. Нет. И вообще вкусненько. А еще можно? Обратилась к Року. Лиса принялся объяснять Рок. Это не просто питье. Это лекарство. Как и любым лекарством, им можно отравиться. Принимать его надо, да вот когда слабость почувствуешь. Или головка заболит. Вот тогда и принимай. Но! Не более трехсот, хотя тебе двухсот грамм в день. Я найду тебе такую фляжку. А для того, чтобы просто попить, используй другие напитки. Видишь, у дяди Фарта на поясе две фляги. В одной жидчик, в другой вода. И у всех людей здесь, если присмотришься, точно так же по две фляги. А долго его принимать надо? Всю жизнь. Всю жизнь? Глаза лисы широко распахнулись. Да, лиса, всю жизнь. Иначе умрешь. Ну, если он будет такой вкусный, то не страшно. Лиса улыбнулась и пробежала глазами по столу. Просить, однако, ничего не стала. Кушать захотела, догадался Рок. Ага, можно? Нужно, подхватил Фарт. Для начала хотя бы умыться. А еще лучше тебя в ванну засунуть. Ты вообще себя в зеркало видела? Ой, пискнула девочка и соскочила со стула. Я сейчас. И убежала в ванну. Фарт, ну дал бы девочке позавтракать. Рок был явно недоволен. Так, Рок, о чем мы пять минут назад говорили? Я таких послушных детей ни разу не видел. Уж не знаю, из какой она семьи. Да я вообще думал, что таких послушных спиногрызов не существует. Не вздумай ее разбаловать, Рок. Могу ли я ее тебе доверить? Просто минутка слабости. Норм все. Ты уверен? Как бы эта минутка сначала в часы, потом в дни и так далее не превратилась. А то я минуту назад смотрел на тебя. И знаешь, кого я видел? Кого? Буртнул Рок. Да, я же мать классическую. В худшем смысле этого слова. Фарт был совсем недоволен. Придется тебе еще за одним человеком следить. Решил переехать? Обрадовался Рок. Хрен тебе. За собой тоже следи, пожалуйста, блин. Вот я тебе сейчас выговариваю, знаешь что? Что? Вот мне жуть как неуютно. Ты же наверняка старше меня биологически. И опыт воспитания детей имеешь. А я тут, блин. Да нет, ты прав, Фарт. Опыт воспитания у меня есть. Только он абсолютно неприменим в условиях Улья. Были бы мы на земле, я тебя сходу бы послал. Может быть и направление бы подсказал ногой. Но ты все правильно говоришь. Принцессы тут кончают в борделе. Или в гареме. Или мрут. Нельзя ее воспитывать так. Но, понимаешь, соскальзываю иногда. Так может. Что может? С собой в рейды будешь брать? По гостиницам таскать? Или кому предложишь? Нет уж. Пускай остается. Присмотрю. Рок перевел дыхание. Просто когда смотришь на нее, забываешь, что здесь улей. Есть такое. Был вынужден согласиться Фарт. Жуткая девочка. Я все. Кухня нарисовалась Лиса. А вы почему такие грустные? Да мы так. Пробормотал Фарт. Умылась? Умничка. Теперь садись за стол. Дядя Рок, я у вас там немного зубной пасты взяла. Можно? Да бери, конечно. Кстати, а что нам дядя Рок на завтрак может предложить? Спросил Фарт. Ты тоже будешь? Сначала ребенок. Что ты хочешь на завтрак? Ну, обычно нам на завтрак кашу давали. Манную или Геркулесовую. Но это в детдоме. А потом у дяди Нади и дяди Валеры. Обычно чай с бутербродами. Ответила Лиса. Мужчины снова переглянулись. А-а-а. Начал Фарт. Фарт. Перебил его Рок. Давай как в сказке про бабу Ягу. Сначала добра молодца в виде Лисы. Покормим. Потом помоем. Хотя в сказке, кажется, наоборот было. Потом уже есть будем. Не надо меня есть. Не на шутку перепугалась Лиса. Успокойся. Я имел в виду, поболтаем. А поболтать можно? Девочка улыбнулась. Так что ты будешь на завтрак? Не знаю. Я все ем. Хм. Рок хитро прищурился. И жабу запеченную будешь. Эм. Девочка попала в затруднение. Но нашла выход. А можно сегодня без жаб? Пожалуйста. Жаб не держу. Расхохотался Рок. Лиса облегченно выдохнула. Рок, этот спектакль с завтраком до ужина будет продолжаться. Прилег себе внимание фарт. На свой вкус и опыт сообрази. Окей, согласился Рок. Он открыл морозилку и стал там что-то перебирать, бормоча себе под нос. Нашел искомое. Высыпал на тарелку и закинул в микроволновку. Залез в нижние полки кухонного шкафа и зазвенел там с клянками. Налил чашку чая. Выставил перед Лисой. Та заинтригованно следила за ним. Вуаля! Жестом фокусника Рок поставил перед Лисой корелку блинчиков, политых малиновым вареньем. Блинчики с вареньем! Не веря своему счастью, выдохнула Лиса. Приятного аппетита! Кушай, а мы в соседней комнате будем. Спасибо! Сказала Лиса и приступила к завтраку. Фарт с Роком вышли из кухни. Значит, она из детдома. Начал Фарт. Многое объясняет, но не все. Дети в этом возрасте концентрированные клубки энергии. Хрен уследишь, а она... Да и этот зов ее... Да, и этот ее зов... Подхватил Рок. Если ты не свистишь, конечно. Делать мне больше нечего. Обиделся Фарт. А ты хорошо ее проверил? Да обычная она... Ответил Рок. Нет, сейчас она поест и надо ее в ванной замочить. Потом издеваться будем. Видел, какая она чистая? Ну да, хохотнул Рок. Разница до умывания и после, как говорится, на лице. Нужно глянуть, что там эта Жизель... Тьфу, Жизель передала. Блин, почему Жизель? Кто вообще такая-то Жизель? Этой бабище лучше бы подошло имя Доздроперма. Да здравствует Первая Майя? И именно, так и вижу ее в кожаном реглане комиссарской фуражке с беломориной в зубах и маузером в деревянной кобуре на быку. Вот попадание в образ сто процентов. И гасить врагов революции. А тут Жизель. Тьфу, пошли пакет потрошить. Тебе как папочке Первая Скрипка, а то я в девичьих вещах не понимаю. А я понимаю? Ну у тебя же была дочь, то есть. Я понял, Фарт, говори уже была. Я привык. Уверен? Да, тем более сейчас появилась Лиса. Рог улыбнулся. Не забывай, зазудил Фарт. Баловать нельзя. Да помню я. Давай пакет. Шортики, маечки, трусики, штанишки. Фарт даже подходить к этому клубку не стал. А вот Рог зарылся со знанием дела. Раскладывая на отдельной кучке. Ну да, оно и понятно. Как он отличал маечку для улицы от маечки, как элемент пижамы, Фарт не понимал. С его точки зрения, это были две абсолютно одинаковые маечки. Я покушала. В комнате появилась Лиса. Большое спасибо, дядя Рог. Было все очень вкусно. Большое спасибо, дядя Рог, что так вкусно разогрел блинчики в микроволновке. Подхватил Фарт. Ну, там же не только блинчики были. Резонно возразил ребенок. И варенье, и чай. Ой. Увидела она одежду. Иди, иди, кивнул Фарт. Смотри обновки. Это мне? Не поверила Лиса. Ну, на меня они точно не налезут. Усмехнулся Фарт. Да и дядя Роке тоже вряд ли в пору будут. Лиса, как завороженная, пошла к одежде. Выбирай, что одевать будешь после ванной. Предложил Рок. Лиса большими глазами смотрела на кучки одежды, переводя взгляд с одной на другую. Потом жалобно посмотрела на Рока. Затем снова уткнулась в одежду. Фарт почуял нелатное. Рок, эй, Рок, выбери ей сам что-нибудь. А то эта эпопея со шматьем затянется хуже, чем эпопея с выбором завтрака. Это да! Согласился Рок. Он повертел Лису разными сторонами, прикладывая ту одну, ту другую вещь. Отобрал майку со штанами, вроде как спортивного фасона. Выбрал нижнее и потащил Лису в ванную. Надеюсь, ты лично купать ее не собираешься? Крикнул в загонку Фарт. Ты за кого меня принимаешь? Принеслась из коридора. Сейчас покажу, как все включается. Шампунь и так далее. Достану и приду. Надо валить, подумал Фарт, прикрыв глаза. Самому еще помыться надо. Переодеться. А то грязный, как свинья. Пожрать не помешает. Дядя Фарт, только вы никуда не уходите, пока я не помоюсь. Хорошо? Возле Фарта стояла Лиса. Ты откуда здесь появилась? Фарт изумленно выторчился на нее. Из ванной? Не понял, ребенок. А почему не моешься еще? Так дядя Рок пока воду набирает. Пояснила она и счастливо зажмурившись добавила. С пеной. Так вы не уйдете? Спросила беспокоенно. Бултыхайся сколько захочешь, дождусь. Согласился Фарт. Я быстро. Девочка умчалась в коридор. Можешь не торопиться. Заорал в догонку Фарт. И что это было? Пробормотал он себе под нос. Что за монстрика я Року оставляю? Шум набираемой воды стал глуше. И в комнату вошел Рок, стряхивая руки. Доложил. Все, ребенка я замочил. Ты хоть сам понял, что сказал? Спросил Фарт. Тот секунду подумал. Да не в том смысле, блин. Я в смысле в воде замочил. Тьфу. Купаться отправил. Да понял я, понял. Захихикал Фарт. Ну за языком лучше следи. Да, конфузик. Согласился Рок. Пошли сами что ли позавтракаем. А и пойдем. А то я сам еще не ел. Пошли на кухню. Чего будешь? Спросил Рок. Да пофиг, ответил Фарт и быстро добавил. Жаб не предлагать. Эх, с наигранной досадой произнес Рок. Чуть-чуть не успел. Тоже блинчики? Давай, только с мясом. Согласен. Слушай, Рок. М? Рок тщательно прожевывал блинчик. Ладно, подождет. Давай сначала поедим. А чего хотел-то? Да не срочное. Да что за манера дурная. Телеграмма. Волнуйтесь. Подробности письмом. Говори уже. Ты точно хорошо Лису проверил. Фарт, хоть ты мне и товарищ, и друг, и ценный объект для наблюдений, но я тебе сейчас тащу уже. Да тише ты, не кипятись. Кроме того, что я тебе рассказал, кроме зова. Если это была, конечно, не моя шизофрения. Может и шизофрения. Но позволила отыскать девчонку и спасти от смерти. Да уже не уверен, что шизофрения. Они доели блинчики и просто прихлебывали чай. Что поколебала твоя уверенность? Да прикинь, вы в ванну шли. Я сижу рассуждаю. Мол, надо домой. В смысле, в гостиницу идти. Помыться там, переодеться. Полсекунды не проходит. Передо мной Лиса стоит и говорит. Не уходите, дядя Фарт. Подождите, пока я помоюсь. Да ну. Изумление на лице Рока было неподдельным. Вот тебе и да ну. Фарт хихикнул. Подозреваю, выражение на моей морде было такое же, как и у тебя сейчас. Нет, наверное, похлеще. Поэтому и достаю тебя, как ты ее проверил. Хммм. Глубоко задумался Рок. Может быть, врожденные экстрасенсорные способности? Какие? Фарт не поверил своим ушам. Экстрасенсорные. Как-как? Экстрасенсорные. Раздельно произнес Рок. Не могу поверить. Парабар мотал Фарт. И ты в эту хрень веришь? Рок снисходительно посмотрел на него. Нет, не здесь. Ну, а как ты объяснишь, что между вами произошло вчера и сегодня? Скептически хмыкнул Рок. А я не знаю, хоть чтобы что-то объяснять. Отбрил его Фарт. Я тупой рейдер. Мое дело палить в белый свет, как копеечку. В белый свет этот и правильно заметил. Не упустил шанса подеть его Рок. И указал на левую руку. Посвести еще. Беззлобно пробурчал Фарт. В любом случае, лотерейщик мертв, а я жив. Посидели. Я тут подумал. Начал Фарт. Ммм. Если со мной что на кластере случится... Даже не думай об этом. Да погоди. Все, что в ячейке хранится, банку ведь отойдет. Конечно. Сделай лису наследницей. У дураков мысли сходятся. Улыбнулся Фарт. Я думал, ты обидишься, что не тебя. С чего это я должен был обижаться? Кто я тебе? Ну, мало ли. Фарт. Тут отношения между людьми выпирают более объемно, что ли. Близость смерти способствует. Момента море. Я тебе никто. Ну, надеюсь, что по крайней мере товарищ. Хотя то, что ты мне показал ночью, даже друзьям не показывают. Если бы нас слышал кто-то посторонний, вовек бы не отмылись. Согнулся от хохота Фарт. Рок несколько секунд недоуменно смотрел на него. Потом сам захохотал. Истерика то падала, то снова набирала обороты. Ой. О, хватит. Заухал Фарт, вытирая слезы. Я тебе говорил, Рок. За языком следи. Все еще подхихикивая, произнес он. Да я... Начал Рок. Все, хватит. Хихикая, Фарт отгородился от него рукой. Пожалеемые ребра. Я думаю... Знаешь, что можно сделать? Сказал Рок. Ты можешь назначить опекуна. Опекуна? Ну да, опекуна. Крестный опекун по умолчанию. Уточнил Рок, видя, что Фарт порывается что-то спросить. А я могу оставить посмертное пожелание? Кого хочу видеть следующим опекуном? Конечно. Посмертное пожелание. Вообще-то называется завещание. Съязвил Рок. Тогда так. Фарт побарабанил пальцами по столу. Лису в наследнике, в банке. Тебя опекуном в завещании. Согласен? Давай, тоже интересный материал для исследований. Рок запнулся. Но-но. С угрозой произнес Фарт. Я запнулся не потому, пояснил Рок. Я просто тебя дразнил. А почему ты тормознул говорить? Мысля? Твое имя? Что мое имя? Не понял Фарт. Фарт, удача. Ты реально удачу приносишь? Был у меня один объект для интересной работы. Стало два. Да уж. Геббельсу я удачу принес. Хохотнул Фарт. Столько, что аж унести не смог. А в случае с Лисой удача тут ни при чем. Я сам лично тебе ее целенаправленно на показ вез. Но ты же ее нашел. Еще неизвестно кто кого. И вообще мы сейчас в своих рассуждениях философских можем в такие гибрии залезть. Хрен выберемся. А философию я не до конца понимаю. Поэтому не люблю. Так что вернемся к конкретике. Вернуться к конкретике имя дали. К Року пришел клиент и они удалились смотровую. Фарт походил вокруг своего рюкзака с оружием. Как та лиса вокруг дерева, на котором ворона с сыром сидела. Плюнул с досады. Пошел и провалился в кресло. Где и продремал, пока Рок не освободился. А тут и лиса вылезла. Чистенькая, красивенькая. Даже волосы сама расчесала. Удивительно самостоятельный ребенок. Штаны были немного велики. Так она их подвернула. Ну а пояс резинка держала. Счастливая. Рок попросил девочку посидеть на табуретке. И принялся наматывать вокруг нее круги. Размахивая руками. Ходил минут 20. Даже фарт устал смотреть. Лисе было в разы тяжелее, но он астоически выдержал испытания. Ничего необычного не вижу. Рок сел в соседнее кресло. И протянул руку в фарту. Дай живчик, на полную выложился. Обычный ребенок иммунный. Дар зарождается. Что за дар? Спросил фарт. Пока не видно. Когда проклюнется? Может к вечеру, может завтра. Хоть опять оставайся ночевать. Сплюнул фарт. А вы разве не вместе живете? Спросила лиса. Слава богу нет. Ответил фарт. Он посмотрел на часы. Ух ё. Время пол первого. Так, лисенок, мне надо идти. Ты остаешься здесь. А можно мне с вами? Глаза у лисы потухли. Лиса, я в гостинице живу. Кто пустит в гостиницу маленькую девочку? В детдоме девочки старшей группы рассказывали, что их пускали. Эм. Давай я вечером приду. Вернее так. Мы вечером придем и ты все расскажешь. Хорошо? Лиса совсем потухла. Сидела нахохлившись. Мы это ты и я, дядя Рок. А до этого где мы будем? Гулять мы будем. Правда? Правда, правда. Ты вот помылась, а я грязный как поросенок. Поросята чистые. Заявила лиса. И розовые. Я на картинках видела. Ну это так после того, как их помоют. А здесь вы не можете помыться? Лисе никак не хотелось отпускать фарта. Конечно могу, согласился фарт. А переодеваться я во что буду? В твои маечки? Представь меня своей мальчике со страйзиками. Лиса задумалась. Насупленная мордашка разгладилась. Она преснул раз, другой и вдруг залилась веселым безудержным смехом, запрокидывая голову. Даже Рок заулыбался. Ты-то че улыбишься? Вызверился на него фарт. Представил. Похрюкивая, ответил Рок. Ой, да ну вас. Фарт махнул рукой, вызвав новый приступ веселья. Когда Лиса успокоилась, он продолжил. Дядя Рок такой же хороший, как и я. Я знаю. Согласилась Лиса. Ну так, короче, я сейчас пойду приведу себя в порядок. Потом позвоню дядю Року, мы встретимся на улице. Хорошо? Хорошо. Лиса тяжко вздохнула. А, и еще дядя Рок знахарь. Знахарь? В глазах ребенка зажегся интерес. А это кто? Это как доктор, но знахарь. Запутал Фарт мозги бедному ребенку. Сам пусть расскажет. Я к тому, что к нему могут прийти пациенты. Ты тогда ему не мешай, пожалуйста. И уже обращаясь к Року. У тебя найдется, чем ее занять? Рок крепко задумался и неуверенно кивнул. Все, мальчики и девочки, мне после обеда Жазель встречаться. А у меня еще и конь не валялся. А у вас есть конь? С восторгом влезла Лиса. Все, отрезал Фарт. Меня нет. Все вопросы к доктору. А то я отсюда до вечера не уйду. Он прошел к рюкзаку, достал и нацепил свежую пару носков. А бусы. Кое-как через пень колоду зашнуровался. Глядя на его мучения, Рок и даже Лиса порывались ему помочь. Но Фарт их отогнал, заявив, что пусть это будет ему наказанием. За упущение в подготовке. А то жгут умеет затягивать одной рукой, а вот завязать шнурки уже проблема. Но разгрузку пришлось надевать уже с помощью Рока. Закинул на плечо рюкзак и, наказав Лиса слушаться, покинул, наконец, прилипчивое жилище знахаря. «Привет, Фарт!» – поприветствовал его хозяин гостиницы. «Можно поздравить с боевым крещением?» Он кивнул на Року на перевязи. Хотя рано уже как таковой не было, Фарт попросил Рока все равно забинтовать это место. Потому что рука практически без мышц. Выглядело страшно. А рука в от куртки срезала белка. «И тебе того же!» – ответил Фарт. «Обойдусь без праздничного банкета». «Ного поднял?» «Какой много?» – Фарт махнул рукой. «Сплошные расходы». «Мне рассказывали, что вы там неплохо твари настреляли». «Может, и неплохо. Да пока почитают. Вычтут несуществующее. Да прибавят дырку от бублика. Ноги с голоду протянешь. Меня никто не спрашивал». «Нет, чего-то ты не торопился. Рейд же вчера вечером закончился. Что, уже обрадовались, что меня скорчили? И номер к новым постояльцам приготовили?» За время проживания у них с хозяином установились нормальные отношения. Близкие к товарищеским. Но Фарт эту черту не переходил. «Обижаешь. Номер оплачен. Но одну особу можно по этому поводу успокоить. Да, кстати, как-то забыл узнать, что будет, если я пропаду за стеной. И что за особа?» «Что будет?» «Номер останется за тобой до окончания срока аренды. Потом, извини, вещи переносятся в хранилище, в подвале и лежат там еще полгода. Потом вещи уходят в фонд гостиницы. Смотрю, все тут жуки. А если я завещание ставлю? Тогда наследнику». Тяжело вздохнул Крюк. «Понятно. Так что за особа-то? Надеюсь, тетя Маша? Я по ней тоже соскучился». «Стелла!» «Официантка?» «Она!» «Не понял Крюк, с какого твои проститутки во мне слезы льют? Клиентов мало». «Какие проститутки?» Не врубился Крюк. «Ну, Стелла!» «Так она официантка, не проститутка!» Некоторое время постояли, с недоумением глядя друг на друга. «Бррррр!» Фарт помотал головой. «Давай начнем сначала!» «Давай!» Согласился Крюк. «Когда я заселялся, ты сказал, что у тебя есть девочки. В смысле, проститутки. Так? Так. Проститутками подрабатывают официантки. Так? Не так. С чего ты вообще это взял?» «Не так!» Растерялся Фарт. Потом опомнился. «Что значит, что значит, с чего я взял?» «Да я такую форму, что на них надето, только в порнофильмах видел. У меня ремень шире, чем у них юбки. В декольте, если поглубже заглянуть, можно увидеть, как хорошо лобок выбрит». «Моя задумка!» Залыбался Крюк. «Для привлечения клиентов. Мужики побухают. На официанток посмотрят и к девочкам бегут. Но ты не прав, Фарт. Официантки – это официантки. А проститутки – это проститутки. У них даже вход отдельный!» Он указал большим пальцем себе за спину. «С клиентами гостиницы они не пересекаются. Странное решение, как по мне. Ну да не мне тебя учить. Как дела вести? Не страшно официанток от них оставлять, рядом с разгоряченными мужиками?» «Не очень. Во-первых, за дебош в моем заведении, вернее в любой гостинице Стаба, огромный штраф. И в черный список. А он единый для всех гостиниц. Ночуй где хочешь. А во-вторых, ты не смотри, что официантки такие хрупкие. Есть там парочка таких, что у опытного рейдера в бараний рог согнут. И в таком виде за стены заведения вынесут. Да уж. Фарт вспомнил миниатюрную белку, трущую огромный рюкзак. Сурово. Значит, Стелла не проститутка? Нет. Доволен? Улыбнулся Крюк. Наоборот. Фарт помрачнел. Все стало еще хуже. Чем ты недоволен? Ай. Махнул Фарт рукой. Сколько ей хоть реальных лет? Женщину о возрасте спрашивать неприлично. Наставительно произнес Крюк, выставив вверх палец. Поэтому я спрашиваю не ее, а тебя. Ну? Помялся Крюк. Девятнадцать. Вообще, пи***ь, она мне в дочке годится. Чем ты недоволен, не пойму? Тебя. Крюк запнулся. Полюбила молодая красивая девушка. Соплячка, а не девушка. И ты правильно сказать хотел, когда запнулся. Старого хрыча. И вообще. Пи***ь. Полюбила. Я с ней общался, только когда она у меня заказы принимала. Как так можно полюбить? Женщины. Пожал плечами Крюк. Соплячка. Не согласился Фарт. Мало мне одной мелкой на шею. Еще одна нарисовалась. Где же я так нагрешил-то? Бормотал он себе под нос. Ладно, я к себе. Для Стеллы меня нет. И, пожалуй, надо подыскать себе новое заведение общепита. Эй. Сполошился Крюк. Зачем искать? Заказывай в номер. Для тебя доставка будет бесплатна. Она и так бесплатна. Тем более заказывай. Чтобы Стелла на законных основаниях в номер пролезла. Лично прослежу, чтобы она тебе не доставляла. Посмотрим. Слушай, Фарт, а что ты там про мелкую бормотал? Это ты вчера с девочкой по стабу ходил? Наверное. Пожал плечами Фарт. Рассказывают. Рассказывают. Что-то. Что-то я там свидетелей не видел, когда ее вытаскивал. Ну, люди рассказывают. Смутился Крюк. Но попыток не оставил. А это? Он кивнул на левую руку. А ты элитника, да? Блин, Крюк. Ты тут отупеешь за своей стойкой скоро. Включи логику. Если бы меня элитник хоть кончиком когтя задел, стоял бы я сейчас перед тобой. Ну, да. Скис Крюк. А-а-а. Лотерейщик это был. Лотерейщик. Если ты сейчас спросишь кто кого, я с тобой больше разговаривать не буду. И вообще. У меня встреча скоро. Я тут стою, с тобой лясы точу. Все, пока. Для Стеллы я не появлялся. Вот же сука хитрожопая. Думал Фарт, поднимаясь по лестнице. Наверняка ведь распустят слухи, что такие крутые рейдеры, что спасают детей из пастей элитников, проживают и исключительно у него. Для привлечения клиентов. Мысленно передразнил он. Скинув прямо посередине номера рюкзак и снарягу, он разбинтовал руку. Мдааа. Страшненько. И обидно. Рука не болела, но висела плетью. Как не живая. Черт, с одной рукой ни рюкзак нормально не разобрать. Ни посмотреть, что там с калашом могло произойти. Почему подвел? Еще и куртку выбрасывать? Или отрывать второй рукав и сделать жилетку? Может и правда так сделать? Размышляя подобным образом, Фарт разделся и нырнул в душевую кабинку. После душа глянул время. 14.30. С этими разговорами полтора часа куда-то исчезли. Кажется, он начинает понимать истинную причину рейдеров не сидеть на стабе. Нет, пустой болтовни. Сейчас звонить Жозель вроде рано. Правда, понятие после обеда растяжимое. Ну да ладно, надо соблюсти приличие. Позвонит после 15. Хотел еще поискать протеин. Или хотя бы спортсменов, которые знают про свое питание. Так уже поздно. И чем заняться? Ладно, будем собираться потихоньку. Что надеть? Гражданку? Открыв шкаф, Фарт прифигел. Вроде только три месяца в стабе прожил. А уже барахла натаскал. И когда только успел. Пришел сюда с одним рюкзаком. Будет выезжать, уже грузовик заказывать надо. И как человек так незаметно умудряется вещами обжиться. Выбрал черные джинсы, футболку. Отбросил футболку, нашел что-то легкое. Но с длинными рукавами. Темно-синего цвета. С перевязкой заморачиваться не хотелось. Да и не сделает он нормально одной рукой. Вдел ремень джинсы. Подвесил открытую кобуру для Ерыгана и нож. Чехол для фляги с живчиком. Брать рюкзак. Тоже не хотелось. Почесал за ухом. Поднял вверх палец. Сказал. О. И вытащил РПС. Распотрошил. И из лямки и утилитарного подсумка соорудил вполне себе симпатичную плечевую сумочку. Посмотрел на часы и выматерился. Увлекся с этой сумкой и потерял час. Зато можно смело договариваться о встрече. Алло, Жозель, привет. Это Фарт. Привет, Фарт. Ты вчера говорила, что можно подойти после обеда. Покажешь кластер с детскими вещами. Ты освободилась или попозже перезвонить? А-а-а. А я думаю, какой Фарт? Свободно, как ветер в поле. Предложение еще в силе? Осторожно спросил Фарт. Подойди. А ты сам где сейчас? Гостиница Хаус. С ребенком? Один. А девочка? Жозель, девочка в надежных руках. Ты девочку хотела потискать или мне кластеры показать? Если просто девочку потискать, я кладу трубку и на этом все. Тише, тише, не рвшись. Хотелось бы, конечно, и девочку потискать. Ну да ладно. Давай в кафе-гостинице. Нет, поспешно сказал Фарт. Гостиницу и близлежащие здания исключаем. Не хватало еще на Стеллу нарваться. Подумал он. Шифруешься? Можешь считать и так. А от кого? Блин, спасибо большое за помощь, Жозель. Сам найду. Фарт положил трубку. Вот что за б***ь за бобью любопытная? Что белка, что это? Доздроперма. Явно им сериала в жизни не хватает. От телефона раздался звук вызова. На экране значилось Жозель. Ну кто бы сомневался, брать, не брать? Да. Буркнул трубку. Ты чего такой нервный, Фарт? А ты чего такая любопытная? Ну так. Я, короче, подходи в одноногого рыбера. Да уж сомневаюсь. Стоит ли идти? Все, нос твои дела больше не сую. А без нормальной наводки неделю искать будешь. Девочку одеть все-таки надо. Окей, буду через... Да можешь не торопиться. Я тут еще час минимум буду. Понял, до встречи. Давай. Фарт на ноуте нашел этого рейдера. Прикинул по карте. Минут через 10 там будет. Все-таки молодцы ребята, что сеть тут развернули. И главное, функционалом наполнили. Прыгнул в темно-синие кроссовки на липучках. Полез искать, чем бы подвязать руку. И вытащил квадратный кусок ткани. Черного цвета. Повесил руку. С другой стороны через шею перекинул ремень сумки. Подвигал плечами. Не очень комфортно. Но так ему и не в пляс идти. Под сумок закинул пару чистых листов бумаги. Карандаш, ручку, телефон, всякую мелочевку. Засунул гибкий планшет с логова Геббельса. На нос тактические очки с темными светофильтрами. На башку бейсболку. Откуда она фарта взялась, он бы не признался и под пытками. Привлекательная цена. Три спарана, одна корзина творила особую магазинную магию. Проверил, чтобы сумка не мешала быстро выхватывать пистолет. Передвинул ее дальше на жопу. Ну, вроде все. А-а-а, карточки и кошелек местный. Проверил наличность. Добил сумму до 10 горошин и 10 спаранов. Теперь все. Глянул в зеркало, остался доволен. Совсем не тот вид, в каком он сюда зашел. Три месяца с боями, выбирающийся из окружения партизан. Сейчас вполне прилично выглядящий мужчина. Средних лет. Спортивное, даже худощавое телосложение. Правда, все приличия заканчивались на ирыгине. В открытой пластиковой кобуре на поясе. Ну, что ж поделать, раз тут мода такая. На всякий случай, показав своему отражению язык, фарт выскочил за дверь. Фарт! Позвал его крюк, когда он пробегал мимо. Три секунды крюк, я тороплюсь. Предупредил фарт. Надолго не задержу. Может, скажем, Стелли, что ты вернулся? Совсем девочка поникшая ходит. О, господи! Фарт закатил глаза. Боишься, что в суп клиентам плюнет? Говори! Разрешил он и уже собирался стартануть, когда вновь притормозил. Так, крюк, вопрос. Только отвечай быстро, иначе я ухожу. Я ставлю тебя умирать от любопытства. Крюк всей своей позой изобразил внимание. Порошки такие, знаешь? Качки жрут для набора мышечной массы. Ну, слышал. В твоем спортзале таких нет, как я понимаю? Нет, не держу. А знаешь, кого в стабе, кто до сих пор качается? А тебе зачем? Все-таки не выдержал крюк. Вот такое впечатление, что в улей затягивает исключительно евреев. Бывай, крюк. Фарт развернулся. Погоди! Да погоди ты! Гор тут первый бодибилдер на деревне. Как найти? Бармен он. В одноногом рейдере. В одноногом рейдере? Фарт аж очки снял. Ну да, в одноногом рейдере. А что? Да у меня встреча как раз там. Не зря язык показывал. Ладно, спасибо, увидимся. И оставив озадаченного хозяина гостиницы размышлять, при чем тут гор, рейдер и язык, фарт выскочил из хаоса. До одноногого рейдера он добежал за 7 минут. Хотя никакой необходимости в этом не было. Заведение располагалось в полуподвале каменного дома. И представляло собой классический пивной бар. Контингент соответствовал названию. Не в том смысле, что был одноногим. Как понял фарт, это было заведение чисто для рейдеров. Камуфляжи разных фасонах и расцветок. На голове банданы, кепи, панамы и просто лысины. Последних большинство. На фарта в его цивильной одежде посматривали с явным недобрением. Потом он увидел пару знакомых лиц, что мелькали в последнем рейде. Поприветствовали друг друга легкими кивками. Заметил даже длинного. Напарника белки. Тот сидел за барной стойкой и цедил пиво. Из классической пивной кружки. Заметив фарта, длинный отсылитовал ему кружкой. Фарт кивнул в ответ. Видя, что зашел свой, набычившиеся поначалу незнакомые ребята успокоились. Увидев в уголке цель своего визита, фарт приблизился к столу, где сидела Жозель в своем вчерашнем прикиде. С каким-то незнакомым рейдером. Здравствуй еще раз, поприветствовал ее фарт. Не подойди позже. Да нет, фарт, мы уже закончили. Не так ли, Угарь? Ответила Жозель. Угарь, как нельзя более соответствующий своему прозвищу, поднялся. На сегодня да. Но учти, Жозель, последнее слово всегда остается за мной. Надеюсь, ты меня хорошо поняла. От его слов за километры несло угрозой. Фарт сразу же сосредоточил на нем внимание. Запоминая черты лица, фигуру, осанку, манеру двигаться и так далее. Пепел этому тоже учил. Хороший навык для снайпера. Запоминать командиров. Потом выбивать их, даже не видя лиц. Иди свежиков, пугай, Угарь. Еще раз ко мне или, не дай бог, кому-нибудь из моих приблизишься, хоронить будет нечего. Пошел. Угарь начал протискиваться к выходу. Фарт внимательно запоминал его движение, походку, пока тот не покинул заведение. После этого плюхнулся на его место. Жозель не выглядела напуганной, но явно была встревожена. Проблемы? Первый прервал молчание Фарт. Ерунда. Отмахнулась Жозель. Разберусь. Не в первый раз. Было видно, что разговор с Угрём ее сильно напряг. Если я могу помочь, был бы рад. Ответил Фарт. Ты меня вчера выручил очень сильно. Может быть, для тебя это и была мелочь. Сегодня я убедился, что мы стояли на пороге большой катастрофы и без твоей своевременной помощи не справились бы. Да вредь для Кристи хотели сходить. Давно собирались. Жозель говорила, отвернув голову, рассматривая стену, не обращая на Фарта внимания. Напарник под тварь попал. Сейчас в больнички латают. Больше никто со мной идти не хочет. Думал, тебе предложить. Да ты завтра уходить собрался, а мне минимум еще пять дней надо. Я переоценил свои возможности. Фарт правой рукой приподнял левую. Знахарь сказал, как раз пять дней до полного функционала надо. Ба! Жозель наконец обратила внимание на Фарта. Вчера вечером выглядел, как немец под Сталинградом. А сейчас прямо Франт, а не Фарт. Ого! Буркнул Фарт. Франт только однорукий. Кристи, твоя девочка? Уточнил он. Голова на месте, значит все отлично. Остальное отрастет. Это Улей. И да, Кристи, моя девочка. Ой, блин, спохватилась Жозель. Держи. Она протянула флешку. Там отметки кластеров и схемы. Как в городе магазины найти. Ну и мультиков ребенку накачала. Ты ведь об этом даже не подумал. Подумал, только поздно. Спасибо огромное, Жозель. Так как насчет моего предложения? Для меня сплошная выгода. И сама к магазину отведешь. И сама покажешь, что брать надо. А то я сто процентов либо забуду, либо перепутаю. Узнав получше, об Угре назад не отыграешь? Сомневаюсь. Если только он не сын одного из главстаба. Не хотелось бы ссориться с местными шишками. Сука он конченая. Устроил тут профсоюз. А по сути рэкет. Отстегивай долю в профсоюз. Добровольно. Не хочешь неволить. Сели девяностых не будут. Но вот не факт, что ты из рейда вернешься. Уже четыре команды пропал из тех, кто им отказал. Не понял. Брови фарта поднялись в удивлении. Какой рэкет в Улье? Вышел за стены и все. Тайга, закон, медведь, прокурор. Вот он этими пользуется. У него в банде пять человек. Наезжают только на одиночек и мелкие команды. Обычно на напарников. Один раз исчезла тройка новичков. Парни решили заняться рейдерским ремеслом. Скинулись. Закупились плохеньким вооружением. Даже автомат и то только один был. Не самыми лучшими колесами. Послали подальше Угря. И первый же выезд оказался последним. Никто не спорит. Это Улей. Тут все может быть. Но совпадения очень уж явные. А власти что? А что власти? В стабе он ведет себя прилично. Рейдеров из граждан стаба не трогает. А то, что между другими за стенами происходит. Как говорится, проблемы индийцев шерифа не волнуют. Ну а другие рейдеры? Как они на этот беспредел вообще нормально смотрят? Фар, точнись. Это Улей. Тут всем на всех насрать. Только свой маленький анклав имеет значение. Такие вещи, как сплоченность, братство, один за всех и все за одного и прочая фигня остались там, на земле. Да и на земле это в основном только слова. Если ты откажешься, я пойму. И поверь, никто не будет считать тебя трусом. Любой так бы поступил. Да уже поступают. Жозель махнула рукой. Я еще не сказал нет. Фарт напряженно размышлял. Вписываться или не стоит? Что он с этого поимеет? Трофеей потешит чувство собственной важности? Ну, может быть, признательность и уважение до здропермы, то есть Жозель. Что может потерять? Жизнь. С другой стороны, пепел его натаскивал на такие ситуации. Правда, там предполагалось, что противники не обученные муры, да хоть и обученные, вдвоем с Джигой или Мальборо, они бы раскатали этих рэкетиров в пыль. Ладно. Сейчас важно иметь принципиальное согласие. Он закрыл глаза. Расслабился и прислушался к себе. Ну, Улей, подсказывай. Фарт открыл глаза. Жозель, принципиальный вопрос. Среди команды Угря есть граждане Воскресенска? Ссориться с властями Фарт все же не хотел. Нет. Отрицательно помотала головой Жозель. Все пришлые. Появились около двух месяцев назад. Тогда я в деле. Теперь частности. Какая у тебя подготовка? В смысле? Крестный рассказал, что к чему. Дал в руки клюв, а дальше Улей научит. Ясно. Никакой. Слышь, завилась Жозель. Не привлекая лишнее внимания, посоветовал Фарт. Напарника твоего не они? Точно нет. Тупое истечение обстоятельств. Что известно про эту пятерку? Что тебя интересует? С кем трахаются? Где ночуют? Дары, подготовка? Каким оружием владеют? Мальчик, кто тебе про это будет рассказывать? Жозель, с таким отношением наш тандем распадется. Не успев образоваться. Предлагаю передать роль командира мне. Подожди. Имя Пепел тебе знакомо? Естественно. Я у него учился. Сколько? Дня три? Жозель смотрела на него со снисходительным покровительством. Два месяца. Выражение на лице Жозель сменилось на уважительное. И поверь, он неплохо меня натаскал. Ну так что насчет командира? Ну если не врешь насчет пепла? Готов подтвердить и перед ментатом, и перед пеплом. В принципе, можем и позвонить ему. Если он не занят и сразу не пошлет. Пивка вместе попьем. Да верю, я верю. Не дергай человека по пустякам. Хорошо. Какие будут приказы, командир? Для начала слова командир произносить без издевки. Улыбнулся Фарт. А серьезно? Он задумался. Кровь из носу необходимо выяснить. Есть ли у них сенс? Тут у тебя все карты. Я в этой тусовке мало знаком. Со мной просто разговаривать не станут. И да, ты в рейд ходишь или ездишь. Пикап у меня. Нормально. Продолжаешь готовиться к рейду. Через пять дней. На всех углах кричишь. Что ты этого угря? На ху... Эээ... На чем там девочки вертят? Вот на этом и вертела. Вместе со всей его шоблой. Наш козырь, как бы это скромно ни звучало, я. Обо мне они не знают и не должны узнать. С тобой есть место, где можно встретиться так, чтобы не заметили. Полно. Фыркнула Жизель. Прекрасно. Тогда занимайся подготовкой. Попытайся выяснить что-нибудь про дары этой пятерки. Похрен что. Хоть слухи. Даже невероятные. Лучше перебдеть. Я же попытаюсь со своей стороны информации порыть и этой долбанной рукой заняться. Связь по телефону назначаем место встречи. Информацию не передавать. Очень я сомневаюсь, что они слушают. Стоп. Отставить? У нас же у обоих иммунные маленькие девочки. И что? Проблема тайных встреч исчезает. Встречи будут явные. Детей познакомим. В гости ходить будем друг к другу. Точно. Вот я дура не сообразила. Одна проблема снялась. Так. А теперь скажи, положа руку на сердце. Ты хорошая актриса. А это тут при чем? При том, что я сейчас отрицательно мотаю головой и ухожу к барной стойке. А ты делаешь расстроенное и растерянное лицо. Сидишь пару минут. Потом со злостью грохаешь кулаком по столу и скрижаща зубами топаешь на выход. Попробую. Неуверенно произнесла Жозель. Попытайся представить, что тебя действительно расстроит. Ну, не знаю. С напарником близки? Вместе не спим. Сухо ответила Жозель. Я не в том смысле. Работаете давно? Уважение друг к другу. А, считай полгода вместе. Вулие это срок. Согласился Фарт. Представь для начала, что его нашли на кластере мертвым. Не надо так говорить. А потом, не слушая Жозель, продолжил Фарт. Что узнали, что это уголь. Со своими его убил. Не заплачешь? Пф, ну представлять такое. Тут стап, тут даже скребера. Жозель отшатнулась. По имени назвать можно. Так что работай, боец. Считай это первым боевым приказом. Три, два, раз. Начали. Отрицательно помотав головой, Фарт поднялся со стола. И прошел к барной стойке. Сел на свободный высокий стул. Поднял руку, подзывая бармена. Вот сразу было видно, что человек себя любит. Симпатичное располагающее лицо с аккуратной бородкой. Бритые виски. Сверху бейсболка. Козырьком назад. Голливудская улыбка. Правильные черты лица. Мощная шея. На торс надета облегающая майка. Подчеркивающая накачанные мышцы. Причем видно, что человек правильно переводит термин бодибилдинг. Строительство тела. Все было правильно. Гармонично и красиво. В отличие от современных бодибилдеров, которые думают, что правильный перевод это много. В итоге раскачиваются как безобразные лотерейщики. И несмотря на то, что весь его внешний вид и все эти облегающие маечки должны были сигнализировать о нетрадиционной ориентации, в парне не было ни капли голубизны. Наоборот. Флюиды самца в поисках подходящей самки. Короче, отцы, прячьте своих дочерей. Привет. Я Гур. Бармен и владелец. Первый, перекрикивая музыку, поздоровался парень. Фарт. Что пить будешь? А что предложишь? Ну, у нас есть темное, светлое, фильтрованное и нет. А также в таре, в ассортименте. Он оказал себе за спину, где на заднем баре расположились сотни емкостей, разных форм и расцветок. Ну, ты же в первый раз. Фарт кивнул. Тогда рекомендую наше, особое, сами варим. Да ладно. Вроде не такой уж и легкий процесс. На самом деле ничего сложного, если знать как и иметь под рукой инвентарь и ингредиенты. Первая кружка бесплатна. Если иметь инвентарь с ингредиентами, то и ядерный реактор несложно собрать. Засмеялся Фарт. Наливай. Трабах. Раздалось сзади. Фарта чуть не снесло вместе с барным стулом. Он обернулся. Жозель со зверевшим выражением лица, расшвыривая попавших под руку рейдеров как котят, целенаправленно пробиралась к выходу. Гомон разговора в зале стих. Лишь колонки вещали легкую мелодию. Все клиенты внимательно понаблюдали, как она достигла выхода и скрылась на улице. Постепенно раздались первые голоса. Вскоре зал загудел с удвоенной громкостью, явно обсуждая выходку Жозель. Как бы она реально не пошла этого угря мочить. Обеспокоенно подумал Фарт. Очень уж кровожадным у нее лицо было. Ты что ей сказал, приятель? Гор выставил перед Фартом кружку светлого пива. Клянусь, ничего. Искренне ответил Фарт, подтягивая янтарный напиток поближе. Она в рейд предлагала сходить. Да я от прошлого еще не отошел. Показал он на левую руку. И правильно сделал. Жаль девчонку, если она попрется. Что так? Да тут к ней уже уголь подходил. А это плохой знак. Что за гусь этот уголь? Нет, рассмеялся Бармен. Гусь у них другой. Сюда ему ход закрыт. А уголь это главарь. Подожди, гор. Попросил Фарт, прихлебывая напиток. Кус у свежесваренного пива и правда был изумительный. Ты меня совсем запутал. Гусь, который не главарь, потому что главарь уголь. Что за скотный двор? Ага, рассмеялся Бармен. Наши их так и зовут. Отряд животные. На вопросительный взгляд Фарта он пояснил. Команда из пяти человек. Уголь, гусь, кабан, сом, кот. Действительно, животные, согласился Фарт. А почему знак плохой? Не хотелось бы, чтобы Жозель пострадала. Понравилось? Не в этом дело. Фарт не видел смысла скрывать их с Жозель родительские отношения. Наоборот, эта информация как можно скорее должна достичь ушей животных. Дабы появление Фарта даже без ребенка, в доме Жозель не вызывала подозрений. У нее же девчонка малая. Ну, согласился Гор. Ну вот и я из последнего рейда мелкую иммунную привез. Еще и крестным стал. Теперь она от меня не на шаг. Еле упросил, чтобы у приятеля посидела. Пока по делам мотаюсь. А, так ты тот самый. Вот, только не надо мне рассказывать про элиту и прочее. А то я тут уже наслушался про себя. Не знаю, смеяться или плакать. А Жозель меня здорово с одеждой детской выручила. Я же свою почти голой притящил. Ну, не голой, но только то, что на ней было. Это как раз понятно. Слушай, а как там в реальности-то было? А то тут тоже слухи ходят фантастические. Да ничего особенного. Ее лотерейщик ловил. А я лотерейщика. Вот, поймал. Фарт показал на руку. Ты лучше послушай, что там за прикол был. И Фарт рассказал сильно приукрашенную историю. Как они ловили бухого иммунного. Его изложение дело не ограничилось одной квартирой. Был задействован и поддец, и даже крыша. Бармен хохотал. И бил себя ладонями по коленям. Ой, бля, новые клоуны. Сказал он, вытирая слезы. В вашей тройке неделю пиво бесплатно. Спасибо. Обрадую парней. Слушай, а почему из животных гуся не пускаешь? Чтобы тоже не накосорезить? Ты вряд ли. Этот мудак в драке дар клокстопера применил. Он что, вообще на всю голову отмороженный? Дар в стабе применять, да еще и в драке. Да они там все такие. Дарами сверкали налево и направо. Точно отмороженные. А люди не зря свои дары скрывают. И что у них, крутые? Нормальные. Гусь-клокстопер. Кабан-силач. Он и сам не маленький, а тут еще и дар. Охотно делился бармен. Видать это ни для кого не было секретом. Кроме Жозель. Сом-призрак. Кот-скрытник. А угарь? А угарь свой дар не показывал. Ясно. Потом они поспорили немного по дарам. Какой лучше на кластере иметь? Пришли к общему мнению, что лучше иметь все. Планы перешли на животных. Гор рассказал ему про то, что уже рассказала Жозель. Рэкет. Форт опять задал те же вопросы. Получил на них аналогичные ответы. Слушай, Гор, а чего тогда нормальные команды сидят? Нос в жопу засунув. Может бояться? Было бы кого там бояться. Презрительно бросил Гор. Только мелочи могут пугать. Ну так какого не накажут? Кому это надо, Форт? Я смотрю, в рейдеры только двоечники идут. С чего такой вывод? Потому что истории не знают. Точно такими же методами монголы всю Азию покорили. Включая Русь и пытались от Восточной Европы кусочек откусить. Но уже выдохлись. Приходили на новую землю. Смотрят, два племени на ней живут. Они сначала к одному. Мы к вам претензий не имеем. Но вот ваши соседи мудаки. Мы их сейчас отмудухаем. Вы нам не мешайте. Вы хорошие. Мы с вами торговать будем. Вай, эх, рахат лукум, пахлава кющать будем. Те, как истинные идиоты, соглашались. Еще и воинов своих монголам давали. После того, как монголы раздавали люлей первым, они разворачивались и давили вторых. Не боятся ваши мэтры, что и здесь так будет. Хрен их знает. Мне, если честно, эти животные тоже очень не по душе. Признался Гор. Что, и тебя доить пытались? Подходи, Луголь. Со всякими туманными разговорами про перспективное сотрудничество. Не, ребята в обиду, конечно, не дадут. Но сама тенденция настораживает. Да и новичков распугали. Обычно тут народу больше. Конечно, хохотнул Фарт. Не дадут в обиду. Да им похер будет, кто за стойкой стоит. Или кому прибыль идет. Главное, чтобы цену не повышали. Думаешь? С сомнением спросил Гор. Уверен. Как будто все это в девяностые не проходили. Всем на все было похер. А сам не хочешь? Что? Пободаться с животными? Один против пятерых? Да еще с такими дарами? Гор, ты в своем уме? Я жить хочу. У меня человек появился. Маленький человечек. Уточнил Фарт. За которого я несу ответственность. Ну, я бы мог проспонсировать. Растерянно произнес Гор. Видать, перспективы лишиться бара он серьезно этого не воспринимал. Нанял бы команду. Гор! Эй, Гор! Фарт посмотрел по сторонам. Вроде никто слова Гора не слышал. Он поманил его пальцем. А когда Гор приблизился, ухватил за шею сзади и притянул к своему лицу. Запомни, ты эти слова не произносил? А я их не слышал. Ты понимаешь, на что ты меня только что подписывал? На убийство честных рейдеров. Это делают только муры. Гор отшатнулся с расширенными глазами. До него только что дошло, что он произнес. Да я... Да нет, да ты... Забарматал он. Руки затряслись. Фарт показал ему жестом рот на замок. Когда Гор кивнул, спросил. У тебя покрепче что-нибудь есть? Найдется. Сище дрожащим голосом ответил Гор. Что будешь? Не мне, тебе. Махни грамм сто. Гор секунду подумал и согласно кивнул. Спрятался за стойкой на пару секунд. Вынырнул, мощно выдыхая. Фарт подождал, пока алкоголь подействует и перешел к основной цели визита. Зачем он сюда, собственно, и приперся? Гор, чего спросить хотел? Ты продолжаешь качаться? Конечно, регулярно. А ты БАДы употребляешь или тут не надо? Короче, чего хотел? Да вот. Фарт показал на руку. Хочу попробовать спортивное питание. Для набора мышечной массы. Чтобы быстрее залечилось. И чем тебе протеин поможет? В смысле? У меня мышцы вырвало. Покажи. Фарт задрал рукав. Страшновато выглядит. Сказал Гор. Фарт, тут же не только мышечные волокна восстанавливать надо. Тут сухожилия, нервные окончания, очень много кровеносных сосудов. Тебе больше сбалансированное питание должно подойти. Секунду. Он скрылся где-то в глубинах, за задней стойкой. Вернулся с довольно большой пластиковой емкостью. Вот. Оставил он ее на стойку. Попробую это. Хотя я очень сомневаюсь, что сильно ускорит. Так может и не надо тогда? На подножном корме регенерирую. Тем более знахарь не так уж и большой срок давал. Дней пять. А если пять дней вообще смысла нет. Это знакомому одному ногу откусили. Так он на этой штуке неделю сэкономил. Ну там и срок был два месяца. Ясно. Ну извини, что отвлек. Спасибо за консультацию. Фарт начал подниматься со стула. Погодь. Я тебя с пустыми руками не отпущу. Вот. Гор выставил на стол пузатую полулитровую бутылку стекла. С яркой этикеткой. На которой красовались иероглифы. Малой передай. Это что? Пиво. Пиво? Малой? Она и так живчик хлещет. Алкоголичку хочешь из ребенка сделать? Это детское пиво. Тут градусов нет. Даже в безалкогольном хоть чего-то, но есть. Тут нет вообще. К тому же оно фруктовое. Так это не пиво, а лимонад. Нет, именно пиво. Короче, бери. Спасибо. Обязательно расскажу, от какого большого и доброго дядьки подарок. Уверен, захочет на тебя посмотреть. Улыбнулся Фарт. Приходите, буду рад. Распрощавшись с гором, Фарт выбрался на улицу. А времени уже ого. В кармане завибрировал телефон. Да, Рок? Ну ты там долго еще? Все, закончил. Вы-то готовы? Давно на низком старте. Лесам он вся извелась. Ходит перед дверью, копытом бьет. Я не бью копытом. У меня копытов нету. Послышался возмущенный писк на заднем фоне. Выдвигайтесь. Улыбнулся Фарт. Встречаемся у банка. Только не забудьте свои айди взять. Ты тоже. Положил трубку. Сориентировался и сам пошел к банку. В Роке явно пропал талант модельера. Даже из этой детской одежды, что была на два размера больше, он умудрился для девочки соорудить что-то приличное. Что сочеталось по цветам, подходило по фасону и прекрасно смотрелось вместе с единственной обою Лисы, тяжеленными кроссовками. Сразу видно, у человека есть опыт отца девочки. Если бы такую задачу доверили фарту, Лису смело можно было бы выставить на поле. Вместо пугала ворон гонять. Так-то фарт не был лишен чувства прекрасного. Но в узком диапазоне. Он вспомнил пост на форуме от одного из папаш. Как раз на тему шмоток. С пацанами проще. Ему купил двое джинсов. Одни летние, вторые зимние. Да десяток футболок. И все. Пацан на год одежда обеспечен. С девчонками не так. Юбочки, брючки, платьица, туфельки, кроссовки. Эти джинсы с теми кроссовками не сочетаются, а эти сочетаются. То футболки подходящей нет. Треть зарплаты на тряпки уходит. И это в 12. Я боюсь думать, что дальше будет. Фарт улыбнулся. Благо с тряпками в улей проблем нет. Но, наверное, надо приучать постепенно к милитаристайл. Тем более, как понял фарт, девочка и так цветными шмотками не избалована. Да она ничем не избалована. Зашли в банк. Бессменный воробей, как и ожидалось, разумилялся. Узнав о цели визита, стал серьезным. Провернув все необходимые процедуры, выдал лисе вексель. Забрал вексель фарта, поколдовал над ним. Изменил что-то в базах данных. И отпустил их в освояси. Все. Теперь лиса – завидная невеста. Или цель номер один для вымогателей. Если кто-то узнает о содержимом ячейки. Вышли из банка и по деловому быстро двинулись в административную часть стаба. Как объяснил рог, именно там можно оформить завещание. Как только фарт узнал о процедуре наследования и перспективе назначить рога вторым опекуном, его не покидали сомнения. В принципе, сейчас, оформив лису наследницы в банке, назначив рога вторым опекуном, он фактически полностью развязывает ему руки. Как выяснилось, опекун в банк может прийти без подопечной. Фактически полностью владеет ее средствами. На что он будет их тратить, никого не волнует. Контролирующего органа нет. Здесь не то место, где можно надстраивать громоздкий управленческий надзорный аппарат. Все остается на совести опекуна. Року достаточно будет устранить препятствия Эдефарта, и он становится владельцем содержимого банки. В принципе, фарт пока ничего плохого от Рока не видел. Наоборот, исключительно хорошее и полезное. Зная свой тяжелый характер и крайнюю неуживчивость, фарт даже удивлялся, что Рок его терпит. Причем фарту рядом с ним, как с товарищем, тоже было комфортно. Из одного мира. Примерно одинаковый кругозор, примерно одинаковые интересы с небольшими профессиональными деформациями. Есть про что поговорить на отвлеченной темы. Да и видно, что лису полюбил сразу и искренне. Проецируя на нее те отцовские чувства, что он не успел растратить там на земле. Но фарт не только читал о том, что большие деньги портят людей. У него перед глазами было два живых примера. «Че косяки кидаешь?» Заметил Рок его взгляд. «Да вот интересно, а ты тоже лесами и полями до стаба добирался?» «Нет, меня проезжающие мимо рейдеры подобрали». «Повезло, и сразу знахари?» «А сейчас!» – Рок понизил голос. «Знахари мой второй дар. Так что я, как все. Сначала добытчики пошел. Первоначальный капитал заработать. Не воскресенский, другой стаб. Потом рейдерам, по кластерам с автоматом. Разное было. «Так ты у нас боевой маг-лекарь?» – спросил фарт. «Боевее некуда!» – заверил Рок. Все, включая висевшую между ними на руках и внимательно слушавшую лису, рассмеялись. Увидев светящую еще рекламу в магазине, фар снова повернулся к Року. Все время забывая спросить. «Откуда энергия?» Стаб тратит огромное количество электроэнергии. Сети рекламы, лампочки в домах, кафе, холодильники, микроволновки. И при этом, как я вижу, проблем в электричестве не испытывает. Об этом не принято распространяться. Установка нолдов. Никто не знает, как она работает в стабе. Никто не знает, как она появилась в стабе. Никто не знает, как она работает. Но она работает. Те, кто возле нее крутились, полагают, что это реактор. На основе холодного синтеза. Сам понимаешь, такой из рейда не притащить. Только непосредственная торговля. И чем за такой можно расплатиться, я не представляю. Так что все молчат. Чего и вам советую. Понятно, Лиса? Так и внула. Да уж. Ошарашенный фарт только покрутил головой. Ну ладно. А остальные коммуникации? Вода, канализация, наконец. Я же видел, у тебя центральная канализация. Да и водоснабжение. Фарт я сантехником никогда не был. И без понятия, как оно тут налажено. Работает и работает. Не трогай. Угу. Первый принцип программиста. Дошли до административного района. На КПП объяснили, зачем пришли. Их направили к дежурному ментату. Да сколько их тут? Поразился Фарт. Процедура, в отличие от земли, не заняла половину дня. Фарт заметил, что все, что связано с бюрократией, тут происходит разы быстрее. Получив один экземпляр на руки, второй остался в администрации стаба. И уплатив пять спаранов пошлины, они вышли за пределы КПП. Теперь Лиса наследовала все имущество Фарта. Как движимое, так и недвижимое. Рок, соответственно, первый в очереди на опекунство. Фарт искренне надеялся, что такая возможность ему выпадет не скоро. В идеале никогда. Да и самой процедуре наследования лучше бы никогда хода не давать. Куда двинем? Спросил Рок. Что ты меня спрашиваешь? Стаба почти не знаю. Пожал плечами Фарт. Посмотрел на Лису. Я тоже не знаю. Собезьянничала та же Сфарта. Тогда гуляем, пока не увидим что-то интересное. Решил Рок. Пошли шляться по улочкам, рассматривая редкое в центре стаба витрины. Незанятый загоном мозг начал замечать ненормальное поведение окружающих. Лиса привлекала внимание. Люди смотрели на нее, улыбались. Внимание переключалось на сопровождающих. Улыбки становились шире, превращаясь чуть ли не во скалы. Он осмотрел себя, Лису, Рока. Посмотрел на их три со стороны и мысленно схватился за голову. Так, срочно ищем кафе или ресторан. Да хоть в столовую. Уходим с улицы. Чего ты так сполошился? Что случилось? Спросил Рок. А ты на нас со стороны посмотри, посоветовал Фарт. Рок на секунду прищурился. Ох, ё! Застонал. Вот и я о том же. Поддакнул Фарт. Просто хрестоматийная пи-гейская семья. Быстро с улицы. Они быстро пошли по дороге, крутя головами. Как ни странно, первый ресторанчик заметила Лиса. Юркнули внутрь. Сели за стол, заказали себе по чашке кофе. Для Лисы какой-то безалкогольный коктейль. Лиса ускакала в туалет. Дав возможность поговорить. Фарт. Начал Рок. А тебе не кажется, что ты слишком мнителен? Хотелось бы, но ты их рожи видел. Может, мы сами себя накрутили? Вернее, поправился Рок. Это ты меня накрутил, блин. Да тебе вообще везде эти пидоры мерещатся. Даже в себе умудрился рассмотреть. Может, ты это... Латентный? Аврило. Ну, просто сам своё поведение проанализируй. Фарт честно проанализировал и покачал головой. Не, не катит. Скорее всего, мне важно, чтобы о мне думают окружающие. И не хочется даже малейшие ошибки допустить. Чтобы думали отрицательно. Эй, батенька, да вам к психиатру нужно. Улей вылечить. Буркнул Фарт. Есть идея. Жди здесь с лисой. Он достал телефон и вышел на улицу. Привет, белка. Начал Фарт. На заднем фоне раздавались ритмичные звуки музыки. Ну, хоть не разбудил. Привет, Фарт. Что случилось? Случилось чего? Нормально всё. Я слышу, ты отдыхаешь? Да, с девочками мы тут зависаем. Не хочешь подойти? Встречное предложение. Хватай самую красивую подругу и сами подваливайте. Ой, а меня одной тебе уже мало? Захихикала белка. Ты не смотри, что я маленькая. Я выносливая. Белка мне не до смеха. Пошли с приятелем лису по стабу погулять. Представь, два мужика, между ними маленькая девочка. Обоих держит за руку. На что это похоже? А-ха-ха-ха-ха-ха. Белка залилась смехом. Папа и дядя гуляют с ребёнком? Ну, как же я сразу не догадался. Разозлился Фарт. Ведь вули иммунные. Исключительно родственники. Короче, срочно требуется разбавить мужско-детскую компанию. Ну, не знаю. Засомневалась Белка. Что значит, не знаю? Подпрыгнул от возмущения Фарт. Это ты. Буквально силой заставила меня стать её крёстным. Так что выручай. И мы с тобой не знаем, куда тут ребёнка можно отвезти. Не представляю. Мне на ум только стрельбище приходит. Так что, зваливай на свои хрупкие плечи подружку и тащи к нам. Надеюсь, вы там ещё не в говно? Спохватился он. Да только начали. Эх, такую пьянку испортил. Ладно, давай адрес. Где вы находитесь? Папа всё разрулил. Вошёл в фарт-кафе. Сидим, ждём девочек. Какие девочек? Спросил Рок. Белка и... Белка с подругой. Ой, тётя Белка придёт? Обрадовалась Лиса. Ага. Вскоре притопала сама Белка в компании высокой, эффектной брюнетки. Стандартно неопределённого возраста для Улья. Ей могло быть как и около 25-28. Восьми, насколько она выглядела, так и все 80. Фарт отвернулся, пряча улыбку. Уж слишком комичен был контраст между девушками. Познакомились. Вика, как звали брюнетку, сразу же принялся умиляться над Лисой. А глядев заведение опытным глазом, Белка заявила, что она не подходит для ребёнка. И повела всю компанию в другое место. Новое кафе ближе к окраине и дом у Року тоже было отнюдь не детским. Но действительно для ребёнка подходило больше. Да просто рай. Всевозможные сладости, выпечка, взбитые сливки, даже мороженое подавали. Лиса была на седьмом небе от счастья. Персонал, как и немногочисленные посетители, поставили себе целью – закормить редкого для Улья маленького иммунного насмерть. Взрослые взяли себе бутылку вина и наслаждались хорошей компанией. Рок немедленно подкатил к Вике. И та была совсем не против. Фар с Белкой болтали, как два боевых товарища. Когда собрались уходить, Лиса попросилась. Сказала, что если они тут побудут ещё хоть минуту, она лопнет. С них ни с поран не взяли, да ещё и пакет огромный вручили. Со всяким разным вкусным, но ужасно вредным. Потом просто гуляли по стабу. Белка с Викой рассказывали про различные места. Злачные не очень. Зашли-таки на стрельбище. Стрельнули пару раз. Фарт дал Лисе пальнуть и своего Ерыгина. Ну как дал. Девочка и пистолет не могла поднять. Так что по факту стрелял Фарт. Но Лиса была уверена, что стреляет самостоятельно. Виск, писк, восторг. Когда небо начало темнеть, стали расходиться. Рок вручил Фарту ключи от дома и заявил, что проводит девушек домой. Судя по бросаемым взглядам Вики, она была совсем не против, чтобы Рок её проводил. Фарт шепнул ему, что раньше утра не ждёт и дверь не откроет. Если упустит Вику, то пусть где хочет, там и ночует. Белка сказала, что сама прекрасно дойдёт. Правда не уточнила, куда. До дома или до бара, где продолжалась вечеринка. Судя по настойчивым звонкам её мобилы. Ну а Фарт с Лисой в компании большого пакета сладостей отправились домой, к Року. На всякий случай, обойдя гостиницу Хаус, за квартал. Пока дошли до дома Рок, Лиса уже вовсю плясала джигу. Литры выпитой газировки и молочных коктейлей даром не прошли. Фарт ещё дверь не успел открыть, как она унеслась в туалет. Хихикнув, он снял обувь, подхватив пакет и пошёл на кухню. «Извините», – виновата сказала она, – боялась, что не успею. Фарт только рукой махнул. Лиса остановилась на пороге кухни. Несколько секунд смотрела на него и вдруг, как и при первой встрече, бросилась вперёд и обняла. А шарашенный Фарт только отступить на полшага успел, да руки убрать. Снизу раздались схлипы. «Ну что это ещё такое?» – сказал Фарт, опускаясь на колено. Девочка вцепилась ему в шею и, продолжая схлипывать и подавлять слёзы, но всё-таки расплакалась. «Ну чего ты, маленькая, что случилось?» «Спасибо, спасибо, дядя Фарт, и дядя Року, и тётя Белке», – бормотал довящийся рыданием ребёнок. «У меня никогда такого не было!» «Да где ж ты росла-то?» – подивился Фарт, гладя Лису по голове. В конце концов Лиса успокоилась, сходила умылась и Фарт попросил её рассказать о себе. «Точно не расплачешься?» – уточнил он. «Я…» – беспечно махнула рукой девочка. Они прошли в комнату, расселись в кресло, и девочка начала свой рассказ. Если бы у Фарта волосы были чуть большей длины, они точно стали бы дыбом от того, что он узнал. В принципе, до шести лет Лиса была обычным ребёнком, в обычной семье. Хотелось бы добавить среднего достатка, но Лиса не могла ещё определять уровень дохода и благополучия. Потом родители погибли в автокатастрофе. Подробности тоже неизвестны. Разбились на машине, как ей сказали. Бывает. Трагедия, но, к сожалению, не такая уж и редкая. Родители отца уже умерли. Бабушка по материнской линии Лису брать не захотела, и ребёнка отправили в детский дом. Про детдом Фарр знал только лишь то, что они существуют. Но и в 90-х, начале 2000-х, про них разные ужастики в газетах писали. Мол, там и проституция, и наркомания, и вообще зона малолет со слабым режимом. Правда, тогда про всё и всех в подобном ключе писали. Так что Фарт особо таким статьям не доверял. Как оказалось, зря. Первую же ночь домашнюю девочку избили её сверстницы. Как понял Фарт, это был вообще первый раз, когда кто-то поднял на неё руку. Из глаз Лисы до сих пор выплёскивался страх при воспоминании об этом. Всё, что было в тех статейках, всё правда. Неизвестно, это во всех домах такое, или просто Лисе повезло так попасть. Зоновские порядки, алкоголизм, наркомания, проституция на уровне администрации. Блять, день на субботник повезли. Говорили дети, когда видели, как в автобус усаживались накрашенные и разодетые девочки старших групп по вечерам в пятницу. Назад автобус привозили воспитанниц с утра, в понедельник и постоянные избиения за любой проступок, за слёзы, да за просто так. Иногда и воспитатели могли руку поднять, но чаще всего детей били сами дети, старших и младших, но и внутри группы. Младший групп весь этот ужас касался в меньшей степени, но сторону не обходил. Там Лиса поняла, что плакать бесполезно. Прилетит ещё сильнее. «Подожди», – прервал повествование Фарт. «Сейчас уже не девяностые, а как же полиция?» Приезжали какие-то дядечки к директору, о чём-то говорили, уезжали. Иногда старших девочек с собой брали. «А комиссии всякие, про них только ленивый в телевизоре не говорил». Лиса в ответ пожала плечами. «О, а телевидение были?» «Да, приезжали дяди и тёти с большими камерами. Нас тогда по группам. Несколько красивых девочек, несколько красивых мальчиков и девочек собрали. Я тоже попала». Похвасталась Лиса. «Да красивая ты, кто бы сомневался. А дальше?» Ходили в красивую одежду и начали снимать. «Ну?» – поторопил Фарт. Так как ребёнок посчитал ответ исчерпывающим. «Что?» – не поняла девочка. «У вас интервью брали? Просили что-то рассказать?» «А нет, мы просто ходили по коридору, играли в спортзале, кушали, а говорили директор с воспитателями». «А остальные дети где были?» «Сокрыли по группам, зато нам потом конфеты дали». Похвасталась Лиса. Затем погрустнела. «Правда, потом в группе все Ленки отобрала. Я только одну успела съесть». «Зато ты сегодня её обставила», – подбодрил ребёнка Фарт. «Никакая Ленка ничего у тебя не отберёт. И вообще, больше никто ничего у тебя не отберёт». «Ага». Радостно сверкнула глазами девочка. Потом перебралась к Фарту на колени. Обняла и снова затянула. «Спасибо». «Ну всё, всё. А дальше-то что было? Как ты в том доме оказалась? Усыновили? То есть удочерили?» Чтобы отвлечь внимание, спросил Фарт. Как оказалось, это была вторая приёмная семья. Первую девочка вспоминала неохотно. Порядки в ней не отличались от детдомовских. Лисия прилетала за каждый проступок. В конце концов, неизвестно, что там произошло, но однажды в квартире появились люди в форме, и Лиса снова очутилась в детдоме. Второй раз её удочерили меньше месяца назад, хотя у семьи был взрослый сын. Лиса вспоминала, что он всё время говорил про армию и любил всякие фильмы про зомби. Лиса постоянно смотрела эти фильмы рядом с ним. Эта семья была намного лучше предыдущей. Тут её никто не бил, не обижал, ну а самостоятельно одеваться и заправлять кровать она и так умела. В тот вечер, когда Ольгинка провалилась в улей, она уже спала. Разбудил её брат. «Сводный», – сказал мама с папой, быстро уехали на работу. А в городе начался зомби-апокалипсис и велел таскать продукты и воду в подвал. Какой прошаренный мальчик! Восхитился фарт. До утра они сидели и смотрели на зомби, кого-то на их глазах съели. Но дети настолько привыкли к таким ценам кино, что воспринимали всё как очередной кинофильм. Потом мальчик или, наверное, всё-таки уже парень, раз предпризывного возраста, поправился фарт, решил, что нужно спасти его подругу. Он оставил люк открытым, приоткрытой входную дверь и открытой калитку в заборе, чтобы легче было убегать и прятаться в подвале, как объяснила лиса. И ушёл. «Хороший мальчик! Как он ещё заурчать не успел! Иначе бы я с ней не разговаривал!» – подумал фарт. То, что он тоже мог оказаться иммунным, фарт не верил. Перед уходом брат велел ей смотреть со второго этажа, когда они с подругой будут возвращаться. Тогда бежать в подвал. Там она и смотрела. Переходя от окна к окну, скорее всего, это мельтешение заметил лотерейщик. Лиса успела увидеть, как чудовище бежит к дому и бросилась в подвал. Судя по её рассказу, у лотерейщика возникла какая-то заминка уходной двери, что подарила ей лишние секунды и позволила спасти жизнь, запрыгнув в подвал и захлопнув люк. Ну, а там уже её нашёл фарт. «Послушай, золотце!» – осторожно произнёс фарт. «А вот когда ты сидела в подвале, ты не кричала, на помощь не звала?» «Нет, но мне было очень страшно. Очень-очень страшно. Мне так хотелось, чтобы этого монстра кто-то прогнал». «А сегодня с утра, перед тем, как ты мыться пошла, ты прибежала ко мне и попросила не уходить. Почему?» «Не знаю». Лиса пожала плечами. «Мне показалось, что пока я буду мыться, вы уйдёте». «Неужели всё-таки телепатия?» – пробормотал фарт. «Дядя Рок точно так же сказал». «Он тоже с тобой об этом говорил?» «Да. А что, не нужно было ему рассказывать?» Лицо Лисы приобрело виноватое выражение. «Нет, нет, всё нормально. А о чём вы ещё с дядей Роком разговаривали?» Выяснилось, что Рок рассказал Лисе об Улье. В мягком варианте. После того, что девочка пережила, по мнению фарта, ей можно было рассказывать самый жёсткий. Фарт рассказал ей о дарах. А то Рок как-то обошёл эту тему. Лиса восхищённо охала и ахала. Узнала, что фарт сенс. О других дарах он по привычке умолчал. Надулась и сказала, что в прятки с ним играть не будет. Что Рок-доктор она и так знала. В восторге захлопала в ладоши, когда поняла, что Белка таскает огромные грузы. Спросил её, что она себе хочет, когда вырастет. Благоразумно промолчав, что вырастет, она сегодня вечером или завтра утром. Лиса долго морщила лобик и терзалась муками выбора, пока фарт не подсказал, что надо брать всё. С чем она с радостью согласилась. Затем фарт вспомнил про флешку и мультики. Они притащили ноутбук Рока, журнальный столик и долго прихлёбывая чай смотрели известный фарту Валли, но который не видела Лиса. По окончании мультика девочка посмотрела на часы и заявила, что ей уже давно пора спать. Сама! Фарт растрепал её волосы на макушке и чмокнул в лоб. Девочка отшатнулась широко распахнутыми глазами. «Что? Тебя никто в лоб не чмокал?» спросил фарт. «Только мама», погрустнела девочка. «Но это было давно, я уже не помню». «Извини», повинился фарт, «больше не буду». «Не-не-не-не», девочка подставила лобик. «Не понравилось». «Слушай, когда ты меня на «вы» называешь, как-то не по себе становится. Давай ты будешь называть меня на «ты», ну добавлять «дядя». Девочка надолго, что даже испугала фарта, задумалась, подняла на него серьёзные глаза и с замирающим глазком спросила. «А можно я буду называть вас, тебя, папа?» У фарта перехватило горло. Тогм-м-м, прокашился он. Лиса ждала, натянутая, как струна. «Тогда мне придётся называть тебя дочкой». «Я согласна». Абсолютно серьёзно ответила малявка. Бразильский сериал плюс индийское кино. «Эх, иди хоть папку обними, дочка», – пробурчал фарт. Ребёнок с радостным визгом бросился к нему на шею. «А как же дядя Рок?» Коварн спросил фарт посередине обнимашек. «Пускай остаётся дядей», – отмахнулась Лиса. «Всё, а теперь баеньки». Лисина Софа обзавелась постельным бельём. Она сама без напоминаний посистила зубы и ёркнула под лёгкое одеяло. Не просила ни сказки на ночь, ни посидеть с ней. Фарт чмокнул её в лоб и вышел, прикрыв дверь. Вышел на улицу, приводя мысли в порядок. Пожалел, что бросил курить. Потом пожалел о том, что только что пожалел, что бросил курить. Вернулся в дом, прошёл к ноутбуку и открыл графические файлы. Что передала Жозель? Глава шестнадцатая «Вашим успехом», – сопломбом ответил Рок. «Как Лиса?» «Какая тебе Лиса? Тебе сейчас нужен живчик, душ и кофе. Именно в такой последовательности». «Да», – согласился Рок и плюхнулся на стул. «Кофейку не помешает». «Душ сначала сходи. Трипер смой». «Да какой там трипер?» Махнул рукой Рок. Посидел и оживился. «А ты знаешь, у неё там такой...» «Даже слушать не желаю». Фарт заткнул уши пальцами. «Иди, иди, иди в душ». «Ну вот», – грустно сказал Рок, поднимаясь. «Дожил. В собственном доме командует». «Съёмном», – напомнил Фарт. «Ай». Рок махнул рукой и, стасив кусок буженины, который Фарт отрезал себе на бутерброд, ушёл в ванну. Когда он вернулся, Фарт уже вовсю завтракал чаем с горячими бутербродами. Не забыл и про Рока. Сделал на его долю аж четыре штуки. «Человеку надо восстанавливать калории». После завтрака и живчика Рок окончательно ужил, и они до подъёма лисы обсуждали, как две бабки на лавочке. После того, как лиса совершила утренний мацион, и позавтракала, она была торжественно усажена на табурет в центре комнаты. Рок начал своё шаманство, наматывая вокруг неё круги, мельтеша руками с напряжённым лицом. Фарт с не менее напряжённым лицом следил за ними. Вот лицо Рока дрогнуло, расслабилось. Он открыл глаза и улыбнулся. «Ну!» — поторопил его Фарт. «Не томи, кто!» «А-э-э-э!» Не могу сказать! С наглой улыбкой ответил Рок. «В смысле?» — не понял Фарт. «Всё настолько плохо!» «Нормально всё!» «Расслабься!» «А сказать я могу только пациенту. Помнишь, я говорил об этом?» «Да я тебя!» – произнес фарт с угрозой, приподнимаясь из кресла, в котором сидел. Потом действительно расслабился, плюхнулся назад и с довольной улыбкой, потирая руки, произнес. «Так как пациент несовершеннолетний, и ответственность за него несут родители, так что можешь сообщить мне, как ее отцу, кем она будет? Какому еще отцу?» – ошарашенно пролепетал рог. «Моему!» – звонко выкрикнула лиса, сорвалась с табурета, забралась на колени к фарту и обняла его за шею. «Дядя фарт – мой папа!» «Кто папа?» – еще больше шизея, – произнес Рок. «Рок, кто?» – надавил удачный момент фарт. «Знахарь!» – ответил Рок, мозг которого ушел в этот момент на перезагрузку. «Поняла, дочка?» – сказал фарт, обращаясь к лисе. «Будешь людей лечить. Как дядя Рок?» «Как дядя Рок!» «Тоже неплохо!» «Эму!» – замычал Рок, зажмурившись и прижимая пальцы к вискам. «Какая дочка? Какой папа? Что здесь вообще происходит? Вас на пару часов одних оставить нельзя!» Року усадили, всунули в руки флягу с живчиком и объяснили, что за мексиканские сериалы у них тут вчера происходили. Он немного пообижался, что не его назначили папкой, но все-таки порадовался за фарта, шепнув ему, что вот теперь пусть только попробует сдохнуть на кластере. Затем к нему пришел пациент. «Лиса, ты не хочешь познакомиться с девочкой, которая передала тебе одежду? Ты как нормально ладишь с другими девочками?» – просил фарт. «Если только она драться не будет!» – буркнула Лиса. «А вроде не должна!» – неуверенно произнес фарт. «Если что-то не понравится, мы сразу уйдем. Идет?» «Хорошо!» Со сдохом согласилась Лиса. «Слушай!» Фарт опустился перед ней на колено, пытаясь заглянуть в глаза. Взял за плечо, ободряюще сжал. «Если ты не хочешь знакомиться, не надо. Но маленьким девочкам надо общаться с другими девочками, а не со взрослыми дядями». «Взрослые бьют реже!» – резонно возразила Лиса. «И только за дело!» «Бедный ребенок!» Фарт прижал ее к себе. «Не все дети в этом, а особенно в этом мире, такие же, как были в детдоме. Я бы хотел сказать, что таких вообще нет, но не уверен». «Правда?» «Правда! Ну так что, идем?» «Хорошо, давай сходим». «Тогда я сейчас звоню, а ты пока из пакета сладостей набери. А то с пустыми руками неприлично в гости ходить. И не жмочься. Уж чего-чего, а всяких разных кусяшек тут полно». Он достал мобильник. «Алло, Жазель? Ты дома? Как ты смотришь на то, что мы сейчас к вам с Лисой в гости придем?» Стоявший на выезде КПП Южный, Фарт наблюдал за перепалкой двух водителей, не поделивших места в свободном конвое. Сегодня был пятый день с тех пор, как его подрал лотерейщик. Рука полностью восстановилась еще вчера. Регенерация у него была немного завышенной, по сравнению с другими иммунными. Это если не знать, что по состоянию организма он сегодня тянул на 10-летнего старичка Улья. Начиналась финальная стадия личной операции Фарта по уничтожению банды Угря. Хотя, как личной? Когда они пришли в гости, Фарт сразу же приказал Жазель ничего в сторону Угря не копать, ничего не выяснять, готовится к Рейду. Кстати, девчонки отлично поладили, хотя Лиса была вначале сильно напряжена, но Кристи агрессии не проявляла. Наоборот, обрадовалась новой и, как Фарт понял, единственной подружке. Утащила ту играться. Потом совместное чаепитие со сладостями. Что они принесли? Окончательно растопили лед в душе маленькой девочки. Когда выяснилось, что для некоторых кластеров, по которым проходил их маршрут, имеются автомобильные карты, Фарт очень обрадовался. Сам кластер, где была детская одежда, представлял из себя часть крупного города. Не очень большой и, что самое главное, с длительным сроком перезагрузки. По заверениям Жазель, к этому времени все, кто еще мог ходить, должны были разбрестись из кластера, от голодухи. Может, бегуны еще носятся, да пустыши бродят изредка. Опасных тварей быть не должно. Пикап Жазель был старый Шевроле. Фарт такие только в американском кино 80-х годов видел. С какой-то хитрой модификацией системы выхлопа, для снижения шумности. Старичок и без этой модификации особой резвостью не отличался, а после так вообще еле коптил небо. Когда Фарт спросил, чего Жазель на таком крыте ездит, та лишь пожала плечами. За домом Жазель точно было установлено наблюдение. Фарт срисовал припаркованный недалеко пикап. Внутри постоянно кто-то находился. Лиса полностью покрывала потребности Фарта в маскировке. При необходимости он мог приходить к Жазель и без ребенка, делая вид, что обмениваются мультиками или тряпками. Очень интересная история получилась после того, как Фарт позвонил Скрипачу и осторожно поинтересовался у него об угре. Скрипач попросил время на сбор информации, перезвонил через полчаса и предложил встретиться в неприметном кафе недалеко от административного центра. Само кафе было в полуподвальном помещении, утопало в полумраке и имело по периметру кабинки, отделенные от соседних деревянными панелями, до потолка. При необходимости вход в кабинку можно было закрыть тяжелой портьерой. Пока Фарт пил заказанный кофе и раздумывал, куда на этот раз он умудрился вляпаться, пришел Скрипач, шлепнул на стол папку среднего размера пухлости и заявил Фарту, что у того есть час, пока он будет обедать. В папке было все, что Стаб собрал на фигурантов банды. Оказалось, не супермены, не супербойцы, обычная мелкоуголовная шушера, типа ракетиров 90-х, дует мелких рейдеров. Действуют в Стабе всегда осторожно. С точки зрения закона Стаба предъявить им нечего. В конце концов, у какой-нибудь нормальной команды рейдеров не выдерживают нервы и мальчикам делают предложение скрыться вдали, пока ветер без камней. Мальчики понятливые, свои силы оценивают адекватно, после чего переезжают в соседний Стаб, где и начинают свою песню заново. Обычно гастроль длится от полугода и выше. В этот раз ребятам не повезло пересечься с Фартом раньше. Когда он спросил, из чего это вдруг аттракцион такой невиданной щедрости, Скрипач пояснил, что все его заходы с Лисой к Жозель давно срисованы, о напряженных отношениях между Угрём и Жозель давно известно. Кроме того, этот таинственный аналитик с 98% вероятностью предсказал, что Фарт впишется за Жозель, как только узнает о конфликте. Настрадамус херов, подумал тогда Фарт. И самое главное, Стаб совсем не против, если славный боевой путь этих парнишек окончится где-то на окрестных кластерах. Так что Фарт может считать это первым официальным заданием от СБ. Ну, а раз он полез, как говорится, поперёк батьки в пекло, то оплатой будут трофеи бандитов. Фарт тогда возбухнул. Скрипач ответил, что он всё равно собирается их себе брать. Зато ментаты на въезде не будут мозги полоскать. И проблем с регистрацией. Чё он там себе настреляет, не будет. Это он так тонко намекал на два тойотовских пикапа, довольно свежих, чистящихся за бандой. В принципе, Фарт уже давно подумывал о колёсах. Движение Стабе было. Дорожное движение. Не московские улицы, в пятницу вечером, конечно. Но и не полная пустота. А уж всяких велосипедов, самокатов, как обычных, так и электро, было не счесть. Удалось получить гонорар за рейд в Ольгинку. Вышло, на удивление, много. У Фарта 187 гороха. У Белки с длинным по 162. Но они в команду спасателей не входили. Как понял Фарт, львиную долю дал элитник. Хотя сколько и чего там нашли, не говорили. С элитником получилась поучительная история. Эти твари в общий зачёт тройки не идут. Исключительно индивидуальные. Слишком опасные твари. Хорошо, что редкие. Пускай валит его вся тройка дружно, но награду имеет право претендовать тот, кто поставил финальную точку. А уж потом решать, делиться с товарищем или нет. Фарту позвонили и попросили подойти в администрацию, не называя причин. Когда он пришёл к названному кабинету, там уже дожидались Белка с длинным. Они пояснили, что сейчас перед ментатом будут выяснять, кто именно вольнул элитника. Подивившись серьёзностью ситуации, Фарт предложил, дабы не тратить время сказать, чтобы делили на троих. Те с радостью согласились. Что они сделали? Особенно радовался Длинный. Он же вообще убежал. Но Фарт рассудил, что и без Белки, и без Длинного у него могло не остаться шансов дожить до встречи с элитником. Так что награда была заслуженной. Хоть Длинный радовался больше всех, но проставлялась всё равно только Белка. Да и бог с ним. И всё равно Стаб не смог не подгадить. Не засчитали Лису, как индивидуально спасённую. Вообще, никак за спасённую не засчитали. Поначалу Фарт хотел возмутиться. Потом решил, что приёмной дочерью торговать это слишком. Ну и естественно, 50% за лечение никто не потребовал. Половинка от нуля не делится. С гонорара Фарт потратил целых 100 горошин. За предельную цену на Нолдовский бинокль. Изумительный аппарат. Маленький, лёгкий. Никаких окуляров. Плавное увеличение от двойной кратности до... Фарт так и не смог до упора его догнать. Изображение начинало дёргаться без штатива. Ночное и тепловое видение. Улавливает и показывает электромагнитные и прочие излучения. Куча какой-то информации, из которой Фарт понял лишь дальность. И всё это в корпусе, размером с кулак. Семёныч сказал, что отрывает от сердца. Фарт охотно поверил. Он теперь сам его если отдаст кому, то только с руками вместе. С Семёнычем поскандалили немного насчёт АК-103. Но Фарт всё-таки настоял на замене ствола и магазинов у автомата, который его подвёл на аналогичную модель. Выделываться не стал. Чтобы Семёныч не бухтел, попросил поставить на новый ствол регулируемый и складной приклад с компенсатором отдачи. Долго выбирал новую пистолетную рукоять под свою руку, чтобы одинаково удобно было держать как в перчатке, так и голой рукой. Ну и попросил заменить мушку и целик на третитеевые. Ибо в сумерках целится жопа. Обрадованный Семёныч носил с требованием замены цевья, крышки ствольной коробки магазинов и так далее. И приобретением чуть ли не прицельного комплекса АТ-35. Еле отбился. У него АК-20 лежит в убежище Гебельса. С заводскими прицельными приспособлениями. Нафиг ему этот суррогат. Заря-2 очень хорошо себя показала в последнем рейде. И Фарт взял сразу 20 штук. Также попросил десяток пластиковых стяжек побольше. Для ног. И десяток поменьше для рук. Семёныч глянул остро. Но Фарт взвел честным и наивным взглядом. Всем своим видом показывая, что стягивать он собирается. Исключительно поломавшиеся трубы водоснабжения. Забежал к экипировщикам. И взял раздельный комплект гарнитуры для рации. Отдельно активные наушники. Отдельно комплект проводов для коммуникации. И отдельно ларингофоны. Микрофон мне понравился. Если будешь еле-еле шептать, не услышат. Они с Жозель долго прорабатывали маршрут. Точных карт на всей протяженности не было. Только отдельные участки. Большинство участков нарисованы от руки Кроки. Матерясь, Фарт для начала вырисовывал новую карту кластеров, где будет проходить маршрут. Пользуясь подсказками Жозель. Пытаясь хоть как-то соблюсти масштаб. Что со слов Жозель было сущим мучением. Ибо размерить расстояние по фразе «минут 10 ехать» было решительно невозможно. Еще хуже стало, когда стал расставлять высоты. Ограничился четырьмя критериями. Выше-ниже, вверх-вниз. Все-таки не зря ему пепел давал основы военной топографии. Хоть Фарт и считал эти знания бесполезными. Да и применялись они при работе с уже готовыми картами. Но и тут не помогли. Когда с сим шедевром было покончено, Фарт сразу увидел четыре места предполагаемой засады. Одно настолько явное, что он его сразу отбросил. И еще три, где бы он лично засел, чтобы от души засадить. Вообще маршрут был совсем небезопасен. На всем протяжении. Но вот эти четыре места были довольно удобные. Где жертва снижала скорость. И потом, в случае первичной неудачи, не нужно было за ней далеко гнаться. Посадил стрелка на страховку. И готово. Жазель настаивала именно на явном варианте. Да, действительно, место просто идеальное. Лесной кластер. Дорога, грунтовка, просеки. Подробно расспросив Жазель, Фарт таки не понял, что это за грунтовка. Довольно широкая. Со слов Жазель две машины разъедутся. Куда ведет, откуда, неизвестно. Ну да, вульеты сплошь и рядом. Есть дорога. Пристыкуемся к соседнему пластеру с дорогой. Сама дорога петляла. С подъемом, как тещин язык. В самом интересном месте она обтекала, слева какой-то скальный выступ. Хрен знает, откуда там взявшийся. Надо на месте смотреть. И с резко увеличивающимися градусом подъема. Закручивалась направо. После чего доворачивала влево и шла по прямой. Опять же с подъемом. Вот объезд этого непонятного куска камня с крутым подъемом и есть идеальная точка. Действительно, поставь на этой прямой пулеметчика и стреляй по еле-еле ползущей машинке, куда хочешь. Хочешь по кабине, хочешь по колесам. Она никуда не денется. Но вот именно из-за явного места для засады, Форт и не стал бы ее там делать. Составили план. Форт за день до рейда Жизель уходит якобы в одиночный рейд. Достигает одной деревеньки рядом с маршрутом и дожидается там Жизель. Заодно контролирует передвижение по маршруту. Эта дорога наиболее краткий путь, ведущий к интересующему их кластеру. Если никого нет, спокойно. Но на сторожи едут по своим делам. А именно на шопинг для мелких. Если пройдут знакомые машины, да любые машины, едут два раза осторожнее. А перед местами предполагаемых засад тормозят. И Форт пешком уходит вперед на разведку. Разыграли отвлекающий маневр. За эти пять дней только глухой стаби не знал куда и когда собирается Жизель. И что собирается привезти. Кристи, бедняжка, поизносилась. Каждый раз, когда Форт уходил от Жизель, он пытался уговорить отказаться от рейда. Руку наблюдателя еще и направленные микрофоны. Последний, якобы последний визит, расставание должно быть более экспрессивным. Благо Форт пришел один без лисы. Он как можно сильнее должен был настоять на том, чтобы Жизель отказалась от рейда. Затем Жизель толкнет пафосную речь. В стиле. Мои деды, славные чекисты, ОГПУ и НКВД не убоялись этих мразей. А уж я-то их героическая внучка. Только с пафосом не переборщи. Попросил тогда Форт. Жизель, слушавшая этот бред, согласилась держать себя в руках. После чего Форт произносит несколько непечатных слов, характеризующие умственные способности женщин вообще и Жизель в частности. Жизель залепляет Форт у пощечину и он, сокрушенно качая головой, уходит в закат. Занавес. Проверили в последний раз частоты для связи. Основная и запасная. Еще раз заставил повторить, что завтра он не Форт, а 101-й. А она не Жизель, а 102-й. И вышли на сцену. Сыграли лучше, чем в Амхате. И вот теперь Форт, узнавший накануне, кто куда собирается, и выбросший удобного попутчика, ждал отправления колонны. Ребята ехали не совсем в ту сторону, куда было нужно Фарту. Ну так тогда же лучше. Экипировка была почти такой, как и в последний рейд. Только Форт решил калаш не брать. Работать исключительно вихрем. Ну и рюкзак всего сороковник. Барахло поедет в пикапе. А войну в этот раз Форт решил не устраивать. Так что и патронов много не надо. Долго думал, что брать, нагрудник или РПС. Потом, почитав, сколько ему придется бегать по лесу, а сколько сидеть на жопе, склонился к нагруднику. Оружие накануне было вычищено и смазано. Магазины набиты с утра. Услышав сигнал, он полез в грузовик. Колонна оставила его в точке первой остановки. Долго уговаривали не дурить и ехать дальше с ним. Почти уговорили. Потом долгие, однообразные бег и ходьба по пересекающейся местности. Обходя даже намеки настроения стороня сил людей и зараженных, и матеря криворуких художников с их самодельными картами, два раза чуть не потерялся. Ориентиры на картах отсутствовали от слова «совсем». Хоть и старался не встречаться с зараженными, однако в лесу к нему прицепился Топтун в компании с бегуном. Что они там делали и как услышали фарта непонятно. Где-то шумнул. Пришлось останавливаться и давать бой. Ну как бой? Два выстрела Топтуну и булавой по голове бегуну. Шесть паранов на двоих. Уже рейд что-то принес. Хоть патрон оправдал. Часам к шести вечера вышел к намеченной точке, а начинал свой забег с утра. Деревенька покинута была еще, кажется, до того, как попала в улей. Местность к описанию подходила. Крайний к дороге дом с окнами, закрытыми насквозь прожжавевшими железными ставнями, были в наличии. Дорога примерно в километре присутствовала. Такая же древняя, как и безымянная деревня. Поискал наиболее удобную точку наблюдения. Получается только чердак дома, ориентира. Забрался туда. Ну грязновато, конечно. Но жить можно. До самой ночи движения по дороге не было. Механического смысла. Механического смысла. Иногда пробегали нервные бегуны. Зашли куда-то своей раскачивающейся походкой пустыши. Перед сном фар спустился во двор, дабы облегчить кишечник. Свернул шею наглому пустышу, зашедшему в гости, и полезшему обниматься. Осмотрел на красивое ночное небо Стикса. Завтра будет тяжелый день. С утра Скан вел себя нервно. То показывал все, метров на пятьсот, то скидывал до сотни. До восьми утра на дороге было чисто. Затем послышался звук мотора. Фарт уточнил время. По договоренности Жозель должна была выехать в восемь утра, чтобы дать засадникам фору. Тот, кто ехал, вышел из стаба в шесть. Он прильнул чудо-биноклю. Ага. Клюнули голубчики. В поле зрения появились одинаковые, как братья-близнецы, рестайлинговые Тойоты Хайлюкс седьмого поколения. Подшаманенные по моде улья. Не последняя модель, ну и ладно. Такую бить постараться надо. Но вот красили такое впечатление кисточками. Сразу видно, надлежащего того машины не проходили. Не о том думаешь, одернул себя Фарт. Эти машины еще не твои. Пересчитал людей. Все пятеро здесь. Двое в кузовах за пулеметами, ПКМ и утес. Растур пламя гасителя утеса был отлично виден в бинокль. Проехали. Продолжаем наблюдение. В 10.15 послышалось завывание старичка Шевроле. И это он еще с пониженной шумностью едет. Как же он ревел до модернизации? Установив визуальный контакт и убедившись, что это действительно Жозель, и в кабине она одна, Фарт потянулся от тангетки. 102-101. Жозель, тьфу. 102-я на связи. Понятно. Звездец всему шифрованию. Поморщился Фарт. 102-й протяните вперед метров 500. Там будет съезд налево. Поверните, заведите в кусты. И стоите полчасика. Как приняли? Приняла. А зачем? За шкафом, блядь. Сберенился Фарт. Выполнять. Сука, ну точно всех евреев сюда ссылают. Бормотал он себе под нос, медленно успокаиваясь. Тут для них персональный ад. Но меня-то за что? За полчаса по дороге никто не проехал. Отлично. Хвоста за Жозель не было. Лежа за деревом и выставив ствол вихрей из укрытия, Фарт материл себя последними словами. После того, как надувшаяся Жозель выгнала своего старичка из кармана и поехала по дороге, прошло около полутора часов. Ехали осторожно. Проверили два места предполагаемых засад. Чисто. Бандиты оказались на третьем, самым явном. Загнали машину на полянку, чуть дальше от камня и в стороне от дороги и устроились чуть ли не на пикник. Ни боевого охранения. Ни боевого охранения не выставили. Ни дежурств не назначили. Ни подходы не заминировали. Ничего. Хорошо хоть кота. Скрытника догадались на тот полукамень загнать с биноклем. И время от времени спрашивать. Едет. Хотя зачем дозорным в таком месте, да еще с биноклем Форд тоже не понимал. Там прямой видимости по дороге метров триста. Что он там на такой дистанции в бинокль хочет рассмотреть? Чего не выкинуть дозорного дальше? Чувствуя какой-то подвох, он полтора часа ползал вокруг бандитов, заходя с разных сторон и прочесывая местность с каннами глазами. Никого. И вот он лежал, внимательно наблюдая за полянкой костеря себя. Ради кого вся эта тщательная подготовка? Ради этих дегенератов? Как они живы-то еще? Хрен с ней с Жозель. Но это улей. Тут и твари встречаются. Понятно, что на лесном кластере на порядке меньше, чем в городском. Но все-таки. И вот ради этих разыгрывали комедию. Ради этих шифровались. Ради этих придурков он уже больше суток не спит. Ради этих распоследних долбодятлов. Он эту гребаную карту вырисовывал. Душе Фарта разгоралась злость. На них, на Жозель, на себя. Даже на тех, кого эти бандиты смогли убить. Потому что дать себя убить вот этим, значит еще большим долбодятлом надо быть. Фарт глубоко, но осторожно задышал, прогоняя злость и оставляя в мозгах только ледяное спокойствие. Слишком эта комедия затянулась. Пора ставить точку. А злость в этом деле плохой помощник. Он отполз назад. Скрывая сезоны видимости бандитов. Но при этом продолжая контролировать их сканом. Скинул рюкзак. Вышел на новую позицию. Исключающую возможность повредить машины при стрельбе. Он твердо вознамерился забрать их. По крайней мере одну себе. Такие мудаки эти красавцев недостойны. Убедился, что переключатель режимов огня стоит в положении с отчечкой по два патрона. Замер. И начал ждать подходящего расположения целей. Хорошо, что хоть Жозель не вызывает каждую секунду. После того, как Фарт сел в машину, она получила огромный втык. Из-за знания правил радиообмена, из-за фривольное толкование слова приказ. Тем более при боевой ситуации. Перед тем, как идти на эту точку, Фарт строго-настрого запретил ей вызывать его первым. Ждать до 17 часов. Если не появится, разворачиваться и ехать в стаб. На выручку не идти. И вот теперь он наслаждался тишиной. Бандиты перемещались по полянке довольно хаотично. В узком секторе, который Фарт наметил для стрельбы, вместе появляться не желали. Но если набраться достаточно терпения, тихо застрекотал вихрь. Гусь Клакстоп самый опасный в этой кампании. Поэтому, в первую очередь, ему бронежилетов фартовые ребята не носят. Да на такой дистанции боя, 60 метров от патронов СП-6, они не помогут. Тяжелые пули рвут спину Гуся, передавая ему свой немаленький импульс. Гусь начинает свой последний полет, скидывая руки, как крылья. Но Фарту труп уже не интересен. Сейчас все внимание живым, он чуть довернул ствол правее. Второй на очереди и по удобству расположение для поражения целей, слева направо сом, призрак. Если включит свой дар, в него даже из гранатомета бесполезно стрелять. Все пройдет сквозь него, лови потом по всему лесу. Играть долгие догонялки по лесу Фарт унес в руки, хорошо раскорячился, правым боком, ишь ты, заинтересовался чем ты на земле. Наклонился и вытянул руку, чтобы поднять. Вот в области подмышки и затемнели пятна попаданий, отбрасывая сама на землю. Стоявший в пол оборота кабан заинтересовался нестандартным поведением приятелей и развернул свой могучий торс, дабы разглядеть, что там происходит. Перекачанная шея не позволяет повернуть голову на нужный угол. Идиот, в такой ситуации надо не любопытство проявлять, а для начала за укрытие прыгать, потом уже разбираться. В любом случае спасибо тебе за то, что так усиленно качался. В такую объемную грудь даже слепой попадет. Тяжелые, как от кувалды удары опрокидывают кабана на спину. Последнее и самое неудобное, так как осталась слева цель. Угарь единственный понял, что их тут убивают и поступает правильно. Пытается отпрыгнуть в сторону, потянув ручки к автомату. Полусогнутые ноги уже начинают распрямляться, пытаясь отбросить тело. Фарт торопливо перечеркнул его очередью. Всем хороши патроны 9х39 мм. Но их преимущество одновременно и их недостаток. Они дозвуковые. Даже при стрельбе из-за К сверхзвуковым патроном на дистанции 100 метров слышишь попадание пули в фанерную подложку мишени. Дар снайпера Фарт не использовал. Все-таки он дает небольшую задержку и из двух пуль попала только одна. Зато удачно вниз живота. Очень болезненное ранение. Гарантированно выводит из строя, если человек не умирает сразу от болевого шока. Не получил хирургической помощи в течение двух-трех часов. Тоже труп. Ноги угря дрогнули. И вместо красивого полета в сторону получился пьяный полуковорок-полуперекат. Все. Три секунды, четыре очереди. Бой почти закончен. Фарт выскочил из кустов, переводя огонь на одиночные. Быстрая оценка ситуации. Гуси-кабань лежат без признаков жизни, хотя это ничего не значит. Иммунные твари живучие. Гебельс тому пример. Два раза за него премию давали. Сом валяется на спине, раскинув руки. Пытаясь разорванными легкими, с хрипом втянуть воздух. На губах кровавая пена. Угарь доставлял больше всего беспокойств. Своем катаясь по земле и зажимая кровавленный руками живот. Что, сука, больно? А когда ты вчерашних новичков убивал, думаешь, им было не больно? История про новичков, рассказанная Жозель, нашла свое подтверждение в досье. Трое ребят, по иронии судьбы, из той же Ольдинки, прошлое спасательная операция, честно отработали в добытчиках свой долг. Умудрились кое-что заработать. Все вложили в старые колеса. Остатков хватило на один АКСУ, который в Уле вообще за автомат не считают. И пару охотничек-бердянок, плюс чуть-чуть патронов. После этого парни даже наживчик себе с паран занимали. Один с паран. На всех. Итог известен. Отказ угрю и пропали. После этого случая фарт вычеркнул животных из категории людей и перевел в категорию тварей. Довольно опасных тварей, между Рубером и Топтуном, но уже не люди. Поэтому никаких угрозений совести не испытывал, когда их убивал. Успокоив угря и быстро произведя контроль остальных, фарт направился к лёшке последнего участника, кота. Сменил магазин на полный. Странно, но скан показывал, что он до сих пор на месте. Пускай он не слышал выстрелы, но вой угря он обязан был услышать, почему не бежит. Фарт по широкой дуге обошел камень и вышел к коту сбоку. Медленно и плавно выглянул из-за ствола дерева. Никого. Хотя скан показывает точку. Ясно. Хоть скрыт хватило ума уйти. Не желая рисковать, фарт подкинул на лёшку зарю. После яркой вспышки и грохота из уютного скрыта вывалился кот, воя и зажимая уши руками. Сквозь пальцы проступала кровь. А вот надо было активные наушники носить, как у фарта. Хотя его здорово по ушам приложило. Сначала фарт хотел поговорить с этим отревием, но увидев кровь из ушей понял, что кота надо неделю живчиком поить, чтобы он хоть что-нибудь громкое услышал. Без затеи законтролил и кота. Рация забулькала помехами. Но ничего не сказала и стихла. А молодец, Жозель. Видать, нажала тангенту, да вспомнила про наказ фарта. Он не стал её томить. 102-101. На связи 102. 102 чисто. Подержите. Вздохнул, повесил за спину автомат кота. Перевернул его труп на живот. Ухватил за пояс и, стараясь не запачкаться, понес к остальной компании. Когда Жозель по подсказкам фарта по рации выехала на полянку, то застала такую картину. На поляне стояли два пикапа с пулеметами. Трупы животных, уже освобожденные от разгрузок, лежали в ровный рядок на дальней стороне поляны. На каждом трупе содержимое карманов. Фарт не собирался крысятничать, хотя трофеи они не обсуждали, боясь делить шкуру неубитого медведя. Разгрузки валялись отдельной кучкой, рядом с разряженным оружием. Рюкзаки как были, так и остались в машинах. Неподалеку стоял мрачный Фарт, брезгливо оттирая пятнышко крови со штаниной пучком травы. «Мы победили!» – радостно звизнула Жозель, выскакивая из машины и скидывая руки. Фарт злобно зыркнул на нее. «Ты победил!» – тут же поправилась Жозель. «Крофеи твои!» В ответ Фарт лишь раздраженно махнул рукой и ушел к дороге. Жозель лишь пожала плечами. Вскоре Фарт вернулся, не успокоился. «Ты ранен? Контужен, может?» – я слышала громкий взрыв, – просила Жозель. Фарт отрицательно качнул головой. «Тогда чем ты недоволен?» – «Помнишь такой анекдот?» – спросил Фарт. «Мужик, фанат бокса, сегодня бой за звание чемпиона мира!» За час отпрашивается с работы, по дороге забегает в магазин, покупает креветки и пиво. 40 минут до матча. Он дома. Бросает креветки в воду, пиво в морозилку, чтобы быстрее. 5 минут до матча. Достает пиво, вынимает креветки. Минута до матча. Мужик сидит перед телевизором. В левой руке очищенная креветка, в правой руке открытая бутылка. И… Гонг! Первый раунд! Первый удар! Нокаут! Мужик сидит. Сказать ничего не может. Только глазами лупает, да руками в воздухе махает. Оборачивается к двери в комнату, а там его жена стоит. Сложив руки на груди, спрашивает его. «Ну, теперь ты меня понимаешь?» «Ну да!» – улыбнулась Жозель. Старенький, как говно мамонта. «Не суть, Жозель, я сейчас в роли того мужика. Сижу с пивом и креветками у телевизора. Мы столько работали, готовились, проводили отвлекающие маневры, карту эту рисовал. Она мне ночью снится будет, да ты сама знаешь». «И ради кого? Ради вот этого говна?» Форд кивнул на трупы. «Не понимаю, чем ты недоволен?» «Да тебе не нужен был я, чтобы справиться с этим дерьмом. Вообще не понимаю, как их жертвы устаревали». «А-а-а, я, кажись, догадываюсь», – сказала Жозель. «Эго свое не успел потешить. Ну, так воспринимай это как очередную тренировку. В следующий раз найдешь на ком потешить». Форд хотел ответить что-то обидное, но заткнулся, резко выдохнул. «Блин, действительно, года не прошло, как бывший ленивый сис-админ хладнокровно убил пять человек. И еще чем-то недоволен. Недавно только рассуждал, как Ули вытаскивает наружу то, что человек даже сам от себя пытается спрятать. Он всегда сам такой кровожадный был? Или это эксперименты Геббельса влияют? Или ускоренное старение, и все старички такие долбанутые… Кровавые маньяки!» Форд тряхнул головой. «Все, я в норме!» «Точно?» Жазель заглянула ему в глаза. «Да точно, точно. Насчет трофеев…» «Я не претендую!» Быстро сказала Жазель. «Они твои!» «Пятьдесят на пятьдесят!» Закончил предложение Форд. «Так что бросай свой дышащий наладный Редван, выбирай понравившуюся тачку и переселяйся. Оружие и все остальное барахло продаем и делим пополам. Если хочешь что-то оставить, выкупаешь ли свои доли. Согласна такое предложение?» «Спрашиваешь…» «Но… почему?» «Твой вклад в эти трофеи не менее ценен, чем мой!» «Если бы ты не предложила Рид, их бы вообще не было!» «Такой ответ устроит…» «И… может быть, и меня бы не было?» Прошептала Жазель, уставившись в одну точку. «Алло!» Форд пощелкал перед носом Жазель пальцами. «Очнись!» «Проверь еще раз, Жмуров!» «У меня опыта в шмоне трупов нет!» «Мог что-то пропустить!» «И давай в темпе!» «Мы и так тут провошкались!» «Хрен знает сколько!» «А я ехал не за Тойотами!» «Хоть это и приятный бонус!» «Мне ребенку нечего надеть!» Форд улыбнулся. «Ну ты и жук, Форд!» «Ты что, собираешься дальше в город ехать?» «Обязательно!» «И да!» «Вот только не задавай вопросов!» «Когда я начну клиентов фотографировать?» «А…» «Не надо!» «Синхронно развернулись и сдали задом вплотную ко входу!» «Две пятнистые фигуры, выбравшись из машин, скользнули внутрь!» «Не спеши!» Форд придержал Жазель за плечо, максимально увеличивая радиус сканирования. Дар уперся на пятидесяти метрах и дальше увеличиваться не собирался. Он немного поворолся с вредным даром, но вынужден был сдаться. «Фух!» – выдохнул Форд, вытирая капли пота со лба и потянулся к живчику. «Вот же сука!» «Что?» – спросила Жазель. «Да скан дальше пятидесяти метров не берет!» «Так ты сенс?» – догадалась Жазель. «И чем ты опять недоволен?» «Погоди, а обычно он у тебя на сколько бьет?» «Ну, сотня, две!» Форд не собирался и выкладывая всю правду. «Фига себе! Тут людям за счастье, чтобы в двух десятках метров что-то видел. Пятьдесят – очень ценный член команды рейдеров, больше ста – экстра-класса, больше пятисот – уникумы. А он чем-то недоволен. У вас был такой фильм «Ширли Мырли» называется?» «Был!» Форд вспоминал, перед кем… Форд вспоминал, перед кем он еще засветил дистанцию, на которой его сенс работает. Блин! Белка с Длинным точно знает, что больше ста. Он им целеуказания на элиту давал. «С армейцами, кажется, больше пятидесяти не работало». «Ну так вот», – продолжала Жазель. «Там был шикарный диалог. Ви слишком много кущать». «В смысле?» «В смысле? Зажрались. Так это про тебя. Зажрался ты, Форд?» «Действительно», – поспешно согласился Форд. «Куда идем?» «Второй этаж. Веди, прикрываю». «Дай свет наверну сначала. Темновато там». Она достала из-под сумка тактический фонарик и прищелкнула его к автомату. Глядя на нее, Форд достал свой и вставил в рельс на шлеме. Гологоловая Жазель завистливо на него посмотрела. «Что?» – не понял Форд. «И шлемы, и фонарики продают Стаби. И за вменяемую цену. Кто тебе виноват, что простоволосые ходишь? Веди». Они поднялись на второй этаж. Жазель уверенно провела его в спорттовары. На недоуменный взгляд Форта показала на здоровые спортивные баулы. Форд понятливо кивнул. Там же и провели первые покупки – кроссовки, спортивные шорты, какие-то топики. Жазель показывала размер. Форд, не разглядывая, закидывал баул. Собственно, так они дальше и закупались. Жазель показывала, где искать. Форд, не разбирая, сгребал все подряд. Жазель же что-то там выбирала, крутила в руках. Пока она наполнила свой баул, Форд успел отнести в машину четыре и возился с пятым. Нихер тут выбирать. Лиса пускай разбирается. Направились в магазин с игрушками. Не зная, во что там детдомовские девочки предпочитают играть, действовал как варвары при разграблении Рима. Греб все подряд. Еще два баула, в последней ходке не удержался и приволок огромного, чуть ли не с себя ростом плюшевого медведя, направились в соседнюю секцию. Жазель за косметикой, Форд за мыльно-рыльными. Когда подходили к стыку между секциями, там где находились точкой псипита, Форд задвинул Жазель за спину и выдвинулся первым. Двое бегунов нашли, чем тут можно перекусить и нашли свое упокоение. Проходя мимо книжного, Форд свернул туда. Сначала брал детскую литературу. Потом дошел до образовательной. Поняв, что совсем упустил этот вопрос, обрадовался. Лиса. А уж как обрадуется. Лиса. Прикинул, в каком классе должен быть девятилетний ребенок. В его время третий. Но это при десятилетке, сейчас вроде учатся дольше. Не желая рисковать нагреб все, что нашел с третьего по пятый класс, а также канцелярщину. Тетрадки, ручки, линейки. Захватил даже наборы для геометрии. Циркули, транспортиры и так далее. Пригодятся. Увидев компьютерный, хапнул пару топовых планшетов, известного бренда. Ноутбук, накидал флешек, вроде все, а еще велосипед надо. После разгрузки оргтехники, Форд вздрогнул, выставил ствол до левой стены и отступил вглубь центра. Сел на колено и потянулся к тангенте. 102-101. На связи, 102. 102, у нас гости. Твари. Голос Жерзель напрягся. Люди. Приняла ты где? Около машин. Сейчас буду. На скане Форд видел три отметки, они осторожно пробирались вдоль центра. Визуально он пока не лез осматриваться, хотя неизвестны были совсем рядом, не более 30 метров, и явно шли ко входу. Загруженные пикапы с пулеметами они не могли не видеть. Вполне возможно, именно они и привлекли их внимание. Жерзель все еще не было. Когда до неизвестных оставалось не более десятка метров, Форд решил, что здороваться с ними особого смысла нет. Чуть дальше и левее на парковке, повернув лобастую морду к центру, стоял массивный джип Инфинити. Прикинув его положение, он понял, что джип находится как раз напротив неизвестных. Прицелился. Правое переднее колесо машины неожиданно громко разлетел из клочья. Тройка на скане замерла. Дал им время осознать, что случилось что-то нестандартное. Прицелился и… Блямс! Одна из фар брызнула в стороны осколками пластика. «Ну-с, господа, ваш ход!» «Более явный намек, что вам тут не радуя, это уже граната!» «Прямо вам под ноги!» «Эй!» Донеслось с улицы. «Не стреляй!» «Мы хотели поговорить!» Форд не имел ни малейшего желания разговаривать. «Блямс!» – у нас тут раненые, не стреляй! Не хочешь говорить, так и скажи, мы уходим!» Торопиться, однако, не стали. Прибежала Жозель. «Что тут?» «Веду тяжелые переговоры, не мешай!» «Псссссссссс!» Второе колесо джипа взрываться не пожелало. И теперь медленно седало, свистя пробитым отверстием. «Да мы тебе сейчас туда гранату закинем!» – раздалось возмущенное с улицы. А вот это уже наглость! За такое на кластере можно и ответить. Фарс закопошился, доставая Зарю. Нашумит, конечно, но все равно отсюда пора валить. Что-то на безлюдном кластере слишком людно стало. Подожди, положила ему руку на плечо Жозель. Чинзана! Крикнула она на улицу. Жоу! Через некоторое время донеслось с улицы. Я! Это ты стреляла? Напарник! Мы выйдем? Давайте! Только скажи своему нервному напарнику, чтобы не стрелял, мы выходим. Он больше не будет, заходите. Руки от оружия держите подальше, добавил Фарт. Убрав палец со спускового крючка, Фарт все-таки не стал полностью расслабляться. Не далее, как час назад убедился, что не все рейдеры одинаково полезны. В центр с опаской зашли трое. Автоматы и пулеметы на груди. Руки чуть расставлены. Умницы! Граблями к стволам не тянутся. Ты чего такой нервный? Сразу с наезда начал шедший первый Чинзана. Судя по голосу. Невысокий чернявый парень. Несмотря на итальянские корни имени, похож был больше на цыгана. И вообще, весь какой-то дерганный. Не понравился он Фарту. Ули сначала говорят, стрелять потом начинают. Да, вопросительно изыгнул Брой Фарт. А все, с кем я разговаривал, говорили ровно противоположное. Мы помощи хотели попросить. Не отступал от своего Чинзана. Увидели машины, думали помогут. А тут... Странно. Именно поэтому даже не попытались выйти. На общем, на связь. Вместо этого стояли подкрадываться к двум пустым пикапам с пулеметами. Может, все-таки решили втихаря тачку увезти, пока лохи магазины чистят? При этих словах безымянный пока здоровяк с РПК на груди и копной соломенных волос на голове опустил глаза. У второго безымянного мужика с темно-русыми волосами глаза вильнули в сторону. Да, да мы пытались связаться, мы... Начал бы лыть Чинзана. Ники резко оборвал его фарт. У меня общий постоянно на приеме. Как только стену пересекаю, проверим? Взгляд Чинзана заметался по сторонам. Фарт уже составил о нем свое мнение. Крыса. Наглая, приблотненная, злопамятная крыса. Лоб не попрет, но спиной поворачиваться не стоит. Мальчики, не ссорьтесь. У леза Жозель. — Чинзана, почему ты рейд ведешь? Без бивня пошли? — Так я и пытался объяснить. Начал Чинзана. — Да только этот, вот... Он кинул на Фарта. — Слово не дает сказать. Фарт был не согласен с его мнением, но промолчал. Послушаем, что он петь будет дальше. — Бивня твари порвали. — Продолжил Чинзана. — Мы его перевязали, спек вкололи и оставили, а сами за колесами пошли. — Поможете? Он выжидательно уставился на Жозель. — В каждом дворе колес хоть жопой ешь. Не выдержал Фарт. — А вы, бросив раненого, сюда поперлись. — А ты те, что во дворе заведешь? — окрысился Чинзана. — Заведу? — спокойно ответил Фарт. Чинзана собрался что-то ответить, но Фарт остановил его с махом руки. — Бивень, 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 — бормотал он. Селнул пальцами и наставил указательно на здоровяка. Обращаюсь к нему. — Болтливый такой, веселый парень. На тебя похож, только волосы черные. Тот кивнул головой. — Встречались? Вместе в Ольгинку ехали. Но работали по урозынь. — Так что, Жо, поможешь? Снова подал голос Чинзана. — Он командир рейда. Жозель кивнула на Фарта. Ему и решать. — Жозель, ты поставила это командиром? Чинзана с неприязнью глядел Фарта. — Умею я заводить друзей? — подумал Фарт. — Как ты могла пасть так низко? — продолжил было Чинзана. Но поймав раздраженные взгляды, даже от своих товарищей заткнулся. — Так, — сказал Фарт. — Жозель, ты закончила? — Почти. Сейчас пару вещей закину и все. — Я тоже почти все, только велосипед прихвачу и погнали. — Кстати, где они? Жозель показала пальцем, где продавали велосипеды. Познакомились с остальными, пулеметчика звали Троян, второго автоматчика Брикс. — Чинзана, — сказал Фарт. — Говорю персонально тебе. Если я возвращаюсь и не нахожу тут машин, найду и кадык вырву. — Ты за кого меня принимаешь? — начал Чинзана. — За кого я тебя принимаю, я и так знаю. Хочу, чтобы это и до тебя дошло. — Я сказал, ты услышал. Фарт развернулся и, включив фонарик, поспешил в магазин с велосипедами. В свете фонарика ряды красавцев засверкали хромом. Фарт сразу же захотелось займить себе один из них. Он припомнил, когда в последний раз садился на велосипед, тяжело вздохнул и пошел искать подходящий для лисы. Замешкался, выбирая. Прибежала Жозель, сказала, что велосипед — это тема. Когда Фарт о них упомянул, она тоже решила свои взять. Сходу посоветовала, какой надо брать для девочек. И через секунду они возвращались к машинам. — Ого, а тут явно конфликт в коллективе имел место быть. Троян кидал хмурые взгляды на Чинзана. Тот стоял с независимым видом, потирал напухшую скулу. — Левая, — машинально отметил Фарт. — Как раз под правую руку. Наверное, попытался уговорить тачки увезти. Паскуда. — Жозель, делай со мной что хочешь, но Чинзана я к себе сажать не буду. И тебе не советую. Пусть пешком идет. Прошептал он на ухо Жозель. — Разберемся. — кинул та внимательный взгляд на Чинзана. — Я предупредил. По-быстрому закрепили велосипеды в кузове. И поехали к раненому. Благо, тот был совсем рядом. Рейдер оставили его в квартире на втором этаже, когда-то жилого дома. Фарт подгнал свой пикап к подъезду. Припарковался так, чтобы раненого можно было быстро загрузить. Оставили Жозель на охране периметра. Та быстро перебралась в кузов к пулемету. Естественно, она захапала себе машину с утесом. — Ну да ладно, пусть. Подняли четвером в квартиру. На кровати лежал бивень. Лицо бледное, торс оголен. Грудь и правая рука туго перебинтованы. На правом боку темнеет пятно крови, проступившие сквозь бинты. Дышит тяжело, с хрипами. На губах кровь. Но в сознании. Плохо. Легкая задета. Блин, он не врач. Привет, бивень. Поздоровался фарт. Привет. Эээ. Фарт подсказал. Мы вместе в Ольганг уехали. Точно. А то вижу лицо знакомое. А, имя вспомнить не могу. Ладно, потом поговорим. Сейчас ехать пора. Народ гульбой придвинулся к бивню. Хватает его за руки и за ноги. Эй, 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 эй. Стоп. Вы че делаете? Спросил фарт. Ты же сам сказал, ехать надо. Не понял Брикс. Надо? Согласился фарт. Человека-то зачем мучить? Лучше его ствол с рюкзаком в машину отнесите. Стоп. Не ты, Чинзан. Не ты, Чинзана. Брикс, делаешь? Провожаемый ненавидящим взглядом Чинзана, он прошелся по квартире. Заглядывая в шкафы. Обстановка современная, не то. Не надяя искомого, фарт вышел на площадку. Оглядел двери. Везде современные, якобы стальные. Поднялся на этаж выше. Ага, тоже по моде. Железная, но попроще. Подергал ручку. Заперто. В квартире явно зараженно сидит. Да и скан подтверждает. Отмычка открыл дверь. Взял на изготовку булаву и шагнул в квартиру. Даже не пустыш. Еле живой ползун. Со слабым урчанием пополз навстречу. Извини, бабушка, но целоваться мы сегодня не будем. Не желая капать кровью, фарт просто свернул ползунную шею. А вот и искомое. Слава моде СССР. Произнес фарт, сдирая со стены ковер. Принес его в квартиру с бивнем. Растерил на полу рядом с кроватью. Восемь рук аккуратно переложили бивня на ковер. Головой вперед разворачиваем. Скомандовал фарт. Взявшись за углы, стащили импровизированные носилки вниз. И уложили на задний диван машины фарта. Он поставил себе за пулемет Трояна. Чинзан и Брикс поехали с Жазель. Усадил на пассажирское сидение медведя. Пристегнул того ремнем. Подождали, пока Троян застегнет страховочный пояс. И мигнул фарами, показывая, что готов двигаться. Назад возвращались тоже дорогой. Старались ехать тихо. Особо не шуметь. Но пару раз пострелять все же пришлось. Заодно по рации пришлось обматерить Жазель. Когда она вознамерилась остановиться. Чтобы выпотрошить подстрелянного лотрейщика. Напомнить, кто в рейде командир. И приказать не останавливаться до самого стаба. Вернулись, когда солнце уже клонилось к горизонту. Странные дела. Подумал фарт. По карте смотришь. Расстояние вроде небольшое. Но как в рейд с утра пораньше пойдешь. Все равно день убьешь. На первой линии их осмотрели. Поспрашивали, не тащат ли чего опасного. И разрешили ехать. Сказав, что раненым сообщат. У КПП их уже встречала летучка из больницы. И не только. У входа стоял скрипач. Сдали бивня. И попрощались с Троянным Бриксом. Чинзана не подошел. Фарт только мысленно перекрестился. Потом его подхватил под руки скрипач. И поволок на второй этаж. Еле успел крикнуть Жазель, чтобы подождала. Та стояла с расстроенным лицом. Так как для того, чтобы кататься по стабу на транспорт, нужна регистрация. Делать ее легко, но в администрации. То есть машину бросаешь на стоянке и пешком в администрацию. На втором этаже Фарт опросил ментат. Обычные вопросы. Там же он слил скрипачу на ноутбук фото мертвых животных. Потребовал регистрацию на авто не только для себя, но и для Жазель. Скрипач побухтел для приличия. Но все же кому-то позвонил и через 10 минут им привезли две новенькие карточки. Затем с помощью гаечных ключей, молотка и такой-то матери снимали пулеметы со станин. Ибо в стаб можно только с пистолетом. Не нравится вон стоянка. Наконец въехали в ворота. Посовещались с Жазель. И решили, что на сегодня хватит. Отдыхать. Разбирать, перебирать и подсчитывать трофеи будут завтра. По дороге к дому Рока Фарт тормознул у бара. Одноногий рейдер. Привет, Гор. Здорово, Фарт. Рука, смотрю, зажила? Да, уже могу щипаться. Улыбнулся Фарт. У тебя еще то пиво есть, детское? Конечно. Сколько? Да парочку дай. А чего саму красавицу не привел? Гор. Фарт укоризненно на него посмотрел. Девятилетняя девочка. В пивном баре. Вечером. Да тут ребенка никто не тронет, заверил Гор. Наоборот. На руках носить будут. Вот этого я и боюсь, ответил Фарт. И, оглянувшись по сторонам, выложил на стойку перстень, который снял с пальца угря. Для оплаты хватит? Гор взял в руки перстень, повертел на свету. Глаза его расширились. Узнал. Попытался положить перстень назад. На стойку. Но Фарт жестом показал, чтобы он убрал эту гадость куда подальше. Колька я тебе должен? Сиплым голосом спросил Гор. Избирательную амнезию. Что? Ты забываешь про тот разговор. Серьезным тоном начал Фарт. Забываешь про то, что только что было. И... Улыбнулся. Две бутылки детского пива? Для тебя и твоих друзей все в баре бесплатно. Признес Гор. Эх... Мечтательно сказал Фарт. Предложи ты мне такое на земле. Труб бубы вылетел. А тут что-то не тянет. Для старого алкоголика живчика хватает. Не надо, Гор. Не лежай с себя прибыли. Тем более могут поинтересоваться. За какие такие заслуги. Так что работай спокойно. Тогда скидка. А на скидку согласен. Пока. На выходе столкнулся с Мальбор и Джигой. Ребята как только узнали, что для них в Рейдере неделя бесплатного пива, каждую свободную минуту проводили только здесь. О, Фарт, дружище. Не-не-не-не-не-не. С хохотом увернулся Фарт от объятий. Я только с Рейда, имейте совесть. Но все равно тормознул, перекинуться парой слов. Наконец он залез на водительское место и крутанул ключ зажигания. Прислушиваясь к мягкому урчанию дизеля. Неужели этот затянувшийся рейд наконец-то закончился? И скоро можно будет отдохнуть? Подумал Фарт. Хотя, какой там отдохнуть? Впереди еще раздача подарков. Помоги мне, Улий. А раздача подарков отодвинулась на завтра. Когда Фарт добрался до дома, Рока выяснилось, что Лиса уже спала. Немного посидел у Рока, вспомнив, что где-то в кафе, в гостинице, бродит непонятная Стелла. Напросился на ужин. Рок с радостью согласился, объясняя, что и сам еще не ел. И тут же прочел краткую лекцию о вреде переедания на ночь. При этом выставив на стол две гигантские порции. Предлежал остаться ночевать, но Фарт отказался. За ужином поболтали. Рок горячо поддержал Фарта, что девочке нужна отдельная комната. Не делая ей в спальне Рока ночевать. Тем более площадь дома и количество неиспользуемых комнат с лихвой это позволяло. Также согласился с тем, что ребенку необходимо образование. Не делая это девочке не у чем быть. Обрадовался, что Фарт догадался захватить учебники. И сказал, что сам попробует найти человека, который был педагогом раньше. Но Фарт тоже решил поспрашивать. Среди немногочисленных знакомых. Да тут же скрипач. С его родом деятельности должен знать таковых. Кто не откажется от подработки. Или Жозель. Хотя Фарт и не заметил в нее доме каких-либо учебных материалов. Впрочем, мог просто не обратить внимания. Голова была другим забита. Поговорили про дар лисы. Рок заявил, что сам займется ее первоначальным обучением на этом поприще. На вопрос о сопутствующих предметах Рок ответил, что надо знать биологию, анатомию и физиологию человека. Фарт присвистнул. И заявил, что Рок усветит ученик в виде лисы. Не ранее, чем через года четыре. А то и больше. Рок в ответ сказал, что он доскает ее за год. Мол, девочка не выглядит глупой. Немного поспорили на эту тему и Фарт махнул рукой. Только попросил зря не мучить ребенка, хотя и остался при своем мнении. После чего распрощался и отправился в гостиницу, оставив неразгруженный пикап у дома Рока. В фойе перекинулся парой слов с крюком. Забрался к себе в номер. Как не устал, сначала все равно почистил оружие. Ибо по опыту знал, что завтра нагар будет отдирать зубами. Он уже сегодня вечером плохо снимался. Разрядил магазин и раскидал рюкзак. Благо он не такой большой. Душ, будильник на 8 утра и спать. Утром после завтрака дом Рока сотрясался от визгов и писков счастливой лисы. Рок выделил пустующую комнату. И Фарт приносил туда баулы, вытряхивая барахло прямо на пол. Девочка закопалась в горку одежды и обуви с головой. Глаза разбегались. Она хватала понравившуюся весть. Хотела примерить, но глаза находили какое-нибудь новое платьишко. Еще красивее. И цикл повторялся. Когда Фарт принес барахло с игрушками, выбор стал еще труднее. К ноутбуку с планшетами и книгами ребенок отнесся с теплотой, кроме учебников. Но барахло с игрушками все-таки привлекало внимание сильнее. Видя, что девочка может так зависнуть до вечера, Фарт притащил главный приз медведя. Усадил у стены. Лиса, не веря своему счастью, забралась на ноги плюшевой игрушки, которая была больше нее. Обняла того за шею и застыла в нирване, лаской его полаживая. Даже сообщение о том, что ее в коридоре еще и велосипед ждет, не смогли вывезти ребенка из этого состояния. Ну все, минимум на неделю мы ее потеряли. Сидя на кухне, сказал Рок. Так это же замечательно. Ты главное кормить не забывай, хоть иногда. Развеселился Фарт. И что тут хорошего? О, я тебя умоляю, сегодня-завтра еще повозятся с этим. Потом надоест. Ты забываешь, что она детдомовская? Ну три дня. Дети быстро переключают внимание. Ага. Сарказмом произнес Рок. Сказал отец с огромным стажем. У меня три племянника. Правда, он почесал затылок. Вниманием, обделены не были. И я о том же. Так, ладно, сами тут разберетесь. Мне еще дебет с кредитом от рейда подбить надо. То есть, вот все бросишь и поедешь? А что мне тут делать? Удивился Фарт. Дет сидит в комнате, тихий и счастливый. Если к тебе клиенты придут, мешать не будет. Ай. Махнул рукой Рок. Езжай, папаша. После созвона с Жозель Фарт направился к ней. Заскочил по дороге к Семеновичу. Набрал приспособлений для чистки оружия и химии. Заодно забрал свой прокачанный АК-103. Приложился несколько раз. Отрегулировал приклад под себя. Повторил. А ничего так. Заметно удобнее. Да и рукоять намного лучше стандартной. Поблагодарил Семеновича. И докупив пару обычных ПС-762 на 39 и пару пристрелочных мишеней сказал, что не прощается. От пикапа Фарт решил тоже избавляться. Еще вчера по дороге в Стаб. Для нормального функционирования этой машине необходим экипаж из двух человек. Водитель и пулеметчик. Для полноценного четыре человека. Плюс два стрелка, которые будут держать боковые сектора. Фарт же одиночка. И пока в рейдах, и по жизни. И положа руку на сердце, он не хотел брать кого-то в свою команду. Насмотревшись за время пребывания в Стабе на разные команды рейдеров, он понял, что отношения внутри рейдерских групп чисто деловые, как в фирме. Команда держится вместе, пока ей только выгодно. Соответственно, все мысли только о выгоде. Редко в каких группах отношения строятся на дружбе и доверии. Что Фарта категорически не устраивало. Он хотел быть уверенным, что его гипотетический напарник наплевав на прибыль, полезет его вытаскивать. А таких в округе не наблюдалось. В принципе, на эту роль мог подойти Рок. Он уже пару раз доказал, что доверять ему можно. Но Рок в рейды ходить не станет. Незачем ему. Да и, судя по его словам, отходил он уже свое. Лиса опять же. Поэтому пока решил побыть одиночкой. Так что, уточнив у Рока, не нужен ли ему такой драндулет, Фарт решил пикап продать. Рок сказал, что такая машина для него, чтобы передвигаться по стабу, избыточна. Зато для команды рейдеров в самый раз. Вместо этого попросил при случае прихватить какой-нибудь малолитражный скутер, чтобы можно было 5 литров бензина залить и неделю по стабу рассекать. А если попадется что-то электрическое, вообще идеально будет. А то, бурчал он, продают тут некоторые. Но цены ломят, как будто эти скутеры и много лично из своих технологий собирали. Фарт сказал, что при случае присмотрит. Но ничего обещать не стал. Ибо был без понятия, когда будет следующий рейд. И имел очень большие сомнения, что он будет сталкерским. Подержая к дому, Жозель увидел крестик, который каталась на велике. Разбитые коленки у девочки явно указывали на то, что девочка за руль велосипеда села, если не в первый, то во второй раз. Но ребенок мужественно крутил педали и не желал слезать с седла. Несмотря на все крики ее мамы. Поздоровались Жозель. Та поинтересовалась реакцией Лисы на обновки. Узнав, поржала и сказала, что у Кристи в первый раз была аналогичная реакция. Потом уже привыкла. Зато теперь он никак не желает слезать с велосипеда. Несмотря на то, что уже несколько раз упала. Похнычет немного и снова лезет. Пожаловалась Жозель. Упорная девочка. Уважительно произнес фарт. Упрямая. Поправила Жозель. Как баран. Тогда уж как овца. А разве овцы бывают упрямые? Не казалось только бараны. Без понятия. Так, давай вернемся к нашим баранам. Он достал оружие, которое оставалось у него в пикапе. И отнес во двор к Жозель. Спросил, где можно почистить. Зачем? Искренне удивилась Жозель. Это же калашниковы. Ну, во-первых, там не все калашниковы. Но и другие есть. Во-вторых, любое оружие после стрельбы надо чистить. Кстати, ты свой-то вчера почистила? Так я и вчера и не стреляла. Все ты сделал. А потом я за рулем сидела. А до вчерашнего рейда чистила. Глаза Жозель заметались по сторонам. Все ясно. Тащи свой. Блин, фарт. Законючила Жозель. Его так муторно чистить? Да хрен с тобой. Сам почищу. Все равно сейчас все раскидывать придется. Ты хоть магазины разрядила? А это еще зачем? Жозель, я вообще поражаюсь, что в ваших руках, я имею в виду всех рейдеров, оружие еще стреляет. Чтобы подающая пружина не ослабла. И когда у тебя останется пол магазина, патрон не заклинило. Причем заклинить его так, что простым передергиванием затвора и сменой магазина не отделаешься. Придется неполную разборку делать. Вот весело будет остаться в бою без основного оружия. Не правда ли? Тебя именно так вот трещик поймал? Нет, там что-то другое. Может патроны, а может как у вас говорят, Улей сбил спесь. Не надо говорить о таком с насмешкой фарт. Нахмурилась Жозель. Улей, это серьезно. Ты от темы-то не уходи. Или иди магазины разряди. И автомат свой притащи. Я займусь оружием. А ты остальным барахлом. Знаю я вас, женщин. Хлебом не корми. Дай в тряпках покопаться. Даже если это чужие рюкзаки. Идет? Особенно, если это чужие рюкзаки. С улыбкой поправила его Жозель. Идет. Ему выделили деревянный стол во дворе. Животные подарили им, кроме пулеметов на пикапах, два КМ, ВАЛ, СВДС и РПКН. Из короткостволов было два АПБ со штатными глушителями. И три стандартных АПС. Что в них такого замечательного, кроме весов, Фарт искренне не понимал. Он раскидал на столе стрелковку, разложил рядом со столом кусок брезента и разобрал на нем утес и ПКМ. Проверил степень загрязненности и присвистнул. Понимая, что возиться придется до вечера. Нет, он, конечно, догадывался, что оружие будет не в идеальном состоянии. И что с ВАЛом, по крайней мере, придется повозиться. Но даже Стечкины были засраны до такой степени, что непонятно было, как она вообще до сих пор стреляла. Жозель тем временем, с довольным урлыканьем, пристроившись рядом под навесом, потрошила рюкзаки, сортируя добытые по одной ей известному алгоритму. Фарт даже смотреть ту сторону боялся. Женская логика – вещь для мужского ума абсолютно непостижимая. Узнав у Фарта, что тот собрался скидывать свой пикап, Жозель заметно оживилась. «За сколько хочешь отдать?» – поинтересовалась она. «Понятия не имею». Пожал плечами Фарт. «Я не знаю, сколько они стоят». «А что, себе второй хочешь взять?» «Гороха у меня не хватит. Да и не нужен мне второй. Но есть у меня пара команд на примете, которым колеса нужны. Тем более такие. Может, что и стволов возьмут. Ты не против, если я продавцом выступлю?» «Да заради бога!» «Я торговаться не люблю и не умею. Только когда уж совсем наглей начинают. За процент?» «Фарт, я тоже наглых не люблю. Ты мне и так половину трофеев отдал ни за что. Так что для тебя все мои посреднические услуги сейчас и в будущем абсолютно бесплатно». Жозель сделала несколько телефонных звонков. И уже через 15 минут у дома затормозила чередной пикап. Из него выбрались двое, одетых по рейдерской моде. То есть, камуфляж и бирцы. Долго ходили вокруг пикапа Фарта. Открыли капот, завели. В общем, обычная покупка-продажа автомобиля. После чего начался яростный торг. Чистящий оружие Фарт слушал в полуха. Как ни странно, чистить оружие ему нравилось. Подаешь какую-то нирвану. Это как семечки грызть, пока палец не прищемишь. «Фарт!» Крикнула Жозель. «Забирай свои вещи из машины». Оттирая тряпкой руки от ружейного масла, Фарт двинулся к машине. Ребята оказались оптовыми покупателями. И кроме машины забрали все трофейные стволы. Несмотря на то, что они были нечищенные. Сказали, что сами дочистят. Баба с возу кобыли легче. Пожал плечами Фарт и принес за сборку. Положили глаз даже на его АК-103. Но тут их ждал облом. Жозель уперлась с рогом и никак не хотела отдавать свой утес. Хотя покупатель постоянно повышал цену. Когда Фарт услышал, что цена вплотную приблизилась к цене, за которую продавал Семенович, он отвел Жозель в сторону. Посоветовал ей не кабиниться, а продавать сейчас свой утес. Лучше немного добавить и взять нормальный корт. Та секунду поразмышляв, согласилась. После того, как они с Жозель ударили по рукам, покупатель куда-то позвонил. И вскоре у ее дома тормознул байк, с которого слез еще один рыдер. Как понял Фарт, привезший горох для расчета. Они с Жозель прошли в дом, а покупатели начали грузить оружие и барахло, только что приобретенную Тойоту. Вскоре все трое расселись по своим транспортным средствам и покинули улицу. Быстро ты им все скинула, сразу анекдот вспоминается, когда мужик пришел за тнопонами для жены, а в итоге уехал на новом джипе, таща на прицепе лодку со всеми рыбацкими причиндалами. Уверен, что твои посреднические услуги мне еще не раз пригодятся. В любое время. Улыбнулась Жозель. Ну что? Пошли, я свою долю заберу, да и двину потихоньку. У нас живом еще. Жозель кивнула на барахло. Товар остался. Ай, разбирайся с этим товаром без меня. Уверен? Конечно. Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Истории. Подписывайся на первоисточник. По итогам торгов фарт оказался обладателем довольно приличной суммы. 111 горошин и 7 спаранов. Распрощавшись с довольной Жозель, той тоже перепала немалая доля, отправился на стрельбище. Довольно быстро, после холодной пристрелки, привел автомат к нормальному бою. Пострелял по мишеням из разных положений. Остался очень доволен новым обвесом. Субъективно отдача снизилась чуть ли не в два раза. Глянул на часы и поразился. Вроде вот, только что утро было, а уже пять вечера. Поторопился в гостиницу. Обед он пропустил. Ладно, в ужин наверстает. Хрен с этой Стеллой. Он зашел в холл гостиницы. Эй, фарт! Махнул ему крюк от стойки. Что? Подошел фарт. Стелла сегодня на смене. Но я строго на стега запретила и тебя беспокоить. Можешь снимать свой запрет. Не хватало еще от девчонки прятаться. Все равно поговорить придется. А, вот это правильно! Обрадовался крюк. Поговорите. А ты чего такой довольный? Удачно в рейс ходил? Удачно. Ребенку кучу вещей новых притащил. Девочка довольная. И я довольный. Тут люди говорили, что вы с Жозель ушли из таба в разное время. Причем ты пешком. А вернулись вместе. На одинаковых новых машинах. Да еще и раненого рейдера привезли. Хм. Вот объясни мне крюк. Как это у тебя получается? Тоже так хочу. Что именно? Что ты в улье, в окружении вооруженных людей, с таким любопытством, и до сих пор живой. Добродушно, стараясь не показывать раздражение, спросил фарт. Но это люди так говорят. Насыпился крюк. Про тебя и Жозель. Уточнил он. Ты знаешь, люди говорят, что элита ночью сиренады распевает. Сам слышал, что люди так говорят. Вот этими самыми ушами. И что? Не во всякую чушь верить? Тут улей. Осторожно сказал крюк. Тут все может быть. Вот. Советую об этом не забывать. Раздражение все-таки прорвалось. Что тут улей. И тут все может быть. Несмотря на то, что ты сидишь в центре укрепленного стаба. Мы друг друга поняли? Поняли. Буркнул крюк. Бывай. Махнул рукой фарт и направился к себе. В номере он переоделся, чем время до ужина убить найдет. Оружие необходимо обсужить, а чистки ему не отвертеться. Честно говоря, не так уж и много он сделал выстрелов. Чистка была необязательной. Но она здорово успокаивала фарту нервы, которые крюк своим неуемным любопытством от души подергал. Глянул на часы. Семь вечера. Два часа убил, достался еще один час. Осмотрел комнату на предмет, чем бы еще занять один час. Взгляд наткнулся на планшет, стоявший на зарядке. А нахрена он вообще в оружие вцепился? Что нельзя было завалиться с планшетом на диван и посмотреть какой-нибудь фильм? Или книжку почитать? Что бы он и сделал первым делом там, на земле? Профессиональная деформация пошла. Да не, успокоил себя фарт. Это крюк, мудак, так мозги засрал. Тянуться к планшету фарт не решился. Если поводится интересный сиел или книга, можно так залипнуть, что отлипнешь только к завтраку. Знавал он за собой такую особенность. Вместо этого фарт отправился в душ. Долго стоял под горячими струями. В конце концов решился на эксперимент. Давно слышал о чудесном эффекте холодного душа. Медленно убрал горячую воду. Стоял под холодной столько, сколько смог выдержать. А затем с позорищем любого мужчину визгом выскочил из душа и клацая зубами начал интенсивно растираться полотенцем. Эффект действительно был чудесный. Как будто хорошенько к фляге живчиком приложился. Посмотрел время. О, можно уже одеваться и вниз. В кафе спускаться. Он оделся в гражданку и вышел из номера. Обслуживала фарт Анистелла. Другая официантка. Тоже миленькая. Впрочем, они все тут такие. Хамоватых бабич, которые стояли на раздаче в советских столовых, Крюк не держал. Фарт уже наслаждением подтягивал бокал пива. После сытного ужина, когда появилась Стелла. Ой, Фарт, добрый вечер. Вы вернулись, я так рада. Глаза Стеллы сияли искренней радостью. Улыбка достигла ушей. Я вас чем-то обидела? Вы на меня злитесь? Я пыталась узнать, в чем дело, но Крюк запретил подходить к вам. А потом вдруг разрешил, как из пулемета затортурила она. И вам добрый вечер, Стелла. Присядьте, пожалуйста. Фарт указал рукой на место напротив. Нам необходимо серьезно поговорить, но нам запрещают подсаживаться за столики клиентам. Стелла, я вас приглашаю не водку пьянствовать и безобразие нарушать, а просто поговорить. Хорошо. После короткого раздумья Стелла устроилась напротив Фарта, напряженная, как струна. Дорогая Стелла, я... Начал Фарт и тут, как обычно, в самый неподходящий момент раздался сигнал вызова с телефона. Прошу прощения. Он достал телефон и посмотрел, кто звонит. Скрипач. Можно, в принципе, и скинуть. Вот только вряд ли Скрипач звонит для того, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Фарт принял звонок. Привет, Скрипач. Предупреждаю, ты звонишь очень и вовремя. Поэтому, если у тебя что-то, что может подождать, то я тебе перезвоню сам, попозже. Извини, что отвлек Фарт. Может подождать или нет, решать тебе. Завтра твоя команда рейдеров отправляется по заданию СБ. Сегодня с ними надо познакомиться. Зашибись. Сегодня поручкаемся, а завтра уже в рейд. А боевое слаживание... Фарт, я не курирую это направление. Я вообще аналитик. Дам тебе номер куратора, у него узнаешь. То есть, не ты курируешь? А... Тебя послали ко мне, потому что лично знакомы? Я тебе был должен за кирпича? Ясно. Ну, в общем и целом, да. Хорошо, скрипач, я схожу завтра в рейд. Но после этого мы в расчете. Давай номер. Есть на чем записать. Запомню. Буртнул Фарт. Чай тут не десятизначные номера. Скрипач продиктовал номер, назвал имя куратора и отрубился. Извинившись еще раз перед Стеллой, Фарт набрал новый номер. Клык слушает. Добрый вечер, Фарт говорит. Мне скрипач сказал, что... Я в курсе о тебе, Фарт, перебил Клык. Сегодня твоя группа собирается в баре с Золотая Жемчужина. В десять вечера командир группы Дик. Подойдешь, познакомишься. Он ведет курс. Дику сообщу. Завтра в пять утра выезд из Северного КПП. И как я этого Дика узнаю? У бармана спросишь. Все, отбой. Вот же ж, твою мать, подумал Фарт. Посмотрел на время. Без пяти девять. В принципе, час еще есть. Но где эта Жемчужина и сколько до нее идти, неизвестно. Он посмотрел на ждущую Стеллу. Извините, что задержал Стелла, но разговор, похоже, откладывается на неопределенный срок. Завтра мне с утра в рейд. Так что... Да-да, я слышала, Фарт. Ничего страшного, потом поговорим. Явно разочарованная девушка начала подниматься. Но один вопрос я все же задам. Придержал ее Фарт. Я видел, какими глазами вы на меня смотрели. Я слышал, как вы со мной разговаривали. Тогда почему? Пролепетала девушка. Но Фарт ее перебил. Это мой вопрос, Стелла. Почему я? Ну, эм... Фарт был коварен, как и иезуит. Он знал, что в случае, когда ты испытываешь человеку симпатию, ответ на этот вопрос быстро найти невозможно. Ибо тут первую роль играют не качества человека, которые тебе нравятся, а твои собственные чувства. И ты судорожно пытаешься найти те качества, которым обладает человек, чтобы выставить его в выгодном свете. В случае же с малознакомым человеком, как с Фартом, такое практически невозможно. Вот когда к человеку испытываешь антипатию, там все просто. С языка автоматом слетает правильный ответ. Да потому что ты мудак. В первом случае, конечно, можно применить универсальный ответ. Потому что... Или более продвинутую версию из КВН. Потому что... Гладиолус? Но мозг занят перебором качеств. Да и человек обычно нравится не на набор каких-то отдельных качеств. Тут нравится, тут не нравится. Во всяком случае, в начале отношений. Нравится цельный образ. Фарт сам пару раз попадал в эту ловушку. Причем, второй раз вопрос был задан после полугода совместного проживания. Казалось бы, человек уже должен знать вдоль и поперек. Однако, ловушка успешно сработала. Хорошо, я не требую немедленного ответа. Фарт положил свою руку на руку зависшей девушки. Я бодряюще сжал. Время у вас есть. Заодно подумайте хорошенько, не придумали ли вы себе свой романтический образ, которому я вообще-то не соответствую. Я не совсем хороший человек, Стелла. У меня недостатков вагон и маленькая тележка. Вы добрый, робко возразила Стелла. Я? Искренне удивился Фарт. Вы ошибаетесь. Извините, но мне действительно пора. Он поднялся, а вы все же подумайте и стремительно вышел из кафе. Поднимаясь по лестнице, набрал Рока. Ты уже идешь? спросил Рок. Лиса к вечеру устала перебирать свои сокровища и уже изнылась, когда ты наконец появишься. Извини, Рок, меня в ближайшее время не будет. Фарт вошел в номер. Нарисовался внезапный рейд. Выходим завтра в пять утра. Что там такого внезапного могло произойти? Просто надо должок один отдать. Когда и кому ты успел задолжать? И... Рок помолчал, подбирая слова. Мне кажется, ты вполне платежеспособен, чтобы рассчитаться со своими долгами. Не всегда долг можно отдать горохам, Рок. Иногда требуется услуга. Кстати, о горохе. Давай-ка ты сейчас ребенка спать укладывай. Я выясню подробности и тебе перезвоню. А при чем тут горох? Случай, если рейд окажется затяжным, тебе на сохранение оставлю. Так положи в банк. Виксель же у тебя есть. И платить этим кровопийцам два спарана только за то, что положил и снял? Жмот ты, Фарт? Я не жадный, я домовитый, улыбнулся Фарт, ответив цитаты из мультфильма «Домовенок Кузя». Все, до связи. Да уж. Недаром говорят, что чем пафоснее название, тем хуже гадюшник. Поморщился Фарт, входя в золотую жемчужину. Заведение представляло собой типичную бухаловку. Такие в 90-х годах превратились ранее приличные пелеменные чебуречные из тех, что остались на плаву. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, эти заведения предлагали дешевое спиртное в связке с дешевой закуской, той, что раньше была профилем этих заведений. Ну и дешевизна порождала соответствующее качество. Ну и контингент. Вечерами зал ломился от хануриков самого низшего пошиба. Любой бомж, если за день сумел насобирать нужную сумму, мог получить здесь вожделенный стакан водки. Правда, при этом рискуя не проснуться утром. Но когда и кого это останавливало? Особенно в те времена. Не подскажешь, кто тут дик? Фарт подошел до бармена. Знакомиться не посчитал нужным. А да вон сидит, указал бармен. Фарт развернулся, рассматривая компанию за столом, утыканными бутылками. Парни гудели с размахом. В первом глаза бросался здоровяк, поражающий свою статью. При этом с абсолютно дебильным выражением лица. Там не то, что интеллекта, там мозга вообще не наблюдалось. Рядом с ним сидел, покачиваясь, мужик со сломанным носом. Надо будет урока поинтересоваться, если нос вовремя не вправить, он так и останется или со временем сам выправится. Но, что более поразительно для Улья, с ежиком седых волос. Тут сомнений быть не могло, волосы были именно седые. Посередине седины пролегала прядь черного цвета. Просто уникум какой-то. Далее располагался еще один мужчина. С лицом как будто он не ел минимум неделю. Палые щеки, выступающие скулы, резко выделяющие нос. Комплекцию при этом имел вполне нормальную. Ну и последним был совсем молоденький парень. Хотя опять же с этим Ульем возраст иммунно угадывать гиблое дело. Телосложение у парня было тщедушное. Камуфляж на нем висел как на вешалке. Из сей четверки парень выглядел тут чужеродным элементом. Первую тройку что-то роднило. Движение может быть. То, как они залихватски заправлялись спиртным. Не пили, не выпивали, а именно заправлялись. Непонятно. Парень даже сидел хоть и вместе с ними, но при этом в сторонке. Сидел потихоньку что-то из темной бутылки. Эй! Привег себе внимание бармен. Брать что будешь? Нет, отвали от стойки. Не занимай места. Форт направился к столу. С будущими партнерами по рейду. Не поздоровавшись спросил он. Прозвучало резковато. А кто спрашивает? Заклетающимся языком спросил Седовласый. Соровяк набучился. Я Фарт. Меня сюда направил Клык. А, Фарт. Да, Клык звонил про тебя. Дик это я. Да ты че стоишь как неродной? Садись выпей. А ничего что нам завтра в рейд пять утра, а вы тут накачиваетесь по самой брови? Спросил Фарт сомнение смотря на загаженную лавочку. Братан! Протянул проникновенно Дик. Это же Улий. Тут хоть цистерну выпей. С утра будешь как огурчик. Только живчик как хлебни. В любом случае у меня к рейду ничего не готово. Надо подготовиться. Все равно отказался Фарт. А что там готовиться? Удивился Дик. Ноги в берце сунул, рюкзак с калашом взял и все готов. Пиф послал Улий напарничков, подумал Фарт. Может цель такая, что привлекать более подготовленную группу избыточно? Какова цель рейда? Фарт все же присел на краешек скамейки рядом с парнем. Где находится, сколько продлится, какие средства доставки, а я не знаю. Пьяно развел руками Дик. То есть? Опишел Фарт. Клык сказал, что ты командир рейда. Да. Попытался гордо скинуть голову Дик, отчего чуть не навернулся с лавки. Я командир, но мне ничего не сказали. Сказали, что в дороге все объяснят. Полный высказался Фарт. Ладно, сам выясню. Приятеля хоть своих представь. А это можно, вот это? Он указал на здоровяка. Балу. Точно, подумал Фарт. Тут я думаю, кого его дебильная рожа напоминает. Вылитый персонаж диснеевской версии мультфильма. Это жрун, Дик указал на скуластого. А это пьяненько захихикал он, указывая на молодого наш Геракл. Тройка рейдеров дружно грохнула хохотом. Парень заметно смутился и виновато посмотрел на Фарта. Да, чувство юмора угрёстного Геракла было просто на высоте. Не понимая, что тут смешного, начиная закипать, произнёс Фарт. Пройдя ещё в школе по цепочке унизительных издевательств, он всей душой возненавидел ситуацию, когда коллектив выбирает себе мишень и начинает её гнобить. Братан, ты чё не понял, он дик сквозь хохот, ткнул пальцем в парня и Геракл и залился пуще прежнего. Зачем смеяться над нормальным именем Геракл, когда у самого вызвал новый взрыв веселья. Геракл с испугом взглянул на него. В ответ Фарт подмигнул. Ой, не могу, верещал дик. У кого такое имя? Так у тебя. Слова Фарта с трудом доходили до дурманиного алкоголя мозга. Хохот стал стихать, перейдя сначала в отдельные смешки, потом в тишину. Относительную за их столиком вокруг народ активно общался. Что ты сказал? С угрозой произнес дик и попытался подняться. Выбитый алкоголь сыграл с ним дурную шутку. Он покачнулся, попытался удержать равновесие, но все-таки навернулся через скамейку, чуть при этом не перевернул стол. Жун не вставая попытался помочь дику подняться, но был выдернут из-за стола на пол, прямо на дика. Пока два рейдера с матами и проклятиями пытались распутаться, Абалу активно растаскивал кучу малу, состоящую из двух человек, Фарт повернулся к Гераклу. Слушай, парень, а сколько тебе лет? 18? Засмущался Геракл с увлечением наблюдая за бесплатным представлением. Мой тебе совет, откажись от этого рейда. Не могу, погрустнил Геракл, но обстоятельства такие. Ясно, у всех тут обстоятельства, ты не пьешь особо, а выезд завтра в 5 утра. Вот и прикинь, во сколько вставать надо. Так что шел бы ты отсыпаться. Да, наверное, ты прав. А у тебя с этими... Он кивнул накопошившись рейдеров. Проблем не будет? Не будет. Тогда я действительно лучше пойду. Спасибо. Кивнул Геракл Фарту. Сочтемся. Фарт кивнул в ответ. Народ абсолютно не обращал внимания на возню за их столиком. Наверное, тут такое было в порядке вещей. Наконец, рейдеры поднялись, утвердились на скамейке и продолжили разговор. Дек, кого ты назвал? С угрозой протянул Дик. С боков его подпирала команда поддержки, пытаясь сфокусировать на Фарте злобные глазки. Получалось плохо. Это не я назвал, это тебя так крестный назвал, пояснил Фарп. Он меня Диком окрестил. Все правильно, Дик на английском означает хуй. Дик это сокращение от Дикий, так крестный пояснил. Хотя, сбавляя обороты, припомнил он, по-английскому он чесал не хуже, чем на русском. Сука, тут он все время улыбался, когда меня кто-то звал. Ностальгировать без меня будете. Забыл про самое важное спросить, сколько за рейд дают? Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Аванс дали, Фарт проигнорировал вопрос. «Не, комната растет сразу после рейда». «Ясно. Ну что ж, господа, Фарт поднялся. Приятного вам вечера». Он вышел на улицу, на ходу вынимая телефон. «Алло, Клык?» «Кто это?» «Фарт». «И чего хотел?» «С ребятами я познакомился. Ты когда посрешь, тоже мне докладывать будешь?» Раздраженно спросил Клык. «Оборот избавь. Дик мне ничего про рейд не сказал. Мне нужна информация». Информация засекречена. «Ну, в таком случае езжайте вместо меня. Пока». «Постой. Какая информация тебе нужна?» «Мне необходимо подготовиться к рейду. Хер бы с вашей секретностью. Куда именно едем? Куда именно идем? Хоть на сколько суток жратвы? Воды живчика брать?» «Почему Клык решил поделиться информацией? Нужна обязательно пятерка?» «Подумал Фарт». «Рассчитывая на трое четверо суток. Уже хоть что-то. Пешком пойдем или на машинах?» «А какая разница?» «Выборе разгрузочной системы», – терпеливо пояснил Фарт. «Ну, пятьдесят на пятьдесят. Какие цели?» «Засекречено. Хорошо», – вздохнул Фарт. «У меня есть вал». Он решил не называть вихрь и калаш. «Что лучше?» «Да все равно». «Понятно, отбой». Крутя телефон в руке, Фарт напряженно размышлял. «От этого рейда не просто пахло. От него вонело за километр. Какие-то угошенные рейдеры, командир из них, пацан 18-летний. Даже по камуфляжу видно, что последний спаран без соли доедает. И среди них затесался Фарт. С нормально огневой и тактической подготовкой. С нормальными дарами. Впрочем, о трех из них неизвестно. Во всяком случае, он надеялся на это. Клык прозевал. А может, Фарт слишком сильно задирает нос. И любой из этой четверки выше его на голову. А то и две в боевой ситуации. Да и про их дары ничего не известно. Рейдеры постоянно бухают, как в последний раз в жизни. Жизнь Нестаба быстро истощает нервную систему. И ничего. Как-то ходят в рейды. И возвращаются с добычей. Или это какая-то операция СБ по выявлению крота в собственных стенах. И Фарт удачно подвели под нужный выезд. Брать рейд или не брать – вот в чем вопрос. Еще немного поразмышляв, он мхнул рукой. Бог не выдаст, свинья не съест. Лису пристроил, наследство ей оставил. Рок кажется надежным мужиком. Ребенка полюбил как своего. На всякий случай, как и при первом разговоре с Жизель закрыл глаза, расслабился и прислушался к себе. Уловил чувство тревоги. Не очень сильное. Решено. Завтра в рейд. Но жопу все-таки надо прикрыть. Он посмотрел на часы. Ёпты. Уже полдвенадцатого. Куда время с такой скоростью исчезает? Набрал номер на телефоне. Алло, скрипач? Слушаю. Скажи-ка мне, любезнейший, у вас в группе наподобие той, в которой сейчас я, только пятерками работают? Может быть и больше людей, а что? Ну, меньше нет? А обычно нет. То есть, группу, в которой четыре человека за пределы стаба не выпустят? Ну, ситуации разные бывают. Иногда два человека вполне достаточно. Зачем всю пятерку гнать? Визирую начальника СБ стаба, и пожалуйста. А что там у тебя случилось-то? Да нормально все. Завтра в рейд. Но боюсь, после этого рейда ты моим должником станешь. Не надо ради меня идти на такие жертвы. Откажись. Нееет. Иметь в должниках заместитель на начальника СБ стаба Воскресенск? Это же… Ух! Фарт, тебе говорили, что ты идиот. Нашел чем удивить? Мне об этом с самого детства твердят. Ты можешь толком объяснить? Что там у вас такое? Понимаешь, Скрипач, такое впечатление, что наш рейд на убой гонит. Конечно, хотелось бы ошибаться, но что-то говорит, что я прав. Ну, так давай отменим рейд, спокойно разберемся. А если я не прав? А если прав? Ну, ваши предатели свинтить успеют. А если… Да там тысячи, если… Пускай все идет как есть. А если ты прав? И вы все там лежите. Это улей. Тут каждую секунду десятки тысяч людей погибают. Лично тебе могу пообещать, что постараюсь выжить. А остальные… Если идиотами не будут, постараюсь вытащить. Ладно, мне еще готовиться. Присмотрите за клыком, пока нас не будет. И за транспортом, что нас повезет. Кстати, транспорт ваш? Нет, армейцы. Ясно. Короче, бывай. И все-таки ты идиот, фарт. Я знаю. Нажав отбой, фарт тут же набрал рока. Доброй ночи, Рок. Лиса спит? Да. Расстроилась сильно, что тебя несколько дней не будет. Кстати, сколько? Потом скажу. Сейчас усыпи ее посильнее, как в ту ночь, когда… Ну, ты понял. Понял, понял. Продолжение следует. Субтитры начал. Продолжение следует... Продолжение следует...